самая страшная книга максим кабир скелеты текст читает дементьев илья 1 аннушки за атмосферу в ноябре андрею ермакову хотелось кричать и бить кулаком в стену чтобы костяшки окрасились красным чтобы с воплем наружу выплеснулась переполняющие его боли упала на пол отвратительным комком или содержимым сурового яйца вспоминались почему-то бабки которые яйцом лечат хворых грязный белок и капля крови в желтке концентрация болезни как дух шева из прочитаны недавно книги о мифологии коми червячок или гусеница или обычный волос воплощение порчи теперь он свыкся с утратой сроднился с ней привет дорогая я снова дома давай пить чай он зажег газ под чайником и уставился на синее трепещущее пойманной синицей пламя прошло четыре месяца с тех пор как маша бросила его ушла прихватив за одно лучшего друга август и осень самое длинное в жизни он давно не был юноши романтиком знал что любая боль со временем притупиться и его в том числе уже притупилась скальпель полосовавший внутренности легким порханием теперь усердно с нажимом пилил зазубренное лезвие память сны товарищ морфей с упорством заядлого садиста крутил неактуальное кино сопливую мелодраму по-хорошему пора было сменить катушку внести в сновидение капельку реализма но там все было розово карамельно там маша гладила андрея по груди называла андреушенькой и просила никогда ее не оставлять утром нужно было скорее выбраться из пустой квартиры из руин былого уюта нацепить социальную маску и влиться в ритм города работать ермаков вел на третьем канале отчаянно глупую и наигранную передачу про паранормальные явления охотники встречавшие снежного человека сами от пьянства похожие на йети очаровательные бездельники следящие за небом скучающие домохозяйки и просто наглухо сумасшедшие заваливающие редакцию безграмотными письмами хмурые северные колдуны изготавливали шеву из черемухи пепла сора жил ящерицы и соснового прутика печной метлы оживляли потом заклинаниями и подкидывали жертвы в еду его персональная шева была слеплена из машины улыбки ее голоса из шутливых прозвищ из имен запланированных детей из восьми относительно безоблачных лет и немного для пущих страданий скрепкого дружеского плеча богдана чайник засвистел на плите и андрей достал из ящика чашку с изображением мастера йоды подарок маши в сентябре ему хотелось выкинуть все что напоминает о предательнице но в таком случае пришлось бы ютиться среди голых стен без мебели без книг без обоев квартира хоть и была съемной стало их гнездом их логовом крепостью и каждую мелочь они покупали вместе или друг для друга а шева уже завела здесь пряталась под абажуром лампы таилась горошиной под подушками извивалась росла он не замечал изменений под слеповатый толстокожий идиот андрей отхлебнул чай включил ноутбук презирая себя нашел страницу маши она была оффлайн и это порождало тьму невеселых предположений о том чем она занята субботним вечером запрыгнул на страницу богдана можно одним кликом удалить человека из друзей но в чертовых снах он твой верный кореш богдан достаточно воспитан чтобы пока не выкладывать фотки с машкой статус влюблен андрей закрыл вкладку жизнь точно жули гипнотизер навела морока грабила превратила тридцатилетнего мужика в тряпку в слабака который рыдает наткнувшись на заколки под кроватью впереди первый новый год без нее на телефон капнуло сообщение а там роскина уфолога любителя автора увесистого манускрипта о контактах с пришельцами и обладателя не поддающегося сомнению тихого помешательства он выстучил в свой трудно допотоп на печатной машинке шил капроновой нитью всюду носился с этой безумной даже на вид кипы листов амроскин просил немедленно проверить почту андрей поерзал мышкой к электронному набранному капсом письму был прикреплен коротенький видеоролик андрей минуту наблюдал за полетом нло на самом деле воздушного фонаря инопланетяне были чудом которого жаждал несчастный девственник амроскин маша была чудом андрея после нее после продлившийся 8 лет вспышки ему осталось пустое небо бумажные подделки под волшебство прав был бродский нет одиночество больше чем память о чуде андрей пожелал амроскину никогда не встретить марсиан лишь надеяться на встречу так легче под сенсационной молнии уфолога нашлось еще одно непрочитанное письмо куда скромнее андрей удивился обнаружив весточку с малой родины здравствуйте многоуважаемый андрей вадимович многоуважаемый хмыкнул он естественно для захолустного городка на 20 тысяч жителей телеведущий областного канала был настоящей звездой знаменитостью не жиже столичных селебрити 29 декабря в доме культуры имени артема состоится первый варшавцевский литературный фестиваль степные строки фестивале примут участие более 30 ваших талантливых земляков приглашаем вас стать почетным гостем мероприятия и возглавить конкурсное жюри с уважением член союза писателей а камертон редколлегия фестивале коллектив средней школы номер один клуб писателей города варшавцева губы андрея растянула ухмылка а камертон псевдоним артура олеговича мельченко его учителя литературы хорошего человека и отчаянного графомана кто еще мог вспомнить что ермаков кропал стежки даже печатался в газете с чудовищным названием рудничок мельченко пророчил ему большое литературное будущее подразумевал вероятно что однажды уступит талантливому воспитаннику свой трон трон главного литератора забытый богом провинции завидная должность последний рифмованный катрен андрей написал лет пять назад лирика посвященная маша конечно с музой они расстались по обоюдному согласию без слез без обидных выкриков и битья посуды не вышло из него не бродского не даже а камертона и вот оказывается есть люди всерьез считающие что он наплюет на дела и найдет в плотном графике время чтобы тащиться черт те куда слушать подростковые вирши под новый год к письму прилагался файлик андрей щелкнул мышкой в браузере загрузилась смастеренная на коленке афиша милая и бесхитростная заливка градиент обводка тень свечения все опции фотошопа позволяющие создать максимально нечитабельный текст венчала афишу эмблема фестиваля чернильница с воткнутым в нее пером да ладно пробормотал недоверчиво андрей внизу шрифтовой каши было набрано музыкальный подарок от рок-группы церемония в голове возник образ толика потлатого точего стучащего вязальными спицами по картонным коробкам 2001 год они репетируют в квартире андрюшиной бабушки великий барабанщик талян хитров и ермаков терзающие струны акустической гитары провальный дебют церемонии на школьном выступлении варшавцева не тот город где девушки соблазняются рокерами и вот на тебе группа созданная двумя школьниками до сих пор влачет свое существование безвестное но очень упертое андрей понял что улыбается и шева тоже поняла крутанулась внутри испуганно проголодалась крошечная ящерица уплотнение в районе сердца никаких улыбочек а ну обратно в свою боль шевельнулись ледяные губы незримого колдуна зазвонил телефон машенька улыбка потухла андрей встал из-за стола помедлил рассматривая ее фотографию на экране когда-то они договорились не расписываться до рождения ребенка так что официально женаты не были они не нуждались в регистрации своего союза и традиции русских свадеб с пьяными бесконечно далекими родственниками тамадами и ряжеными вызывали у них лишь на смешку но после университета они поехали путешествовать по западной украине и повенчались в закарпатской церквушке живописный кинематографичный словно декорации к абсолютному счастью вчерашняя студентка педагогического вуза маша аронова улыбалась фотографии за ее спиной выселся горный пик и синяло небо андрей прижал телефон к уху впустил ее голос привет я не мешаю правильно выбранный тон осторожный сдержанный столикой должного трагизма как на похоронах чего ты мне можешь помешать я рад тебя слышать время ссор взаимных оскорблений осталось позади кто виноват и не раз и не два признавался что влюблен в машку взахлеб восхищался ею говорил что не женится покуда не отыщет такую же и украл только подвернулся шанс отвоевал у зазевавшегося андрея право быть счастливым как ты спросила маша шева мелкими зубами терзала какую-то мякоть под ребрами насыщалась о чем она спрашивает не запил ли он не планирует ли повеситься или вскрыть себе вены не забывает ли кормить рыбок ему все-таки тридцатник здоровый мужик программу вон ведет пускай смотрят ее сплошные шизофреники все круто не волнуйся сказал он трогая пальцем зеленую морду йоды волнуйся все не круто повторил йода мастер инверсии понравилась твоя новая передача последний выпуск мистических историй был посвящен привидениям старой дворянской усадьбы в нем нашлось место трем засвеченным фотографиям ужасающему шепоту который наколдовал звукорежиссер и интервью с подставным потомкам графини анны топот шутишь спросил он ты похудел ты тоже едва не брекнула она иногда подвыпив андрей приходил к школе где она работала шел за ней до дома богдана прикрываясь едва ли не газетой как шпион в комедиях слежу за собой я рада хотелось одернуть ее достаточно балагана показушного чувства вины аккуратного выбора слов этой игры в чужих людей алло машка у меня же никого роднее тебя не было андрюш она замялась он ждал шева ждала отлепив зубастый ротик от добычи я не хочу чтобы ты узнал от знакомых правильнее будет самой сказать ну же зарол он внутренне стис научились так что зубы заныли она а нам мы с богданом распишемся в январе без кортежей без фаты без всего такого будто это было важно что она не изменила мнение относительно швыряний букетом шева зачавкала с остервенением ящерица его персонального страдания распишитесь спросил андрей холодно вы четыре месяца тракайтесь вместе я его знаю столько же сколько тебя ответила маша внезапно ему захотелось чтобы было еще хуже безвозвратно хуже чтобы шарик отчаяния разбухающий с августа лопнул и ничего не осталось это не все сказала маша он зажмурился вот она сейчас она скажет слово заветное слово я я беременна сказал он тяжело сел на стул четыре года они пытались завести ребенка мальчика никиту или девочку веронику и позвать богдана быть крестным папой какой срок одиннадцатая неделя в сентябре подумал он через месяц он кивнул оглядел кухонный утварь часы магнитно холодильники привезенные с юга ракушки и дельфинчики их умершего моря бедного моря в черных нефтяных пятнах андрюш богдан будет отличным отцом он не кривил душой было бы чем кривить он ощущал лишь усталость пустоту апатию боль исчезла шева убралась доев слеза в крошке прожорливого духа больше не интересовала выйдяная оболочка у маши и богдана родится ребенок у завзятого холостяка богдана будет семья вы не шутите ты действительно так думаешь я желаю вам счастья произнес он и поморщился неискренней дешевая реплика из набора постановочных передач третьего канала позвони мне на днях хорошо хорошо он отключился взял со стола чашку не было никакой потребности разбивать ее но он посчитал что это будет уместный жест зеленая физиономия йода разлетелась на части к ногам посыпались осколки вот так подытожил он вот так толкнул мышку и экран засветился зажглась дурацкая афиша степных строк она радовала уже тем что никак не ассоциировалась с машкой опять запиликал телефон я занят прошептал он я страшно занят звонивший был настойчив как группа церемония амроскин пробормотал андрей пододвигая мобильник надеюсь тебя похитили пришельцы амроскин эндрю эндрю зачастил в трубку спец по тарелкам ты смотрела что скажешь разбогатеем и на этом материале херня амроскин промолвил андрей очерчивая курсором логотип литературного фестиваля но слушай амроскин ты чем на празднике занят ответ был очевиден уфолог проведет их как и предыдущие новые года уплитая мамин салат оливье толстая угреватая белка в колесе пущенного по кругу сериала секретные материалы да ничем таким я тебе амроскин ключи дам покормишь моих рыбок 2 то ли хитров приподнялся со стульчикой завершил партию перекрестной игрой на тарелках лихо покрутил палочки между пальцев и только потом посмотрел на ребят кэши и паульс ухмылялись довольны а платон вокалист сосредоточенно пролистывал потрепанный блокнот читал рукописные тексты написанные 16-летним парнишкой ну вынес он вердикт неплохо неплохо хохотнул хитров утирая лоб ветхой футболкой андрюха ермак был гением и есть платон зависливо промолчал полгода назад хитров воскресил группу из мертвых раскопал условно как в кинговской темной половине могилу прочитал нужные заклинания подергивание окоченевших лапок поначалу казались гальваническими ложными сокращениями мышц но он приложил усилия нашел единомышленников тех кому как выразился бы басист паульс по приколу по приколу лобать старомодный рок в городке никак не приспособленным под такие цели церемония была ослеплена из троих студентов техникума и одного 30-летнего неудачника 29 числа это чудовище франкенштейна выберется на провинциальную сцену и станет ясно жива она или нет кайф просеял кеша закрыв ладонью струны вот это поэзия платоша а не то дерьмо что ты нам носишь пошел ты фыркнул вокалист платон был неплохим парнем талантливым с рок-н-ролльным вокалом и правильной хрипотцой и стихи его пусть слегка наивные транспарантные подкинчиво иногда сверкали удачными строками и самобытными метафорами хитро вмысленно нарек музыкантов молодняком жена ворчала что ты возишься с пацанами своего ребенка мало он боготворил юлу но и церемония была его дитем пусть косым да горбатым посигналила из сырого чернозема будни и раскапывай меня папка пора не обращай внимание сказал хитро в приунывшему вокалисту твой марш бомба он знал что на грядущем фестивале платон будет участвовать и в роли поэта так что братва окликнул хитро в парней те уже надевали шапки обматывали шарфами навьючивали гитарные кофры берем это телегу спрашиваешь сказал платон без базара поддакнул паульс откатать еще надо откатаем они обменялись рукопожатиями кеша и паульс покинули обвешанную плакатами вымпелами репетиционную базу платон топтался на пороге теребил в руках перчатки толь произнес он робко я тут новый текст набросал глянешь дома а платон вручил товарищу сложенный пополам листочек и ретировался размышляя выступление хитро вздвинул к стене стулья накинул куртку бережно спрятал в рюкзак тетрадку со стихами ермака коморка в которой музицировала церемония находилась над актовым залом на чердаке дом культуры любезно предоставил группе уголок хитро был здесь своим трудился звукорежиссером записывал народные ансамбли заседал над микшером во время концертов и городских праздников он запер дверь и протиснулся мимо свалки гипсовых бюстов спустился на второй этаж зашагал по просторному коридору часы показывали девять вечера юля уже спала а вдруг я правда использую группу как прикрытие затревожился хитров задерживаясь на репетиции чтобы не слушать юлькин рев чтобы не раздражаться его охватила тоска по семье будто до дома было не 10 минут езды а сотни космических парсетов посторонний звук вклинился в гулкую тишину дыка он доносился справа из темного и узкого коридора ведущего к женскому туалету быстрые шаги по плитке хитроф оглядел закоулок кому там бегать в такое время девочки из танцевального ансамбля грация разошлись еще в семь а работниц дома культуры после шести не сыскать с огнем может молодняк призрел гендерное разделение туалетов завхоз сергеевна вечно экономила и лампочка в коридоре горела лишь одна над поцарапанным пианино несчастный музыкальный инструмент громоздился в нишу словно для того чтобы дамы ожидающие свободной кабинки имели возможность развлечь себя игрой хитроф стоял у сумрачного коридорного устья а в глубине капала разбиваясь рукомойник вода и кто-то дышал громко как в микрофон не в туалете ближе возле ниши кто-то скорчившиеся прямо за пианино вот же шевелится на квадратах плитки тень в пустом здании заиграла луридовская кэнди сейс хитроф вынул вибрирующий телефон лариса просила купить бутылку минеральной воды будет сделано он кинул прощальный взгляд на пианино в полумраке и засеменил по лестнице на своем посту дремал сторож потрепанный жизнью мужик с красным новогодним носом валик но за глаза все назвали его чупакаброй в честь мексиканской кровососущей зверушки кровь коз дядя чупакабра не пил зато регулярно подкреплялся дешевым самогоном отыграли даже сквозь отделяющие дежурку стекло хитроф учил едкий перегар да взять валик хитроф отдал сторожа ключи чердак я запер а я за тобой запру сказал валик бесполезный мирный пьяница у начальства не хватало твердости уволить его 14 апреля в день вывода войска из афганистана чупакабра цеплял на рубашку орден воины интернационалиста и просил хитрого включать ему песню юрия лозы на маленьком плоту объяснял заплетающимся языком что под эту песню его рота уходила из кандагара хитроф отсалютовал сторожу на улице падала мелкая крупа голову гранитного ленина увенчала снежная шапка вроде пыжика популярного в эпоху позднего ссср площадь с одной стороны подковала вогнутая глыба дыка с другой остановка супермаркет и рюмочная терем по пустынной проезжей части ковылял простоволосый коллега чупакабры хитроф нырнул в очрева жигуленка служившего ему верой и правдой десятый год тронулся с места обогнул вождя пролетариата маневрируя между хабов он думал о ермаке жизнь развела отдалила товарищей хитроф следил за карьерой андрея смотрел мистические истории стыдно сказать захаживал изредка на его страничку в социальной сети радовался успехом любовался супругой машей но в друзья не попросился и сообщение не отослал письмо он все-таки набирал пару раз но стирал перечитав на хрена он ермаку скучный тип прозябающий в провинции играющий музыку которая и 15 лет назад перестала быть актуальной звукач из д.к. артема ермак сделал огромный шаг укатив учиться а он в том же болотце разве что вот дочурку красавицу заимел когда они сидели нормально как родные люди и не припомнить уже каждому своем сказал хитроф и дворники поскоблили стекло покивали согласно дом встретил его ароматом куриного бульона и картофельного пюре лариса привстала на цыпочки чтобы чмокнуть его в щеку моя рок-звезда шутливо сказала она он горделивый расправил плечи ты еще будешь мной гордиться я и так тобой горжусь на кухне забулькала и жена всплеснув руками упорхнула к плите поинтересовалась из-за стены а у тебя будут фанатки знаешь такие которые мечтают покувыркаться с кумирами я переадресую их платону платону 13 или 14 это незаконно он усмехнулся вообразил трущихся у гримерки группы завхоз сергеевны и директриса д.к. в футболках с логотипами церемонии хитроф подбочинился в дверях кухни у нас что домашнее животное завелись спросил он ты о чем а это под батарею было задвинуто чайное блюдце доверху наполненное молоком в молоке плавали ломтики хлебной корки это для него сказала лариса потупившись для кого же ну дымового хитро вздохнул дымового мнительная лариска нафантазировала в начале недели мол кто-то шерудит мелками одергивает занавески переворачивает детские книжки серьги у нее похитил а еще телевизионные каналы клацает категорически не любит дом 2 какой умный приживала подначивал муж лар ты серьезно вообще но я же слышала вяло отпиралась жена сегодня снова бумага шуршала да это юла шуршит она же шуршалка у нас у бабушки в деревне домовой жил добрый где вещи потерянные подсказывал мышей извел даже будил по утрам если бабка не просыпалась вовремя но запах табака не выносил только дед закурит он посудой гремел я не знаю что сказать слабо улыбнулся хитроф может в бытность твоей бабушки и существовали домовые но электрификация всей страны их изгнала я в интернете прочитала упорствовал лариса их нужно задобрить приручить хлебом вон угостить на фига мышей у нас вроде нет они за детьми присматривают лариса поймала взгляд мужа и торопливо добавила так написано домовых даже заводят просят чтобы они в новой квартире поселились хозяин батюшка заходит на новоселье губы хитрого растянулись в ухмылки лариса не сдержалась захихикала с видимым облегчением ну что виновата моргнула она дура я а чуть-чуть утешил он и поцеловал жену в шею не знаю как батюшки а тараканы точно заведутся да и с батюшками какими то я особо сожительствовать не хочу ладно уберу сдалась лариса пойдем ужинать сейчас только на нашего домовенка кузю погляжу не разбуди я ее еле угомонила хитро в продолжая улыбаться пошел в спальню которую весной переоборудовал под детскую оклеил обоими с диснеевскими персонажами купил кукол замок принцессы игрушечные барабаны чтобы дочка повзрослев стучала по тарелкам и бочкам с ним на пару семимесячная юла лежала среди подушек выпить в круглую упакованную в подгузник попку спала крепко усердно от стараний на верхней губе выступил бисер пота съесть хочется подумал хитроф просовывая руку сквозь деревянную оградку кровати коснулся пятки в шерстяном носочки кремового цвета юла недовольно подтянула пухлую ножку она живо реагировала на музыку предпочитала правда не хард а что-то посложнее без ритмических квадратов и последовательных аккордов фри джаз мудренный арт-рок авангардной импровизации наш человек у стены частично прикрывая отпечатанную на обоих белоснежку стоял книжный шкаф детская чтива самого хитрого вперемешку с подарками тещи библиотекарши книги на вырост от сказок народов мира до энциклопедии юной леди хитроф прогулялся по корешкам снял с полки желтый томик серии библиотека школьника на обложке был изображен тот самый дымовенок из кукольного мультфильма чумазый и растрепанный хитроф вспомнил бессмертная на фаня и решил обязательно показать юли лучшие советские мультики никакие диснея и никелодион не заменят ребенку каникулы в простоквашины ну погоди приключения кота леопольда и прочие шедевры он повернулся к кроватке ледяные когти ужасов пились под ребра зашевелились волосы на затылке хитроф разлепил губы но вместо имени дочери изо рта вырвался клёкот юля стояла вцепившись левой ручкой за прутик барьера вправо она держала змею мерзкую лениво извивающуюся гадину держала за хвост и трясла как погремушку уплотнение на вертлявого тела издавала звук похоже на пение сверчков или треск кастаньет звук похоже на скрежет ножей вспарывающих кишки остолбеневшего отца голова гремучий змеи стелилась на постель на кольца десятка других змей которыми кишала колыбелька они ползали вокруг неустойчивых ножек терлись о кремовые носочки розовые икры жуткие петлеобразные движения крапчатых ремней из клубков таращились желтые с вертикальными зрачками глазки гадюк быстрые раздвоенные языки сновали между ядовитых зубов пружинисты поднимались треугольные головы хитроф отчетливо видел ямки по бокам черепков чушую на шкурах гадюки выбирались из наволочек аюла стояла по колено в этом гнезде и показывала папе трещащую подрагивающую смерть доченька прошептал хитроф спокойно доченька ялана клонила голову уткнувшись в плечико щечкой мягкий невесомый локон упал на лоб змея трепетала в коротких пальчиках девочка улыбнулась радостно и сказала белая лилия черной зимы белая лилия черной зимы а потом гадюки стали вываливаться на пол сквозь прутья кроватки и ползти к хитрову 3 рейсовый автобус грехотал по обледеневшей трассе за окнами как мираж возникали исчезали поселки блеклые и унылые оазисы в заснеженной пустыне тянулись припорошенные поля слепительно белые с голубыми изломами насыпи отвалов вдоль горизонта курганы индустриальных богов в земле махали кирками трудяги гномы вздымались к пепельному небу башни саурона гигант родина слава грозные имена замызганных титанов андрей оторвался от книги мореплаватели средневековья и рассматривал пейзаж снаружи склады вентиляционной установки копры над шахтные здания он приезжал сюда прошлой осенью на именины мамы с машей они поссорились и на обратном пути не разговаривали так не может продолжаться сказал он или мы все забудем или автобус покачивая боками миновал коробку дробильно сортировочной фабрики пасущееся стадо грейдерных погрузчиков и мемориальную стеллу на въезде в город четыре часа дорожной тряски и карус причалил к скопищу ларьков псов и старушек с лаптями пирожками высадился симпатичных подружек студенток и навьюченного сумками андрея декабрьское солнце отражалось в стеклах варшавцевского автовокзала золотило снежок его блики резвились на бортиках неработающего фонтана сгнутых кранов свисали пики сосульки чашу фонтана захламило ледяное крошево в нем таяли солнечные зайчики как сливочное масло в каше пузатый таксист предложил свои услуги андрей качнул головой поправил воротник пальто и зашагал по присыпанной песком аллее требовалось немногим больше получаса чтобы наискосок пробежать варшавцево полузаброшенный закованный льдом городишко серый корпус гостиницы с наглым названием москва старшеки рассказывали о гостиничных девицах легкого поведения одну девицу зарезал диковатый парень по фамилии умбетов сын школьной библиотекарши но и словечко всплыло старшаки а вот и первые преобразования новенький аквариум шоколадницы пустые столики за стеклом сиротливые горки конфет скучающая официантка салон красоты огромный портрет хью джекмана на фасаде занесло же тебя росомаха посочувствовал андрей с билборда взирал честными глазами кандидат отправящей партии местный оппозиционер приписал к агитации размашистая ворюга где пенсии андрей родился и вырос здесь в городке рыжим от рудной пыли за девятнадцать лет он вызубрил каждую пробоину от ветшалого асфальта каждую трещинку на оранжевых фасадах пятиэтажек да что там каждую былинку окружающей варшавцева степи кинотеатр современник крутил фантастику и боевики летние дожди превращали улочки в бурое болото по которым шлепали калоши и гондолами плыли машины у школы выселся крашеной серебрянкой памятник н.л. варшавцеву коммунисту геологоразведчику первому директору шахты дребезжащие лазы по утрам увозили мужчин к таинственным шурфам и норам жаль андрей не запомнил расположение пороховых точек на щеках отца взрывателя погибшего в забое фантазия населила вампирами красный кирпичный цех превратила холм отвала в индейскую пирамиду воронку за ним в отпечаток лапы динозавра летом было даже что-то очаровательное в их захолустье за районной поликлиникой тонула в зелени кладбище кусты смородины подпирая тропинки сорняк бушевал в зазорах в замусоренных оврагах благоухало жимлостью сженым сахаром гудроном простор манил декабрь скрадывал неуловимую прелесть шахтерского городка обезличивал заметал порошей варшавцевом было два стадиона две парикмахерских две автомойки две сотни балок прогуливаясь пешеходы то и дело ныряли в них и выкарабкавались обратно на тротуар по кривым ступенькам покатые дворы рассекали облицованные крапчатой гранитной плиткой парапеты с них сигала непоседливая детвора по вечерам мужчины напивались и иногда убивали друг друга для того существовали шашлычная каштан и рюмочная терем на очищенной площадке за старым торговым центром гнил деревянный крест постройка церкви планировалось с конца девяностых пока верующие ездили в соседнее село самым популярным местом отдыха был затопленный карьер вооруженные полотенцами и пивом граждане спускались к воде утрамбованные экскаваторами винтовой дорожкой там на глазах андрея разбился о скальную породу шестиклассник в 2005 андрея ермакову исполнилось 19 и он без лишних сантиментов покинул варшавцева захлопнул словно читанную вдоль и поперек книгу которую впредь не собирался открывать порвалась поповина единственным связующим звеном была мама но она предпочитала сама навещать сына гостила у него три-четыре раза в год связи с ровесниками андрей не поддерживал даже столь хитровым хотя постоянно рассказывал маша об их столиком приключениях с пятого класса не разлей вода футбол мультики коллекции фантиков марок фишек охота на водяных ужей краснобрюких каракуртов как-то им попалась настоящая гадюка угольно-черный меланист вылез погреться на плоском валуне то ли испугался гадюки а андрей дразнил ее пока черный шнурок не уполз сердит и шипя в расщелину позже был обмен кассетами страсть к музыке охота уже за альбомами рок-музыкантов синие столбики легенд русского рока в киоске у автовокзала пирсинг в домашних условиях у андрея ушла минута на то чтобы проколоть то ли мочка а вот то ли возился час и измучил другу ухо никак не мог вдеть сережку а дальше своя группа девушки счастливые пьяные ночи и его отъезд уши заросли широкополосный интернет пожрал заветные диски актуальная стала хворостом для ностальгического костра который разводишь редко-редко не до того растяпу и мечтателя толю заменил прагматичный богдан мама сказала что недавно то ли обзавелся ребенком он хотел позвонить поздравить но замотался в череде будней погруженные воспоминания андрей вышел к центральной площади на 9 мая тут чествовали ветеранов на день города и день шахтер устраивали ярмарки поржевшая великанша ель стояла оплетенной гирляндами готовая к праздникам окропленный антисоветчиками голубями ильич подсказывал страждущим путь в рюмочную у андрея оставалось две недели отпуска они с машей планировали слетать на католическое рождество в чехию пражский град карлов мост собор святого вита человек предполагает а бог андрей тупо уставился на пышную колонату дворца культуры имени большевика артема сергеева на мужичка в ватнике скоблящего лопатой ступеньки чупакабра признал он и вдруг почувствовал себя отлично как разочаровавшийся уфолог пропивший телескоп на площади окольцованной завалами льда в компании с ильичом и потрепанным пьяницей когда нечего терять можно долго протерпеть поучал егор летов ветерок трепал афиши на стенде феерический спектакль дед мороз и компания новогодний концерт бенефис некой певицы таис по будням прием народного целителя обещающего вылечить от табакокурения наркомании алкогольной зависимости и всех болячек разом знакомая реклама степных строк к черту прагу процедил андрей и затопал аллеями из балки в балку подошвы узнавали город одновременно с глазами дворы поросли как поганками спутниковыми антеннами обзавелись железными дверями белыми нашлепками утепления за облезлым штакетником гнездились примеры народного творчества лебеди из покрышек уродливые крокодилы из пластиковых бутылок и совсем невероятные львы из целлофановых пакетов снег заляпал будку сапожника просели погребки главный атрибут городка свисали великомучениками распятые на стволах каштанов плюшевые медведи и слоны вот и дом огороженной ржавой стекой футбольная площадка врытые шины да исторический самолетик на железном стержне поздоровался с соседками услышал вслед возбужденный гул андрюша танин телеведущий про антихриста смотрели в его передачи автор мореплавателей средневековья рассказывал о французском палаче ланкре направляясь морем к бордо ланкр столкнулся с демонами они брели по водной глади нескончаемая шеренга разномастных бесов изгнанные миссионерами ковыляли в поисках пристанище бегемот левиафан кракен бедные бомжующие монстры андрей ощущал с ними родственную связь его тоже кто-то изгнал из насиженных мест мама обняла в прихожей расцеловала а машенька когда подъедет мама была без ума от маши как и все остальные да кто же ее под конец учебного полугодия отпустит а трубку она почему не берет суетилась мама он расчехлял сумки ставил на стол упаковки баночки тунец маслины кофе да зачем ты тратился сынок ой бразильский до кенийский трубку говорю не берет я звонила звонила нас с тобой мам она вычеркнул из своей жизни хмуро подумал андрей а вслух сказал ну занят человек перезвонит мама была маленькой подвижной расторопной как мышка я тебя люблю сказал он примастив подбородок на мамину макушку волосы ее пахли черемухой вареники будешь спросила она убью за твои вареники он откинулся на спинку стула и прилежно отвечал на вопросы о работе вопросов и замечаний накопилось уйма ты молодец конечно в кадре как смотришься звездочка наша но бриться надо сынок это же телевидение а ты бывает со щетиной там нехорошо но храбрый какой я бы в ту усадьбу графскую и за миллион не зашла а ты в полночь да какая полночь ма кто в полночь снимать выйдет и усадьба это на экране она усадьба так помойка шприцы везде валяются дерьмо вонище страшное все подделка мам прям все до единого кадра на столе появилось блюдо ароматных вареников толстячков золотых кружках лука горшочек со сметаной в животе заурчало уплетая вареники он поинтересовался варшавцевскими новостями мама подробно рассказала о жучке жучка ощетинилась и некуда девать потомство и парой слов обмолвилась о похоронах бабы зины но андрей бабу зину не помнил никакого ч улетела в японию танцует в шоу-балете прооперировали алпиталину классную руководительницу андрея удалили ей грудь в супермаркете скидки а солидол не помер володька то весной из тюрьмы вышел ошивается без работы но как вареники как боженька лепил он спросил про квартиру на быкова двушка покойной бабуле пустовал 11 лет репетиционная точка церемонии времен первого созыва его логово и толика что с ней станется пожалуй плечами мама на лицо ее помрачнело продавать нет смысла копейки дадут из варшавцева все сбегают а там колонка хлам ремонт дороже квартиры обойдется я хожу раз в неделю пыль протираю мама зазвенела чайником разомлевший андрей поглаживал живот вареники были съедены чай допит в прикуску сперченными сплетнями он какой никакой журналист мастерские уводил маму от разговоров о личном в степь прошлого где под ногами не тикали мины маркированные машиным именем где носился за бабочками румяный беззаботный борчук андрейка но эти темы исчерпали себя маша 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 он встал потянулся уморился с дороги мам завтра к тебе зайду где ключи от бабушкиной квартиры здесь ночуй всполошилась мама я себе на диване постелю удобно да ну глупости зачем то же есть у нас та квартира мама молчала вперев взор в пол ты чего удивился он не хочу чтобы ты там ночевал там наверное крысы завелись какие крысы спросил он недоуменно ну или тараканы жалобно настаивала мама я тараканов не боюсь я мальчик взрослый ты мне объяснишь в чем дело и непроизвольно хохотнул когда мама сказала я думаю в бабушкиной квартире живет привидение 4 дом в котором дебютировала дробью спиц по картонным коробкам группы церемония располагался на окраине варшавцева к нему прилегал частный сектор а дальше раскинулась степь три хрущевки выстроились буквой п венчины в сугробу фонари озаряли разваленную песочницу пару турников и исклепанную из фанеры хижину избушку без окон ли она электрического провода ползла к ней через ветку ореха и оранжевый отцвет лился на снег из неплотно затворенных дверей за ним наружу проникал лающий смех табличка на хибаре гласила комната отдыха ветеранов труда андрей переехал на улицу быкова после бабушкиной смерти и прожил здесь полтора замечательных года ветеранская комната на местном жаргоне халабуда была единственным темным пятном того безоблачного периода в ней обитало нечто похуже привидений варшавцевские гопники они захватили хижину как пираты захватывают корабль ветеранов за борт поднять черный флаг самым опасным был вова солидол не его ли гиене хохот раздается оттуда сейчас андрей пересек двор и вошел в подванивающий мочой подъезд бабушкина квартира находилась на первом этаже солидол обитал тремя этажами выше озлобленный и жестокий ублюдок впрочем они не виделись давным-давно а возраст вова был старше лет на шесть мог положительно изменить неприятного соседа обходя зловонные лужи андрей гадал солидол до сих пор мочится в собственном подъезде или выросло новое поколение таких же солидолов он открыл обшитую дермантином дверь клацнул выключателем нюх различил знакомый едва ощутимый запах квартиры много лет пустовавшая сохранила свой индивидуальный пробуждающий ностальгию аромат но привет поздоровался андрей ему не ответили ни призраки не обдолбанный сид вишу скривляющиеся на плакате старая мебель скромная обстановка измочаленный коврик на полу чавкающие подошвой тапочки диван стол изживавший тонну пленки магнитофон кассио телевизор lg он повертелся в зале проведал спальню мама выбросила бабушкин гардероб сломанную кровать продала швейную машинку в узкой и длинной комнате на самопальные репетиционной базе церемонии осталась лишь тумба и андрей за улыбался увидев подвесной замок на ее дверцах это он уезжая учиться запер тумбочку в ящике хранились утратившие всякую ценность сокровища коллекция аудиокассет окно спальни выходила на частный сектор в одном из тех домов вспомнил вдруг андрея жил саша ковач ковач был его кумиром он еще в конце 90-х создал свою группу просуществовавшую четыре года подворотню трое тощих парней играли злой панк-рок на расстроенных инструментах их выступление в дыка артема стала ярчайшим впечатлением для подростка ермакова организаторы концерта на второй песне вырубили подворотный звук а ковач показал опешившим зрителям средний палец варшавцевские мужики могли за этот жест утопить в карьере круче сани ковача в городке не было церемонии бы такого басиста мечтал андрей кинчев и летов небожители а ковач вот шляется по району мрачный дикий в шрамах и кустарных татуировках с торчащими дыбом волосами в лютые морозы не снимает куртку косуху настоящий панк ковач конечно не обращал на неофитов из церемонии никакого внимания им было по 15 ему 20 они использовали вместо барабанной установки конфетные коробки а подворотня сыграла полторы песни на сцене дома культуры разный уровень саня вряд ли вообще знала существование андрея хотя тот еще шестиклассником приятельствовал с его младшей сестрой и неоднократно бывал у них дома туалет ковачи производил неизгладимое впечатление там над сливным бочком висела два постера на первом был изображен монстр скелет сжимающий в клешне окровавленный топорик свободную лапу он протягивал к андрею мешая писать много позже андрей узнал что монстра звали эдди он был символом и талисманом группы iron maiden и постер являлся обложкой шикарного альбома киллерс восемьдесят первого года второй плакат тоже будоражил воображение андрюши на нем обнаженная фотомодель анна николь смит выставляла свои избыточные прелести придерживала руками огромный бюст словно вручая его мальчику демонстрировала даже светлый пушок на лапке и гость с порога спешил в туалет мол припекло не втерпешь ему казалось мисс смит позирует специально для него у ковычей было в избытке всего интересного и однажды андрея ника застали саню спящим в кресле его предплечье перехватывал тугой жгут шприц лежал на журнальном столике ника разрыдалась и принялась ладошками колотить брата по голому торсу он проснулся и вяло мычал ну тише тише малая идущие на репетицию церемонщики разочарованных мыкали завидев ковыча в компании солидолом задевалась куда-то его косуха глаза сделались водянистыми и плоскими он умер от передозы героина в 2005 околел на унитазе под присмотром эдди грудастой анны николь локальной звезде рок-н-ролла было 24 года а ты еще такой крепкий старик розенбом прошептал андрей кухня ни на ее то не изменилось тот же холодильник всунешь тепсель в розетку и он затарахтит угрожающе та же оранжевая с подсолнухами клеенка на столешнице достаточно прикрыть веки и услышишь звон бутылок и голос хитрого смех ветреных подружек и рассуждение о будущем группы полинолеуму сполошенный светом семенил пруссак насчет тараканов мама не ошиблась андрей представил что это его шева сматывается к батарее его боль утраты и прихлопнул дезертира тапком стряхнул трупик в мусорное ведро соплями покончено никаких шеф никакой порчи никакой жалости к себе и никакого интернета вздохнул он включая в большой комнате телевизор пульт среагировал после третьего нажатия на пыльном экране заплясали снеговики диктор осведомил что новый год затрещит салютами уже в эту субботу зомбоящик очередной виток возвращение к корням андрей достал книжку и устроился поудобнее на диване соседи сверху дали о себе знать галопом из угла в угол комнаты качнулась задребезжала хрусталиками люстра под потолком я же не выжила из ума настаивала мама сижу я на кухне слышу в бабушкиной спальне кто-то ходит и как бы щелкает клац-клац-клац я сразу о твоих передачах вспомнила меньше бы ты смотрела всякую дрянь подумал он лампа устаканилась накалялась перепалка этажом выше вот и твоя барабашка мам сказал андрей пустой комнате попытался читать о кораблях испанцев на мысли плавали в иных морях он поймал себя на том что листает страницы проклиная богдана счастлив ты теперь будущий папаша а чего бы не быть счастливым какую красавицу умницу отвоевал захотелось пропустить рюмочку горячительного напитка отметить возвращение проверить заодно работает ли их столиком любимый магазин через пять минут он хрустел снежком по двору в халупе бренчала акустическая гитара и хрепловатый женский голос задушевно пел что же фраер сдал назад не по масти я тебе ты вглядись мои глаза брось трепаться о судьбе вот бы свернуть за дом мечтал андрей столкнуться столькой не со взрослым семейным мужчины хитровым а с потлатым только барабанщиком затарится темным козелом калужского производства или белорусским лицким вином вкусным как слюни верблюда жевавшего гнилые фрукты и чтобы наверняка калины красный и острого хрена в нее покрошить но упаси боже не сатанинским бальзамом бугульма от него пучит и тянет на подвиги как-то переборщив с нектаром то ли залез на подъездный козырек и оттуда в одних плавках нырял в сугроб век с тобой мой мусорок заводила барышня из беседки и что-то еще про рамсы понты и чайные розы над магазином на торце пятиэтажки горела вывеской степь готический почему-то шрифт где с читалось как от и как м сросшиеся по и мягкий знак как единое неделимое она вместе получилось омена название мрачного ужастика семидесятых годов внутри к сожалению сделали ремонт исчезла батарея липких стекляшек бальзама желудок 30-летнего ермакова впрочем не осилил бы напитки юности он купил самое дорогое виски сунул бутылку под пальто и пошел обратно мысленно споря столий из чего в действительности варганили плодово-ягодные вина возле фанерной хибары отирались трое а земля прогундосил коренастый мужик направляясь к андрею руки в карманы на макушке чудом держится красно дед морозовская шапка под глазами лиловые новогодние мешки десять лет назад душа андрея при этом вот земель и ушла бы в пятки нынешний андрей равнодушно покосился на коренастого сегу дай земляк курить андрей бросил в университете маша терпеть не могла запах табака видно с никотиновой зависимостью богдана она смирилась проще нету извините а полтос есть не отставал тип его дружки точнее дружок и подружка повернули головы и денег нет соврал андрей кризис да щелился коренастый санкции андрей уверенно шагал к подъезду к покосившимся фонарям дыхнул перегаром мужик я тебя знаю ты то ты стелика финальное и адресовалась парочки приятелей настроение андрея стремительно портилась чё там юр осведомился товарищ красной шапки закряхтел ледок ладонь андрея придерживающая бутылку виски сквозь пол и пальто мгновенно вспотела и между лопаток закололи ледяные иголочки он искренне пожалел что выбрался из квартиры годы бежали вспять школьник ермаков торопился к бабушке но у местных ребят были свои планы на его счет он подумал не в попад а хаме бруде а бедным дрожащим бурсаке в центре мелового круга вии встал у границы фонарного света харкнул слизью и переступил черту здорово сказал солидол когда-то поклявшиеся вспороть андрею ермакову кишки 5 в тюрьме солидола откормили округлили щеки за штрихованные бурой щетиной появился дополнительный подбородок черты его лица волчьего угрюмого смягчились и череп не был брит наголо а брос соломенными волосами едва ли не длиннее чем когда-то у ермакова из-под расстегнутой заводской тужурки выбилась засаленная веревка потельняшки раскачивался деревянный крест уверовал андрей уставился на распятие воцерковился у церемонии была шутливая ерническая песня про вову воу 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 квакала примочка та-та-та-та-та стучал хитро в по тарелкам настоящему же купленным на сэкономленную стипендию учился то ли в пту готовился стать электриком во вообрел христа кричал андрей в микрофон длинные волосы бога смущают вову а так и дерзким хором ничто не смущает вову спеть этот хит непосредственно солидолу было равноценно самоубийству особенно боевой припев неужели песенка оказалась пророческой в целом вова выглядел неплохо гораздо лучше экающего кореша и небесно голубые глаза смотрели на андрея трезво внимательно одной рукой солидол придушил гитарный гриф второй обхватил за талию крашеную брюнетку она была похожа на арнеллу мути но сосунувшимся лицом и сыпью вокруг покусанного рта зря и танка сказал солидол какие у нас звезды по улицам дефилируют а ты уехать хотишь все наоборот к нам пруд и потолстевший разленившийся он источал властную силу ту который всегда не доставала андрею тот вспомнил как солидол притормозил его на предмет мелочи деловито обчищал карманы июльская пчела села на губу вовы и он глазом не моргнув резко всосал ее поболтал языком и сплюнул желто-черное тельце точно фокусник и маленький андрей испуганный затравленный восхитился животной смелости врага ага сонно сказала брюнетка и потерла нос держи краба звезда солидол оторвал пятерню от подружки кран ты тебе сучонок орал он вслед убегающему андрею 16 лет назад достану из-под земли ковач не спасет андрей надеялся что рукопожатие вышло крепким уверенным черт подумал он кисло почему меня волнует какое мнение сложится обо мне у этого урода урод был дружелюбен и андрей расслабился слышишь стрел юра красная шапочка а петарды есть какие петарды осёк его солидол ты с элитой базаришь козявку высморкой он безлобно хлопнул андрея по плечу а правда это все в передаче или разводняк для лохов художественный вымысел проговорил андрей разводняк значит покивал солидол а ты снимать к нам или так к матери будто оправдывался андрей мать святое вставил заскучавший юра погдали допивать в ох ща так ты в отпуске что ли в отпуске так идем хряпнем отпускник у нас там перцовочка сырочек закусой да он показал на беседку и на гитарке нам слабаешь ты же малым лобал да подумал андрей про вову и христа я спешу сказал он вежливо меня девушка ждет а следу много значительно подмигнул тогда валяй девушек и бежать нельзя нельзя повторила брюнетка таня спокойной ночи сказал андрей до встречи у входа в подъезд его окликнули протяжным слышишь крикнул юра он мочился на орех приспустив до колен штаны а кто экспедицию дятлова замочил лавина сказал андрей и закрыл подъездные двери он ввалился в квартиру похрюкивая от смеха стащил пальто в большой комнате продолжал болтать телевизор ну и ну отсмеивался андрей задружил солидолом отыскал на кухне на треснутую украшенную фиалками чашку прополоскал под краном и плеснул янтарную жидкость отсылетовал беседки за окном выпил налил и пошел к телевизору на душе посветлело он вынул из пакета белье которое передала мама застелил диван упаковал подушки в свежие наволочки не стал возиться с пододеяльником плюхнулся на постель в джинсах и свитере набросил на ноги траченный молью плед маша не похвалила бы его за такое поведение к черту тебя отчеканил он богданом своим командой простыня пахло лавандой по телевизору мексиканские полицейские провожали на пенсию служебных собак мышцы приятно ныли андрей пригубил виски махнул пультом как волшебной палочкой с орденоносных песиков на симфонический концерт с концерта на дебилу и девицу в полупрозрачном пеньюаре позвони мне бархатным голоском призывала девица поговори со мной мой полуношник андрей положил пульт на живот устроился поудобнее выпил придирчиво оценивает девушку силикон сказал неодобрительно девушку сменила ее коллега в бикини она ласкала себя трубкой радиотелефона и активно задирала ноги у андрея не было секса с июля почти пять месяцев воздержания самый долгий перерыв за взрослую жизнь у него отняли самое простое он любил машу но порой ему не доставало разнообразие штормовая страсть первого года отношений перешла в спокойный семейный штиль в обыденность в бытовуху арсенал поз сократился до трех базовых он знал как гарантированно и быстро довести ее до оргазма она тоже не оставляла его неудовлетворенным никогда не ссылалась на мигрень как жены из анекдотов технично слажено одной командой вполне нормально спокойной ночи отношения застоялись насколько важна для него маша он осознал лишь благодаря богдану андрей поерзал заставил себя думать о чем-то более радостным а времени до маши до переезда а люди с которой он потерял девственность здесь на этом ворчливом диване 14 февраля легко запомнить он привлекал женский пол у толика дела обстояли хуже друг терпел фиаско за фиаско андрей брал стихами и чужими которые цитировал наизусть из собственного сочинения люди он посвятил сонет а когда появилась лида переписал окончание строки приспособив рифму под имя новой пассии то ли рекомендовал ему найти любу и создать триптих до ярмаков был удачливее то ли хитрого и расторопного богдана и куда его привел фарт он оставил стакан лените за добавкой воркование мадмузель из телека усыпляла позвони мне или нет не звони ты не был таким уж классным мужчиной как думают окружающие тебя люди прямо скажем на троечку андрюша андрей ткнулся носом в полушку моя невеста полюбила друга я как узнал то чуть их не убил а все же решил он хорошо что ночую тут после маминого дня рождения мы разругались и не занялись любовью хорошо что диван не ассоциируется у меня с тобой ему приснился богдан они жарили шашлыки и смеялись клац-клац-клац андрей распахнул глаза сквозь занавески проникал серый утренний свет часы показывали без 10 7 эротические зазывалы спали в своих будуарах камера парила над африканской саванной стая гиен пожирала дохлую антилопу отрывал от туши сочные шмоты уроженец зимбабве зверски убил своего партнера гомосексуалиста и употребил в пищу его сердце то что нужно с утра поворочился андрей просигналил мочевой пузырь на экране возник ресторан дюжий повар шинкующий кусок мяса земельный суд дрездена вынес приговор бывшему полицейскому съевшему сердце гражданина польши вещая своеобразных гастрономических пристрастиях диктор будто глумился в голосе проскальзывали искорки неуместного веселья андрей поволочился в туалет шокирующее видео потрясло мир в 2013 аллах акбар завопили из комнаты словно кто-то прибавил громкость воистину акбар сказал андрей смывая за собой унитаз на сняток в сирии кадрах видно как хамсийский лидер повстанцев поедает сердце солдата правительственных войск за спиной грохнула и андрей подпрыгнул от неожиданности застегивая ширинку вернулся в большую комнату пробежал глазами по интерьеру и не обнаружив источника грохота двинулся к спальне традиция закусывать сердцами врагов явилась к нам из седой древности южная африка и античная греция аборигены австралии и тасмании индийские адепты течения акхори и индейцы яна ама на фоне запел ирландскую балладу том лерр тапочки хлюпали по ковру реки ти 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 задорно выводил лерр под аккомпанемент пианино в песне говорилось о вредной горничной которая распилила младенца и приготовила из него рагу ритуальный каннибализм удовольствие которого мы лишились андрей заглянул в дверной проем посреди спальни лежала опрокинутая тумбочка дверца была открыта замок болтался в скобе реки ти 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 в так балладе внутри тумбочки что-то защелкало и андрея торопела подумала жуке расправляющим крылья из куба годного разве что для хранения кассет из нашпигованного бесполезным прошлым ящика высунулась крошечная ручка она уцепилась за полированный край в сумраке андрей различил изящные пальчики аккуратные лунки ноготков выгнулась треугольником плечо и предплечье прятавшегося в тумбе человечка круглый локоть напоминающий шарнир реки ти 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 тин ерничал американский сатирик андрей отшатнулся прислонился к стене тяжело дыша по его губам расплылась нервозная ухмылка ты видел ты это видел это за стеной тихонько щелкало звук с каким тасуют костяшки домино или ты знаешь шепнула подсознание так терлись друг от друга выточены из слоновой кости детали давно в голове стонущего от боли ребенка маленького андрюша ермакова он метнулся через комнату сорвал свешалки пальто подхватил ключи и ботинки босиком выбежал на лестничную площадку и захлопнул дверь ледяной бетон проседал под пятками как палуба тонущего корабля в трубах завывал ветер ну же требовал от себя андрей объясни давай игра света и тени 1 порождение утомленного мозга 2 при призрак сказал андрей и захихикал черт бы тебя подрал андрей вадимович мама была права это самое натуральное привидение каспер из ящика с коллекцией гражданской обороны он взъерошил волосы и обратился к черному термантину дверей эй ты ты там или у меня крыша поехала в ответ белая точка рыбьего глаза исчезла кто-то припал глазку и смотрел на андрея 6 не каковыч опустилась на колени и дотянулась до гланд на маникюренными ногтями струйка выпитой минералки потекла в унитаз две потаившие таблетки поползли по фаянсу успела она прислушалась к ощущениям и вздохнула не почувствовав знакомой легкости в голове такого желанного и ненавистного безразличия голова оставалась ясной ника дала себе слово покончить с колесами а слова она старалась держать но разбирая чемоданы она нашла парочку пилюли старых запасов и автоматически закинула их в рот отвращение опередило приход ее передернуло от омерзения к себе настолько сильного что не обязательно было стимулировать гортань последний раз она принимала наркотики на саянара пати вечеринки в честь ее отъезда у киевлянки свет и в аптечке всегда были полезные лекарства чтобы меньше себя презирать чтобы ксерокопированные физиономии посетителей слились в одного большого японца многоликую гусеницу извивающиеся вокруг танцпола теперь это часть прошлого острова клуб корпоративные правила необходимость заучено улыбаться выглядеть безупречно быть доброжелательной когда хочется колотить посуду наматывать на пилон внутренности танчо управляющего пять дней в неделю носить вечернее платье в субботу великодушно позволялись раздельные наряды и каблуки вышвырнуть все туфли на высоких каблуках выблевать японию как пилюли апатии она бы и деньги сожгла иены и доллары ради которых поперлась в азию но благоразумие восторжествовала и россия и масса прошептала она добро пожаловать ника почистила зубы и вернулась в комнату где чемоданы аллигаторы выплюнули на пол вещи театральные костюмы ботфорты кожаное белье зачем я тащила домой этот мусор изумилась ника сбора она помнила плохо как и осень вообще в сентябре еле оклемалась от болезни тяжелого отравления ее нокаутировали купленные у разговорчивого филиппинца креветки пришлось брать больничный оплачивать штраф хозяин клуба папа сан относился к танцовщицам как строгий отец ника плотно сдружилась с фармацевтикой официальный и не очень она пнула ворох блестящих шмоток вынула из груда линялую футболку с изображением бога ганеши степной ветер боднул стекла принес мелодию серебряных колокольчиков и бамбуковых флейт нет япония не была беспросветным адом великолепия храмов замки сёгунов воскресные прогулки по ногой и на работе все могло сложиться гораздо хуже учитывая ее удачу ее не принуждали к интиму клиенты иногда поражали проявляя скромность и благородство приглашение на ужин до хан подразумевала именно ужин иммиграционную полицию устраивала ее рабочая виза в графе профессия значилась гордая артистка балета и никаких конфликтов в духе фильма шоу гелс радушный коллектив в меру сволочной начальник почему же она оказалась себе сашими насаженной на прутик рыбкой которую гости уплетают заживо отщипывает палочками хаси плоти макают в соус и уже обнажаются ребра и позвоночник а она таращится на едоков смиренно саша будь он жив выпорол бы ее ремнем и перерезал бы половину токийских мужчин осмелившихся глазеть на сестру соседские бабули заклинили бы проституткой хотя миновал год с тех пор как она занималась сексом но саня бросил ее одну свалив за героиновый рубеж а мнение посторонних людей и он не волновало погрызенная рыбка соскользнула с крючка и поплыла к истокам ах вот и где нико выудила из тряпья деревянную статуэтку с кулачок величиной сувенир купленные на счастье в наруто круглая головка цилиндрическое тяльце поставила куколку на сервант рядом с фотографией брата включила музыку и неспешно переоделась черные джинсы кофты кенгуру поверх ганеши декабрьское солнце заглядывало в комнату семь утра она обычно выходила из клуба в это время ее распорядок дня ждет серьезная перековка родной дом был непривычно огромным в японии они с подружками занимали лилипудские апартаменты двухъярусные кровати общаговская теснота даже странно перемещаться не травмируясь об углы и мебель так не разобравшись с вещами ника двинула на кухне и подкрепилась кофе проходя мимо туалета заметила краем глаза яркий мазок на бежевом кафеле посмотрела через плечо и застыла как вкопанная дыхание перехватило будто ее придушили горячей салфеткой над унитазным бачком висело два постера первый изображал хэви металлического демона черные провалы глаз пара отверстий вместо носа шкура сухая и морщинистая словно кора дерева демон скалил без губы рот тянул к девушке скрюченную лапу во второй лапе он держал окровавленный топорик жертва находилась за кадром лишь руки тщетно моля о пощаде цеплялись снизу за футболку убийцы зрачки демона буравили нику на постере слева пышка анна николь смит прилагала зрителю свои полусферы но ничего соблазнительного в ее позе не было кожа скончавшийся то ли от пневмонии то ли от передозировки модели отливала нездоровый синевой а глаза глядели также злобно как глаза ее оскаленного компаньона постеры повесил в туалете сани но после его похорон они задевались куда-то и ника совсем этому не огорчилась теперь они вернулись в чуть более гротескном виде потому что потому что колеса таки торкнули меня подумала ника естественно никакого рокера демона и никакой усопшей playmate в туалете быть не могло бронясь по японски ника булла уги натянула пуховик перехватила резинкой волосы на свежий воздух проветриться вышибить из мозгов дури она хлопнула калиткой выдохнула собираясь с мыслями снег успел подтаять тропинка заболотилась месиво из грязи и песка было тепло вопреки прогнозам синоптиков те гарантировали минус 20 приятно осознавать что не ты одна постоянно лажаешь надо найти нормального мужика рассуждала ника шлепая пожиже высокого стройного брюнета непременно красивые кисти идеально чистая обувь варшавцева походила на затопленные талым снегом рисовые поля в пригороде токио улицы поражали безлюдностью одинокий парень стоял на ступеньках круглосуточного магазина и кроме него ники захотелось себя ущипнуть продолжают глючить таблетки тогда галлюцинация гораздо симпатичнее плакатного миража у круглосуточной степи сражался с пачкой мальборо высокий стройный брюнет неумело рвал целлофановую упаковку но сигареты не поддавались андрей ермаков ее первая любовь я сладкие девичьи грезы и записи в тайном дневничке в семь утра возбужденный расхристанный черт красивый не к ну почему нельзя было накраситься приблизилась к другу детства ермаков оторвался от злосчастной пачки посмотрел на нее светло карими глазами и сказал ника а ты не призрак ника она рассмеялась напряжение мгновенно испарилась будто они виделись вчера и я собиралась спросить тебя о том же она забрала у него сигареты и соскоблила пленку вернула ему открытую пачку рассматривая ее чуть ошалевшим взглядом он сунул сигарету в рот давать прикуривать с клиентом входило в ее обязанности она щелкнула зажигалкой его кисти его кисти прошли аттестацию она опустила взор ботинки ермакова были заляпаны грязью не принципиально как-то ермаков подавился дымом и закашлялся интересно промелькнуло в голове он помнит про шкафы журналы прости сказал он отфыркиваясь я не курил 8 лет зачем начал спросила она поджигая свою сигарету прошлое настигает ника черт ника он обнял ее как обнимают старых дружков привет малявка мама говорила ты в японии вчера вернулась я вчера он улыбался широкой растерянной улыбкой это судьба заявила она ты чем-то занять сейчас я бы прошлась посмотрела город нет обрадовался он не занят ты не представляешь как мне не хочется идти домой представляю они зашагали по аллее улыбаясь друг другу откровенно друг на друга таращись расскажешь что ты делаешь на улице в такую рань сигареты покупаю восемь лет не покупал и а давай начнем с тебя увильнула на темы ты надолго прилетела на совсем тошнеет от суси и как тебе родина он окинул жестом убегающий вдаль пустырь кучки собачьего дерьма остов гаража и рыжие холмы на горизонте я в восторге угадай кого я встретила вчера сойдя с автобуса чупакабру его встречают все здешние возвращенцы засмеялся ермаков ему было 14 а ей 12 когда они поцеловались без языков но в губы это он помнит ну как тебя туда занесло не было страшно лететь одной я и тут была одна пожалуй плечами ника мама умерла в 2007 про брата ты знаешь я полтора года проучилась в горном но быстро поняла что профессия геодезиста это не мое бросила учебу пошла работать официанткой потом барменом не то чтобы официантка моем торопливо добавила а танцы но я же в нашей грации танцевала опыт какой-никакой был наткнулась на объявление в интернете прошла кастинг заключила контракт я думал это балет нет такой мюзикл слава богу я балет терпеть не могу и я я была самой старой танцовщицей в труппе 28 лет меня бабушкой называли тогда прадедушка песок сыпется вон ермаков кивнул под ноги на размокшую желтую муку они спускались узкой дорожкой карьеру андрей расспрашивал про токио метро люди кухня она рассказывала истории которые будто и не наяву происходили или в чьей-то пропорхнувший мотыльком жизни она черной бездонной водой клубился молочно-белый туман сколько раз они купались в ней ныряли с валунов худенький подросток и нескладная плоскогрудная девчонка японцы до ужаса вежливые рассказывала ника благодарят за любой пустяк по часу но дверь перед девушкой не придержит не пропустит вперед инфантильные очень гламурные много работают и много пьют мазохисты и не выговаривают букву л один парень едва ли не из якудзы втюрился в мою подружку выучил люблю по-русски и носился за ней татуированный амбал рубрю рубрю они засмеялись стоя над мглистым обрывом а ты на японском говоришь не я к репетитору ходила ну разговорный кое-как рэпера тинейджера может и пойму там грамматические формы относительно несложные сотню иероглифов на корябую из нескольких тысяч я сломалась на этом транс-транскриберирование где си где ши или щи поливановская система хэбберновская а ты крутая ковач непритворно восхитился ермаков и ей было лестно они брели по серпантину выдолбленному и утрамбованному бульдозерами вниз каменистому берегу где забытым кусочком лета валялся потрепанный пляжный зонт где повисали на ветках искорченных черных корягах клочья тумана ника забыла как она гуляла так непринужденно таратуре обо всем что придет на ум я тебе уши насквозь прожужжала японии этой сказала она рука лежала на локте ермакова завершив круг они выбирались из гигантской воронки ты же журналист так не так я программу веду на областном канале про паранормальные явления и лучше тебе не знать какой это бред водяные эльфы привидения он замолчал на миг почесал шею товарищ мой он моих рыбок сейчас кормит на нло помешан мечтает чтобы его похитили марсиане и этот еще самый вменяемый блин интересно же бывает и интересно только существует опасность захождение шариков за ролики если долго вглядываться в бездну а как ты варшавцева очутился тут эльфов вроде бы нет это еще вопрос но я не ради эльфов все куда поэтичнее я будучи юношей бледным со взором горящим вирши сочинял и кое-кто мне это припомнил в четверг в дк поэтический фестиваль состоится а меня пригласили быть председателем жюри то есть их холост мысленно заключила ника женатый мужчина не попрется под новый год в город варшавцева слушать провинциальных поэтов я рада что так вот совпало а про сигареты признаешься очень любопытно они вышли на быкова окраина была как и прежде малолюдной хромал к магазину мужик в шапке динамороза да столетняя бабка кормила у беседки котов а давай так сказал ермаков согласишься со мной поужинать и я тебе все изложу но учти ты решишь что я тронулся интригуешь я транскрибирую это когда да но сегодня вечером я пообещала зайти к бабушке а завтра в твоем распоряжении шикарно и где у нас можно посидеть есть пиццерия в центре она загибала пальцы шоколадница около вокзала и суши бар над супермаркетом суши бар воскликнул ермаков то что доктор прописал ох страдальчески вздохнула ника они обменялись телефонными номерами андрей произнесла она вперевшись в бурый сугроб чтобы между нами не было недопонимания в токио я танцевала стриптиз если ты не заметила ковач сказал он серьезно мне уже не 14 лет я догадался никаких шуток про дэми мур она заглянула в его глаза цвета разбавленного какао только про диту фон тис пообещал он придя домой ника не увидела в туалете никаких постеров 7 снаружи на карниз уселся голубь и жесть задребезжала хитро вздрогнул гадство пробормотал он и вновь уставился в ноутбук на снимке пожилая женщина задрав кофточку демонстрировала голую спину синяки и ссадины вдоль позвоночника гадство повторил хитров лариса подошла тихо он не успел закрыть вкладку боже простонала она это жительницу самары терроризирует полтергейст кричал заголовок над фотографией хитров знал о чем думает жена о юле о ее нежной младенческой коже о гадюках что извивались в кроватке но испарились растаяли когда лариса завизжала картина стояла перед глазами хитрого тошнотворно отчетливая вот супруга хватает юлу вот краснеет личико дочери напуганные не змеями а родительской реакцией слезы текут по пухлым щекам и ручка только что стискивавшая змеиное тело ловит воздух потрясенная лариса гладит юлу и хитро спрашивает чужим на треснутым голосом ты видела она видела хитров не съехал с катушек в наволочках на простынях на ковре копошились гадюки треугольные головы раздвоенные языки исчезли словно кучки пыли сметенные порывом ветра кто разговаривал спрашивает лариса наша дочь отвечает хитров белая лилия черной зимы звучит в ушах эхом фраза сказанные их семимесячной дочерью и выворачивающая наизнанку тарахтение хвоста погремушки они сбежали в ту же ночь собрали вещи и переехали к его родителям утром он заскочил домой за одеждой ларисы но в детскую заходить не стал он боялся обнаружить змеиное гнездо сотни шевелящихся чешуйчатых тварей в замке принцессы на тарелках игрушечных барабанов на плюшевой шее великана жирафа уж лучше бы это был бородатый старичок домовой они могут причинить человеку такие увечья спросила лариса с ужасом чушь это хитро фрассерженно захлопнул ноутбук пьяный муж побил она спихнула на полтергейст от мысли что кто-то способен обидеть юлу прикоснуться к ней холодной мерзкой шкурой желудок наполнялся льдом и челюсти сводила я испытал облегчение признался вдруг хитров когда-то их тоже увидела облегчение от того что не безумен и я словно разделил это с тобой на двоих мы все делим на двоих то ли сказала она прижимаясь к нему он поблагодарил создателя за такую жену миновало два дня с того проклятого вечера и хитров внимательно наблюдавший за юлой пришел к выводу чем бы ни было змеиная чертовщина она осталась в стенах квартиры не просочилась хвала небесам в коляску юлы не покинула дом вместе с ними худший вариант явился ему в ночном кошмаре юла одержима как риган возгоняющим дьявола проворачивает голову на 360 градусов хрустит позвонками блюет зеленой дрянью парит над кроватью ватикан посылает варшавцева экзорцистов и те проговаривают нараспев псалмы из криминального чтива но дочь вела себя ровно так же как до происшествия с аппетитом ела лепетала ловила собственные ступни и бабы с дедом не отходили от внучки и сейчас утащили ее в парк ловить солнечные дни перед похолоданием это я виновата пану рассказала лариса я угостила домового хлебом и молоком глупости он погладил ее по волосам домовой тут ни при чем ну что тогда лариса не выдержала рассказала обо всем его маме деятельная мама нашла телефон священника занятой батюшка обещала извести бесов после нового года мама утверждала что дети столкнулись именно с бесом православие суеверии фьюжн восточных религий уживались в маме на равных она ездила в церковь постилась причащалась по фэншую расставляла мебель избегала черных кошек и развешивала похожие на макраме мандалы хитров не был атеистом но почему-то сильно сомневался что поповское вмешательство поможет осветить жилье он скрипя сердце и прошерстив кошелек согласился но наотрез отказался вести юлук знахарю ну и зря сказала мама мы тебя так от дурных снов вылечили что-то недолечили подумал раздраженный хитров напиши своему ермакову предложила лариса внезапно что заморгал он а он тут причем он же про привидение передачу снимает должен разбираться совет даст хитров невольно улыбнулся он вспомнил как фильмах ужасов которые они с ермаком брали в видеопрокате герои обращались к умудренному латынью специалисту старательно записывали спасительный рецепт осиновый кол чеснок солнечный свет серебряные пули для оборотней не буду я ему писать сказал хитров он в прошлом году приезжал ко мне на пять минут не заскочил какой обидчивый парировала лариса а ты когда в город ездишь к нему заскакиваешь в любом случае настаивал хитров причем здесь привидение в квартире никто никогда не умирал какой ты вредный он поцеловал ее в губы ладно лар мне на работу пора позвони маме чтобы елу не морозили долго провожая супруга лариса сказала это наша квартира на лице проступило несвойственное ей выражение зла и решительность они оно не имеет права вторгаться к нам в моей жизни есть только одна барабашка и это ты аминь усмехнулся он загрузившись в машину он набрал номер платона заезжай конечно отозвался вокалист церемонии академика павлова 6 16 квартира паханы как раз срубились варшавцева будто вернулась весна притворная ложная выманивающая из норок жучков чтобы завтра ошпарить холодом укатать гололедом проклюнувшийся из под снега асфальт черная зима подумал хитров это словосочетание произнесла напугав даудери юла или то что использовала юлу мышечные соединительные ткани голосовых связок оно же было выведено прописными буквами на листочке который хитров нашел вчера в кармане кортки листочек попал туда за полчаса до бесовщины со змеями и говорящим младенцем стихотворение платона и в нем помимо черной зимы было имя лилечка лилечка лиля лилия необходимо было убедиться что это совпадение улица павлова смахивала на лабиринт из гранитных брустверов дабы как-то сгладить ландшафт проектировщики напичкали дворы низкими крапчатыми заборчиками лесенки на 5 10 ступенек и пологие русла балок утрамбованный снежок над ней свалявшаяся блеклая травка на парапете подлее тоньки шалавы и криволапой свастики неожиданное иисус хочет быть твоим другом тра-та-та-та-та вопит ермак выпрыгивая из балки на стволе пластмассового узи мигает лампочка то ли роняет револьвер театрально закатив зрачки оседает в заросли пырея сестра сани ковыча семенит к раненому задирает рукав и реанимирует уколом невидимого шприца малолетку нику не больно то хотелось брать в игру но она лазила за ними прилипалой и ермака повестила вакансии на роль медсестры то ли оживает и отстреливаясь устремляется за парапет хитров проводил взглядом бегающих по врагу детей суп будешь с порога спросил платон на нем были штаны хаки и футболка star wars очки придавали щуплому пареньку солидности на репетиции он их не надевал завтракал из дебри захламленной квартиры звучала тревожная скрипка да я на минуту ай да комната напоминала взорвавшийся секонд-хенд на полу перед огромным монитором нахохлился мальчик лет десяти он прикусил язык и впился в джойстик музыка не предвещала ничего хорошего как и картинка убранство склепа по которому передвигался персонаж шутера капающая со сводов вода гробы в гротах хитров подумал почему-то о пианино пылящемся в нише у женского туалета а полутемном коридоре с единственной лампочкой это братья ник мы сказал платон или я поздоровайся с дядей толей здрасте не отрываясь от экрана буркнул мальчик хитров сел на кушетку едва не расплющив задом пакет чипсов закаркали вороны откуда они в подземелье графика впечатляла не то что игры его юности прорисованы каждая паутинка каждый комочек мха мы под часовню проникли пояснил платон персонаж крался по внушающему ужас скрипту илья подергивал головой от напряжения я твой текст прочитал и как тебе нужно с инструментами попробовать но по-моему сильная вещь балладная о щеки платона зарделись а про что он невзначай поинтересовался хитров ну про пропавшую без вести девочку имя выдумал не совсем из-за угла вылетела стая летучих мышей пронеслась задев смельчака перепончатыми крыльями илья выругался как сапожник ты на мой паблик не подписан спросил платон извини я в социальных сетях не часто бываю у меня паблик свой типа краеведческий про наш колхоз 100 подписчиков ничего такого он уевзленно вздохнул пост набирает 10 лайков а я там целые рефераты строчу про варшавцева вот который город основал тот еще штрих был криминал тоже просматривая архивы и короче нарыл статью но как статью заметку в том-то и дело что одну единственную девочка пропала без вести зимой двухтысячного рядовой случай может сбежала может в шурф провалилась но меня зацепило что человек исчезает а его еще так для проформы объявление дали по окраинам на бобики проехали считай вовсе не ищут и все висяк с глаз долой живем дальше так может нашли я тебя умоляю лиля значит лиля я пост накатал а потом стихи эти в голове возникли лилю никто не ищет никакой связи подумал хитров дурацкое совпадение а почему зима черная спросил он вставая фиг его знает чтобы в ритм дерьмо выкрикнул илья из нефа выкрапкался упырь и альбинос рванул к персонажу выбил пистолет и присосался миножьей пастью кровь обогрела монитор теперь весь уровень перепроходить обреченный произнес мальчик восемь скажи ему кто весной что под новый год он будет курить жать руку солидолу и гулять с некой ковыч по варшавцевским карьером покрутил бы пальцем у виска не говоря уже о призраках за один день случилось слишком много всего всего странного и необычного он ощущал себя посетителем лунопарка занимайте место в вагончике пристегивайтесь наслаждайтесь зрелищем и к привидению он отнесся как своего рода аттракциону он никогда не отрицал существование потустороннего просто считал что выходцы с того света появляются на публике не так часто как хотелось бы редактором мистических историй ты же желал отвлечься от маши сказала судьба вуаля он не бился головой о стены не бежал звонить на тв окей в бабушкиной квартире вводятся привидения и вероятно с этим придется разбираться воображение нарисовала квартет киношных охотников шмаляющих по эктоплазме из пушек а что если это все правда спросил себя андрей не только призраки но и мутанты колдуны и зубные феи ури геллер и антарктическая станция нацистов что если графский мусорник населен духами похмельный егерь действительно сталкивался в подмосковье с бигфутом а воздушные фонарья мроскина корабли внеземной цивилизации шагая по тающему снегу он думал о привидениях и нике господу богу было мало сумятицы творящийся в мозгах андрея он подбросил нику луна парк впечатлял все сильнее андрей вспомнил полные губы девушки непослушную копну каштановых волос молочную кожу и зеленые глаза эффектная величавая статная абсолютная противоположность маленькой хрупкой маши их прогулка бередила душу и мысли энергетика которую излучала ковыч обволакивала из неловкой девчонки мартышки выросла настоящая красавица такая способна затмить даже увиденное полчаса назад привидение поразительно но пронику он размышлял больше чем про щелкающие нечто из тумбочки он не был ханжой прошлая работа ковыч его не смущало кто-то танцует для японских мужчин кто-то одурачивает зрителя маразматическими передачами непонятно еще что вреднее и зазорнее любопытно помнит ли она что они целовались его первый поцелуй яркие полудетские переживания они спрятались за гаражами и ковыч зажмурилась выставила бантиком губы он ткнулся в них своим пересохшим от волнения ртом быстро чмокнул ника потрогала языком губку словно пробовала на вкус поцелуй велела давай еще раз и сама потянулась к нему может быть он воображал финальный поцелуй из фильма разрушитель за торговым центром высвышался массивный деревянный крест отмечал территорию отведенную под постройку церкви пятнадцатый год паству кормили обладками пустых обещаний а пока под крест богохульно ходили бродячие псы грустил у школы медные варшавцев лысину геолога разведчика замарал птичий помет как-то ника стащил у брата два журнала playboy сказала что рассматривать их надо в темноте при свете фонарика это называется мастурбировать пояснила она мудренный термин понравился андрею они забрались в платяной шкаф и листали журналы обмениваясь впечатлениями когда я вырасту меня будет маленькая грудь сказала ника они такие арбузы у модели были круглые как футбольные мечи титьки и черные дорожки между ног дети сидели в джунглях из одежды и перешептывались гардероб пах отбеливателем спреем антимоль волосами ники андрей поднялся по ступенькам и вошел в школьный вестибюль глаза узнавали елочку паркета лестничные перилы мемориальную табличку в память об ученике погибшим во вторую чеченскую компанию дверь библиотеки раньше там заправляла строго и величественная мадина тимуровна умбетова существуют закладки молодой человек только негодяи сгибают уголки страниц вы негодяй он бетова привила ему уважение книги граничащие со священным трепетом вы кому спросила пожилая дежурная водружая на нос очки артуру олеговичу ох матерь божья ахнула женщина выжить или ведущий немного признался он и одарил старушку фирменной улыбкой не от артура олеговича голубчик каникулы зимние начались жаль извините он повернулся к выходу но услышал свое имя я в окно тебя увидела думаю мерещится не на аркадьевна алпиталина его классный руководитель сильно постарела за прошедшие годы не лицо а восковая маска обнимая учительницу он почувствовал запах мела и лекарств как она в городе живется по-разному не на аркадьевна боремся женился да нет приглядываясь правильно приглядывайся повнимательнее но и не затягивай ребятишек пора заводить какой красавец вымахал а тетя клава дежурная умильно закивала в кабинете с портретом менделеева боже какие маленькие парты они пили чай и говорили об учебном процессе современных школьниках и здоровье болею призналась алпиталина хватку растеряла дети не слушаются уже не справляюсь смеются они надо мной понимаю что на пенсию пора а чем себя занять на пенсии с бабками на лавке сесть да и пенсии той копейки не проживешь вот и и шачу бумаги на каникулах перебираю и так стресс постоянный а тут еще чипы какое чипы не на аркадьевна девочка пропала как сквозь землю провалилась она сделала паузу возможно подумала рыжий варшавцевской земле сквозь которую случалось проваливались в прямом смысле слова грунт зиял пустотами шахта издырявила степь оставила миллионы кубометров нор снежаночка скритская 11 бэм проблемная девочка с характером ушла в четверг после уроков и след простыл родители ее только вчера забеспокоились она и раньше пропадала но на день другой к мальчику в соседний город ездила а тут четвертый день вестей нет и мальчик оказывается с ней расстался и знать ничего не знает в общем новый год на носу а у нас такое найдется заверил андрей разошлась с парнем психанула праздновать уехала в область по сотовым уже вычислить можно да сотовый она в классе оставила но в интернет иногда выходит так что надеемся образумиться с милостивица над родителями так и будет он посмотрел на часы и спросил а номер телефона мельченко вы не подскажете подскажу конечно учительница вынула орехокол nokia ты в дк сходи он там к фестивалю готовится спасибо вам они снова обнялись вчера еще колы тебе ставила ермаков а ты вон знаменитость на черта спрашивается нужна была тебе химия моя он поклялся что без химии ничего бы в жизни не достиг и она притворилась что поверила ему на площади разлилось озерцо редкие автомобили барахтались в лужах и ленин торчал как дед мозаи на плоту по стаменте в воде отражался серый раскрепованные пилястрами фасад дома культуры сторож чупакабра судя по амбре уже похмелился ветеран ликера водочных батали телевизором пренебрегал и не идентифицировал визитера поэтический фестиваль на второй этаж идите там он будет в актовом зале андрей поднялся по широкой лестнице прошел мимо колон с пышными навершиями капителей под потолком висели громадными виноградными гроздьями люстры хрусталики потускнели от пыли интерьер дека был громоздким и провинциально напыщенным в небольшом коридорчике слева сидели двое мрачных мужиков как страдальцы ждущий очереди к дантисту андрей вспомнил что кабинет за зеленой дверью принадлежит народному целителю варшавцевские женщины лаской увещеваниями шантажом посылали к нему на прием своих пропащих мужей лекарь кодировал от спиртного и табака судя по вечернему ажиотажу в тереме не очень надолго ах боже мой вскричал мельченко он же член союза писателей а камертон и пружинистый пошел к андрею через зал загодя выпростов для рукопожатия длинную аристократичную кисть мой юный друг ах мой юный друг он затряс руку андрея ахо и охо и на все лады мельченко был высоким масластым и тощим как швабра художник аль грека почел бы за честь написать такое вытянутое лицо приплюснутый с боков череп венчали густые вихры и после пятидесяти он не изменил привычки носить клетчатые штаны клетчатые рубашки клетчатые пиджаки из нагрудного кармана свисал клюв клетчатого платка андрюша как я счастлив андрюша вы не представляете какая-то удача вы здорово выглядите улыбался андрей наставник комично замахал руками льстишь старику годы берут свое от них никуда не деться но как говорил семён кирсанов а камертон задрал подбородок и продекламировал в мире молодом как маяковский седина вполне хороший цвет но уже продолжайте андрюша вы помните это нельзя забыть я не буду жить по-стариковски даже в 99 лет закончил андрей как троечник повторяющий за учителем слова так точно мой юный друг не жить нам по-стариковски он отодвинулся любуюсь воспитанником ах андрюша ах любимец мус пишите он прищурился будто выискивал признаки поэтического труда ну скажите мне что пишите прошу андрею не хватило совести разочаровать учителя иногда балуюсь знаю я ваше баловство гений гений а эти ваши футуристические опыты андрюша андрею стоило усилий не рассмеяться ну идемте же воскликнул мельченко он сам был суетливым восклицательным знаком покажу вам станд ваш покорный слуга на старости лет решил организовать фестиваль рифмы 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 уже записалось 32 участника представляете 32 человека творят варшавцева в этом крае шахты рудных отвалов намечается крайне веселый четверг подумал андрей саркастично и едва не застонал узрев на стенде свою фотографию пожелтевший газетный номер помните подборка ваших стихов в рудничке лохматый 2003 год давай поплачем сердце жмет тоска сплетаясь в узел грустного сюжета где персонажи скука парк декай мы с тобой и эти два куплета боже какая паршивая дичь мысленно содрогнулся андрей стихов своих стихов он не узнал из вежливости снял со стенда тощенький томик поэтический сборник тебе природа эти строки на задней стороне обложки красовался мельченко образца середины 90-х еще худее и вихрастия моя гордость вышла три года назад не стал вам отсылать по почте хотел собственноручно вручить с автографом он порылся в карманах и андрея не удивили бы перо и чернильница но учитель достал обычную авторучку написал размашисто на титульном листе прекрасному поэту ермакову от простого поэта а камертона 26 12 16 кроме нас с вами в жюри будут чудесный поэт феликс коппер и наш уважаемый художественный руководитель елена сова он говорил так словно поэт коппер их у друг сова в данную секунду выходили на сцену под дробь барабанов между прочим фестиваль закроет выступление группы церемония ваш друг хитроф играет в ней на ударных вы не встретили его внизу нет он в дыка где ему еще быть как много призраков в этом городе подумал андрей спешите мой юный друг позволил мельченко бегите молодость любит бег они обменялись комплиментами до четверга артур олегович может я сам умер предположил андрей по дороге к хитрого скончался от тоски в варшавцево а это такой загробный мир 9 пропавшую шестнадцать лет назад девушку звали лиля деришь и было ей 16 лет на единственной зернистой фотографии непримечательное худощавое лицо светлые прямые волосы пробор посередине тонкая линия губ глаза утоплены в тени плохой снимок плохой город собачья жизнь ушла перед новым годом белый свитер коричневая курточка телефон милиции 02 хитроф потеребил серебряную серьгу в ухе напоминалка о юности о посиделках на улице быкова еще раз оглядел фото но никакие потаенные струны не звякнули в душе имя приметы ничего особенного никакой связи с ним 14-летним с его квартирой со змеями которых он до потери сознания боялся в детстве просто девочкам просто стихотворение платона он рыл не туда и начинало казаться что мамина идея вызвать церковную гвардию довольно здраво хитроф отодвинулся от старого лоббастого монитора в дверь постучали он встал лавируя между микшеров и колонок войдите на пороге появился андрей ермаков сказал хитроф после длинной паузы а подтвердил ермаков ну и как я пойму что это действительно ты они один из клонов испытай меня могу спеть пару песен церемонии нет мрачно сказал хитроф песни церемонии слишком известны и входит в обучающие инструкции инопланетных захватчиков ты помнишь как называлась ленинская забегаловка до того как стала теремом вареничная карина без запинки выдал ермаков верно хмыкнул хитроф а какого цвета был игровой автомат вареничный карина у него не было цвета он был выше этого дерьма и снова в точку что ж ответь мне что случилось если игрок проигрывал автомат говорил фразу из операции и учись студент а если выигрывал говорил голосом шарикова еще парочку ты не клон они прикусили улыбки и обменялись рукопожатиями сдержанно с непробиваемой серьезными гримасами ты постарел сказал ермаков а ты подряхлел просто заматерел задедушкарел со стороны их диалог показался бы встречи пациентов двух дружественных психиатрических клиник какого лешего ты сюда приперся спросил хитроф когда иссяк запас колкостей ты завидуешь что меня позвали в жюри а тебя нет поэзия для кисейных барышень мой юный друг хитроф пародировал мельченко камертона гений первая полоса в рудничке твоя ермаков рассмеялся дружище твою мать дружище столько лет ну кто-то мог бы притащить ко мне свою жопу гораздо раньше виновен по всем статьям но только дом работа работа это твоя передача про лепреконов работа ермаков окинул взглядом тесный но вполне уютный кабинет звукорежиссера не похоже чтобы ты вкалывал на шахте что есть то есть а серьезно зачем ты согласился сидеть в жюри скукотище же смертная ермаков вздохнул я только с девушкой разошелся с машей едва не ляпнул хитроф одернул себя не хватало еще чтобы друг узнал что он мониторил его страничку в социальных сетях заходит так почему же не написал гадко все вышло продолжал ермаков ну его надо было мне развеяться маму повидать тебя ты же отцом стал фотка дочурки есть хитроф закрыл вкладку с потерявшийся лилии дериш заставкой на рабочем столе был фотопортрет улыбающийся без зуба юлы ух красотка твои глаза только и лоб твой то чешу же кол чтобы женихов отваживать мне бы змея из ее спаленки выгнать подумал хитроф они обсудили малышку и семейную жизнь оболванился ермаков кивнул на подстриженные ежиком волосы приятеля по шашку подходили они друг другу присматривались обвыкались а ты-то веду как у комментатора новостей маскируюсь не поверишь с кем я гулял сегодня утром по нашему топлику с чупакаброй не совсем с никой ковач о поразился хитроф и как она то ермаков округлил рот и изобразил женскую грудь третьего размера помнишь наши игры она всегда медсестрой было я тебе скажу медсестричка выросла ого-го угадай у кого завтра свидание в малолетку втюрился ермак а пусть бы и втюрился у меня восемь лет одна женщина была пора возвращаться в строй ты в своем стиле покачал головой хитроф его гораздо более скромного и некоммуникабельного удивляла то легкость с какой приятель заводил отношения девушки к нему так и липли помнишь люда лида и моя несбывшаяся фантазия люба ну ковач без шуток хороша не глупая привлекательная честная неплохо ты успел ее узнать за утро пока так и главное у меня же теперь новый друг володя солидол володя вытаращился хитроф владимир батькович ко мне вчера возле омина его дружок пристал сигарету дай петарды есть хитроф от души расхохотался чтоб сразу с вокзала погрузить тебя в варшавцевскую атмосферу а солидол подгреб и вполне так воспитанно общался выпить с ними в беседку звал чего ж отказался так я без костюма был некрасиво солидол после тюрьмы остепенился сказал хитроф и пьет в меру и кажется не ворует сожительницу нашел он осёкся и вскинул брови друг заговорщически пригнувшись издал ртом квакующие звуки вау хитроф улыбнулся и начал хлопать по крышке динамика жизнь сурова как мальчик вова полушепотом запел ермаков жить не клёво помирать клёво с азартом подвыл хитроф выстукивая ритм местные бизоны побывали на зоне нормальными людьми возвратились бизоны и дал он команду махнул невидимой гитарой переключил невидимую примочку воу-воу-воу та-та-та вову исправила зона там вова обрел христа загорланили они хором длинные волосы бога смущают вову а так ничто не смущает вову в приоткрытую дверь сунулась озадаченная физиономия сторожа чупакабры убралась и друзья прыснули от смеха шутки в сторону сказал ермаков в глазах плясали веселые чертики где деньги лебовский такие деньги которые вы заколачиваете с церемонии где откат где оплата авторских прав за придуманное мною название подавишься ермак ты ушел из шоу-бизнеса капуста наша снимай себе лепреконов жлоб ты толя песню о вове я вам петь запрещаю песню о вове чтобы мельченко инфаркт схватила директриса меня уволила и давно вы играете полгода печаль меня заела ностальгия дай думаю попробую а вдруг нашел трех студентов лариса жена моя говорит я с детским садом вожусь вокалист у нас славный да ну ревниво насупился ермаков четверг послушаешь у нас дебют будет а потом автограф сессия если повезет получишь наши автографы саботирую выкрикивая жалкая пародия и хитров продался снова скрипнула дверь и женщина с веселеньким начесом попросила хитрова подняться в актовый зал а давай я к тебе вечером в гости зайду предложил ермаков посидим он щелкнул пальцем по шее в неформальной обстановке супруге меня представишь но дочурку охота вживую посмотреть понимаешь помедлил хитров нет я не напрашиваюсь заверил ермаков все прекрасно понимаю не в этом дело мы сейчас у моих родителей живем у нас в квартире змеи гнездо извивающихся копошащихся змей ремонт да вот затеяли под праздники ты-то где живешь на быкова кассеты не выбросил обижаешь он сбился что-то обдумывая все в тумбочке тогда у тебя в девять словно и не было этих лет ларисы не было и юлы жду друг ушел отрешенный хитров побрел на второй этаж возле бокового ведущего к женскому туалету коридора стоял чупакабра он вглядывался в темноту там протекал кран и вода цокала рукомойник сторож встрепенулся заслышав шаги и быстро потупившись зачапал вниз по лестнице остался запах спирта как ментальный след пятиклашка в платье снежинки шагала по вестибюлю из актового зала доносилась аханье мельченко хитров посмотрел в коридор тьма клубилась подобно дыму чуть раздуваем у одинокой лампочкой на стене напротив ниши отчетливо виднелась тень она скользила по побелке подрагивала черным костром тень кого-то сгорбившегося спрятавшегося за пианино снежинка поздоровавшись свернула в коридор он застыл и смотрел напряженно как она идет все ближе и ближе к туалету к музыкальной рухляди и тень напряглась руки отделились от туловища скрючились пальцы нет фантазия дорисовывала подробности он не мог бы различить таких деталей снежинка поравнялась с нишей он открыл рот чтобы предупредить занес ногу готовый ринуться в коридор тень вылетела из-за пианино на перерез снежинки у прогудела тень а я и не испугалась сказала снежинка флегматично прятавшаяся в нише снежинка номер два взяла ее под локоть и девочки юркнули в туалет хитроф облизал пересохшие губы идиот в сердцах пробормотал он 10 андрею ермакову было 12 лет и у него болели ноги тупая боль проникала в икры колени бедра заставляла выгибаться и сучить пятками волокна мышц становились веревками которые наматывал на кулак беспощадный палач андрей хныкал во сне метался по кровати комкая просто не а испуганная мама дежурила у постели тише тише сыночек шептала она и протирала вспотевший лоб мальчика смачивала пересохшие губы днем все проходило точно не было ночной ломоты ночных пыток но он не обманывался боль ошивалась рядом ждала сумерек терпеливо полировала дыбу боль издавала звук в бреду в тревожном полусне он слышал щелканье тарахтение с каким пересыпаются детские кубики боль хватало за голени и у нее были руки изящные как ручки фарфоровой пастушки на бабушкиной полке а сейчас молодой человек вы не ощущаете никакого дискомфорта андрей мотнул головой он смотрел в окно на густые кроны каштанов и синеватые пики елей лето было в самом разгаре над кладбищем парили птицы а врачебный кабинет пах йодом и бинтами андрей сидел на кушетке закатав штанины рядом бледные не выспавшаяся мама нервно шелестела пакетом и это раздражало усатый доктор что-то чиркнул в тетрадке вы не ударялись ушибы травмы переломы ортопедические проблемы вроде нет сказала мама нет подтвердил он позвоночник не ноет сердце горло горло переспросила мама более в ногах могут быть симптомами ангины или гриппа как насчет отеков хронической усталости на аппетит не жалуемся нет 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 говорили они с мамой андрей таращился в окно и представлял что участливый доктор жмет под столом секретную кнопку врываются санитары шурша химзащиты и кладут пациента на каталку кожаные ремни сковывают конечности доктор уверяет рыдающую маму что все нормально она еще молодая и родит нового не дефектного сына его возят на лифте спускают в подвал и ниже в замшелые катакомбы мелькают металлические двери в зарешоченных оконцах кривляются поросшие паутины и бородами детишки он представляет также туннель связующий подвал с кладбищем и сталактиты и летучих мышей и днище гробов в потолке за последний год мальчик сильно вырос не так ли так он уже на голову выше хитрого в школе его называют дылдой что же мама подытожил доктор убирая руку из-под стола я не вижу поводов для серьезного беспокойства причины недомогания обусловлены естественными физиологическими факторами да в голосе мамы забрежила надежда дети растут скачкообразно первый скачок происходит в 4 5 лет второй в 9 10 у молодого человека третий скачок он совпадает с периодом полового созревания тело преобразовывается вытягиваются кости а мышцы не поспевают за костной системой приступы вызывает воздействие на нервные окончания ермаков подумал о собственном скелете о каркасе из кальция который ворочается внутри желая прорвать мясную оболочку распахнуться ребрами ключицами выползти на солнышко коленными чашечками и змеей хребта долой диктат плоти свободу скелетом и что же нам делать спросила мама ждать механизмы возникновения более роста доподлинно не изучены я бы рекомендовал грелки теплые ванны они расслабят мышцы ног согревающий мази эфирные масла важен сон во время сна синтезируется самотостатин гормон роста и избегать стрессов они негативно сказываются на функционировании гипофиза который производит самотостатин полноценное питание знаю сегодня с этим тяжело но ребенку нужны витамины злаки печень рыба овощи и фрукты молочные кисломолочные продукты постоянный приток белка магния кальция фосфора ему можно гулять спросила мама и у андрея ёкнуло сердце но доктор произнес необходимо прогулки подвижные игры и позитивные эмоции а если боли будут слишком сильные они будут подумал андрей клац 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 дайте ему обезболивающее и помните через боли роста проходит каждый второй ребенок у поликлиники порхали бабочки капустницы развалились в кустах коты на пандусе сидел толик хитров сковыривал ранку с колена и пробовал на зуб засохшую кровь корка была невкусной он морщился здравствуйте тетя рая здравствуй то ли ну я пойду попросился андрей хорошо но далеко не заходите мама пошла на работу а друзья стукнулись костяшками кулаков андрей вообразил себя мафиози вышедшим из тюрьмы ну чего окочуришься хрен тебе я бы на поминках пирожки лопал с горохом фу они не сговариваясь двинулись вдоль кладбищенской ограды буйная зелень тыкалась изнутри в железные прутья ворковали голуби на ветвях хитров передал товарищу ламинированный кругляш на нем была отпечатана фотография девушка в белом бикини классная сказал андрей и лизнул фишку влага соприкоснувшись с картоном растворила купальник проявились шоколадного цвета соски красотки он полюбовался ими и обтер фишку о предплечье бикини вернулась на свое место дарю сказал хитров андрей положил кругляш в карман отметив про себя что надо перепрятать его дома от мамы на дно коробки с фишками mortal kombat он уже знал что если долго трогать писюн становится приятно и обдумывал не связаны ли эти игры это по выражению хитрого дрессировка кобры с болью в ногах но пришел к выводу не связаны меня бесит мой скелет поведал он конченый скелет на хрена он нужен а меня бесит что надо постоянно глотать слюну сказал хитров и за дня в день каждую минуту сглатываешь и сглатываешь литры слюны а сказал ермаков бесит он сорвал травинку и пожевал сочный стебелек как считаешь есть между поликлиника и кладбищем туннель наверное есть прямо под моргом нет у нас морга когда папа погиб его везли в соседний город вот умрешь и проверишь я тебя на сто лет переживу краем глаза андрей заметил человека идущего параллельно с ними по кладбищу под ложечкой засосала это был вовы солидол восемнадцатилетний бездельник которого выперли испытывал первый исключенный студент за всю историю училища андрей сместился к другому краю тропинки и ненавязчиво подтолкнул приятеля погнали на карьер искупнемся погнали свист хлестнул по спинам плетью не оборачивайся приказал себе андрей эй щеглы мальчики замедлили шаг подмывал и кинуться на утек но в крошечном варшавцево некуда было убегать не сегодня завтра все равно найдут чего спросил андрей озираясь у солидола были острые хищные черты лица облупившийся нос и выбритый череп я чё тебя орать буду сказал он сюда приди и объясню настроение улетучилось облака затянули солнце тень легла на тропинку основание шеи покалывали ледяные иголочки ненавистные ноги дрожали мальчики переглянулись встряли подумал андрей придется идти подумал хитров придется солидол прервал их телепатический диалог еще минуты я сам к вам перелезу угроза подействовала они неохотно поплелись по лужку протиснулись между прутьями солидол молча уходил вглубь кладбище и они последовали за ним обмениваясь многозначительными взорами бабочки бесцеремонно садились на кресты и кинотафы мертвые взирали с овальных фотографий где-то здесь был похоронен отец андрея пыльная аллея петляла между секторами прочь от прохожих и поликлиники не к месту вспомнился слоган на видеокассете с офигенским фильмом чужой в космосе никто не услышит твоих криков зря эти кого я вам нашел сказал солидол он обращался к двоим парням оседлавшим скамейку возле синего надгробия андрей узнал их жилистого брюнета звали женис умбетов это его строгая мама работала в школьной библиотеке и сочиняла рифмованные правила для юных читателей книгу не морай не мне книгу вовремя верни в прошлом году она посоветовала андрею прочитать бориса за хадера и мальчика привели в восторг и стихи и иллюстрации сын чины и педантичной библиотекарши вырос замкнутым неразговорчивым парнем может быть мама вовремя не дала ему волчка и мохнатую азбуку вторым был лопоухий толстяк с рыжими усиками над губой журавель то живого оба учились в девятом классе привет пробормотал андрей чувствуя как негативно сказываются на функционирование его гипофиза мрачные придирчивые взгляды старшаков особенно тревожил женис обмотавший шею грязной траурной лентой серебряные буквы на ленте гласили от скорбящих сестер женис харкнул и метнул пероченный ножик лезвие воткнулась в могильную насыпь бесцеремонно по отношению к покоящейся в земле старушки гладиаторы сказал журавель мы спешим вообще-то произнес андрей фразу ужасно развеселила троицу мы спесим вас это перекривлял солидол ты не голубой случайно сосешь у телочки своей а андрей промолчал а ты чё пялишься баран полюбопытствовал солидол и резко гавкнул отчего хитров едва не свалился за холмик короче остановился ледол хохот журавля поясняю на пальцах ты длинный теперь гладиатор будешь с ним драться он кивнул на журавля толстяк ухмыльнулся андрей проклял свои ноги притащившие его этим утром в поликлинику разговоры о морге и поминках не привели ни к чему хорошему накаркал хитров исчезла нужда глотать слюну язык и десны казались кусками наждачной бумаги драться переспросил андрей рэмбо видел так вот до первой крови увижу кровь отпущу побежите сосать друг другу в позе шестьдесят девять или как там у вас у петушни да он же его больше в три раза воскликнул хитров это нечестно слыхал журавель тебя жир трестом назвали захахали своего мазу потянул хмыкнул журавель тебя мы бить не будем утешил солидол хитрого мы девочек не бьем но ты права добавил он задумчиво не честно женись я женись не засышь жир треста подменить он бетов притворно затрясся концы траурной ленты танцевали на его поджаром животе футболку он бетов снял солидол пихнула деревеневшего от ужаса андрея к могиле боже помоги мне взмолился мальчик нет сказал солидол осененной идеей и с женисом нечестно он же спортсмен эй селочка побледневший хитров уставился в землю ходили ходуном желваки ты телочка больше не телочка ты гладиатор номер два история такая твой хахаль дал пососать хер приезжему пидору и ты при ревновал делитесь до первой крови на ринг андрей не понял как очутился лицом к лицу с другом на кого ставишь донесся издалека голос солидола но длинного ответил журавель сейчас он второго быстро уделает я не буду замотал головой андрей а не будешь мы вас обоих втроем от мудохаем и одной капли не обойдется врубился андрей поймал взгляд товарища нет 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 беззвучно шептал хитров андрей жал кулаки зачем-то стиснул их словно правда собирался бить лучшего друга нет проговорил хитров а чё тут у вас происходит все повернулись одновременно андрей вспомнил иллюстрацию из бабушкиной библии иисус спускающийся по лестнице с облаков между собой чик сказал солидол братники ковыч оперся над гроби синие глаза пристально изучали парней смахивает на драку вы чё не поделили пацаны вопрос адресовался андрею мальчик ответил с усилием ворочая языком они нас драться заставляют а сказал саша ковыч и как кто первый упадет до первой крови сказал солидол я им предлагал журавлём драться андрею показалось что солидол оправдывается вовы стушевался он смотрел на ковыча заискивающие хотя ковыч был младше его на год ты кровь увидеть хочешь солидол пожал плечами а ты журавель потупился в 2007 он будет воровать железо из вагона товарного поезда и поезд отрежет ему ноги по пояс он перестанет пить начнет посещать собрание свидетелей иеговы здешние иеговцы арендуют комнатку в здании швейной фабрики встретит там женщину и там же детским шампанским отметит свадьбу на сэкономленное пособие по инвалидности молодожены поедут в сочи и журавель первый раз увидит море и ты женис умбета всплюнул на гравий через шесть лет сын библиотекарша зверски убьет гостиничную проститутку и будет осужден на полтора десятилетия в колонии его мать уволится из школы не выдержав сплетен но снова вернется к учебникам когда по утехнет шумиха и коллеги забудут дефективного ученика саша ковыч ему осталось целых семь лет жизни нагнулся и вытащил из насыпи нож повертел его сдул пыль андрей наблюдал открыв рот как ковыч подносит лезвие к предплечью и полосует себя кожа разошлась под сталью обнажилось желтое сало точно маленький ротик открылся чуть ниже складки локтевого сгиба багряные струйки потекли по запястью забарабанили по земле сойдет спросил ковыч да чё ты кисло улыбнулся солидол чё ты братан он подружески пихнул ковыча и тот засмеявшись пихнул его в ответ напряжение спало защебетали птицы и облака снова поползли над кладбищем перевязать надо сани но ты цирк в натуре устроил солидол зыркнул на мальчиков а вы чё до сих пор тут валите но проходя мимо поликлиники и кладбищенских пихт андрей вспомнил все это будто кино прокрутил в голове четко слишком четко вероятно он дофантазировал отдельные детали заполнил лакуны несовершенной памяти хитров солидол саша ковыч который уже тогда снабжал варшавцева героином и порой отпускал наркотики в долг и далекое-далекое щелкающие болью роста лето 11 некоторое время он стоял во дворе выпуская клубы табачного дыма поглощая одну сигарету за другой как обжора после вынужденной диеты курил и наблюдал за окнами бабушкиной квартиры ретировавшись утром он не выключил свет он четко видел люстру наличники и верхнюю поперечину межкомнатного дверного проема темных ведущих в пустую спальню дверей или она не пуста желтый прямоугольник окна гипнотизировал он ждал что в любой момент призрак прильнет к стеклу высматривал тень или движение за кухонными занавесками вскоре организм перенасытился никотином и конечности задубили на ветру ох машка если бы ты знала мысленно обратился он к бывшей возлюбленной и пошел в подъезд не сразу справился с ключом пальцы подрагивали но здравствуй приветствовал его мужской голос он почти сорвался почти рванул бросив квартиру открытой но сообразил что испугался телевизора я скучала дорогой сказала актриса обнимая сериального мужа андрей выругался недоверчиво смотрел комнату смятые простыни пульт и чашка на полу кровати скинутые в попыхах тапочки по стенам не стекала зеленая слизь пятно несмываемой крови не проявилась на линолеуме все та же непримечательная бабушкина комнатка по наследству перешедшая внуку он выключил звук телевизора заткнул болтливую актрису собрался с духом и пошел к спальне от волнения вспотела спина он был возбужден но почему-то не испуган пещера ужасов в этом лунопарке оказалась сделана на славу отличная механика грамотные скримеры убедительные костюмы статистов атмосфера впечатляла и попкорн вкусный но лунопарк остается лунопарком у привидений нет зубов он чувствовал себя зрителям а не полноценным участникам происходящего словно рассматривал спальню сквозь 3d очки тумбочка будет стоять на своем положенном месте запертое таковы правила фильмов ужасов тумбочка была перевернута отваренным брюхом к потолку из нее вывалились блестящие гирлянды магнитные ленты ворох пленки которую кто-то остервенело вытягивал из компакт-кассет сами кассеты лежали разломанные извлеченные из коробок вкладыши были изорваны на мелкие кусочки пластмасса потрескалась он уже не был так уверен в беззубости привидения руки у того точно имелись чтобы уничтожить юношеские сокровища пока андрей гулял с никой пока навещал учителей и хитрого пока ужинал у мамы в пустой запертой квартире немыслимая сила раскурочивала и ломала и хотел никогда бы не вставил в магнитофонную деку не одну из этих кассет 10 лет как обесценившихся он ощутил обиду и раздражение он собирал их он ездил за ними в область перезаписывал всегда бережно проматывал к началу не затем чтобы их выпадрошила потусторонняя сволочь в нулевых варшавцевым было много киосков с аудиопродукцией и большой магазин но продавалась там эстрады и шансон сборники союз и хиты осени в лучшем случае саундтреки к балабановскому брату 2 избранные песни ддт и цоя легче было найти окаменелости динозавра чем редкий рок-альбом но малочисленные варшавцевские поклонники рок-н-ролла умудрялись пополнять коллекцию ларьком около вокзала заведовал бородатый коля федорин он играл вместе с ковычем в подворотне смирив юнцов неофитов презрительным взглядом и недовольно поворчав он доставал из под прилавка толстенную книгу страницы скреплены степлером и каждая запакована в пленку библия рок-гурмана каталог ансамблей чьи альбомы можно было заказать мальчики водили по списку пальцами представляли рай гигантским хранилищем кассет вынимай слушай любую мне пожалуйста комбат за клэш и вот эти два альбома крампс просил хитров отчитывая деньги после мучительных внутренних дебатов ермаков останавливал выбор на каком-нибудь бутлеге гражданской обороны а где вы их берете спросил он как-то и всемогущий федорин сказал что это не его умодела приходите в пятницу раздраженно поручал он в бороду и в пятницу они получали заветные кассеты и мчались домой счастливые еще были живы джо страмер из за клэш и люкс интерьер из крампс и егор летов не разложился на плесень и липовый мед и крутились в магнитофонах кассеты чья судьба была предрешена свыше андрей вынул из проушины навесной замок защелкнул его и попробовал заново расщелкнуть не вышло он нахмурился в его дом вторглись его сундучок разорили пленка напоминала гору внутренности и жалобно шуршала под ногами была причина злиться он стоял посреди хаоса из пластмассы разноцветного бумажного мусора и магнитные ленты он человек который два года вел мистические истории он бывал в домах населенных свидетелями паранормальных явлений женщинами и мужчинами ошалевшими от водки наркотиков и скуки он интервьюировал людей готовых нести несусветную ахинею лишь бы попасть в телевизор он разговаривал с матерью-одиночкой ремнем лупивший свою трехлетнюю дочь до черных синяков чтобы потом обвинить в насилии полтергейста он ездил через всю страну в забытый богом поселок степное где одержимый дьяволом фургон якобы убил пять человек и пока он вел репортажи на фоне графских поместьй маша изменяла ему с лучшим другом он знал что сказала бы главный редактор мистических историй я не сомневаюсь что в твоей спальне живет привидение я верю не в такую чушь но покажи мне выжженные на обоих пентаграммы перевернувшиеся кресты да хотя бы пятна экскрементов на унитазе явно образующие демоническое лицо покажи или выжги переверни нас рисом нам нужна картинка андрей зритель не будет смотреть на кучу старых битых кассет он вспомнил одну из ранних передач выпуск посвященный неодушевленным предметом вставшим на криминальный путь вроде красного кинговского автомобиля оживающей кровати и старого бимови или куклы чаки именно для этого выпуска они отсняли ржавый полукапотный фургон съемки запали в душу еще и тем что частично проходили здесь в родном варшавцево телевизионщики приехали опросить мрачного очевидно запойного шахтера наш клиент говорила таких редактор но рассказ мужчины вопреки обыкновению вызвал доверие первый раз за два сезона ведущего действительно пробрала вкратце история звучала так племянник шахтера влад не был трусом он веселился на самой вершине чертова колеса когда его родители в последний раз гуляли вместе его не испугала жутковатый фильм про девочку вылезающие из телека нет в детстве он просил маму не выключать в спальне свет и около месяца избегал собак после того как цепная найда укусила его за руку но только месяц страх ушел оставив шрам на кисти страх темноты испарился не оставив шрамов влад повзрослел и в 11 лет ничего не боялся до того дня как мать привезла его к дяде назару до того момента как он увидел все эти пятна сливающиеся в единый неясный рисунок нравится спросил назар перехватив взгляд племянника я купил его в восьмидесятых во время командировки в ашхабад знаешь такой город столицы туркменистана механически ответил влад не отрываясь от багровых завитков молодец дядя провел ладонью по красному ворсу взял за бесценок на рынке антиквариат ручная работа сказав это он покинул спальню а влад робко спросил у мамы мы здесь надолго всего на пару дней ответила мама и погладила его по волосам всего ужаснулся мальчик а вслух спросил папа тоже сюда приедет нет отрезала мать и ушла за братом оставив его один на один с красными извивающимися завитками в последнее время родители влада сильно ссорились каждый вечер он слышал их приглушенные голоса за стеной мать говорила что-то про ту змею и влад догадывался речь идет не о настоящей змее а о тете марине очень красивой женщине с папиной работы он надеялся что мама с папой помирится и все снова будет хорошо как в субботу на аттракционах но вчера родители кричали друг на друга и ему пришлось закрывать голову подушкой утром мать собрала чемодан мы поедем где один азару ты же хотел побывать у него в гостях сколько влад себя помнил он никогда не выказывал подобного желания раньше дядя ему не нравился они виделись то всего три раза и мамин брат запомнился им высоким мрачным типом с холодными глазами назар называл племянника малой грозил забрать с собой на север там по его словам малой научиться жизни подобная идея влада не вдохновляла слава богу отец тоже высказывался против когда заканчивались непродолжительные дяди на визиты он говорил матери пусть сам едет свою сибирь а моего сына не воспитывает перестанет отвечала мама ты знаешь через что он прошел однажды мама показала владу фотографию на которой дядя стоял в обнимку с незнакомой женщиной держащий на руках ребенка дядя широко улыбался отчего совсем не походил на себя это тетя катя пояснила мама они с назаром развелись а это маленький сережа твой двоюродный брат он умер до твоего рождения почему изумился влад задохнулся во сне грустно сказала мама с очень маленькими детьми такое случается поэтому дядя стал злым он не злой он несчастный после разговора отношения влада к назару изменилось и все равно он ни разу не просил отвести его к дяде как говорил отец твоя мать всегда навязывает свои желания другим между командировками на север дядя обитал в соседнем варшавцево и увы он был дома когда мама нервно запихивала вещи в чемодан рассматривая осенний пейзаж из окна междугороднего автобуса влад думал о потерянных выходных и глупом мамином упрямстве несколько раз в мозгу всплывало страшное слово развод дядя встретил их на автовокзале он кажется стал еще выше и угрюме все будет хорошо малой сказал он если ты перестанешь назвать меня малым подумал влад и пошел за взрослыми из долетающих до его ушей обрывков фраз он узнал что мама не собирается воевать с этой змеей за эту тряпку дядя жил в трехкомнатной квартире без приключенческих книг и игрушек вот твоя спальня сказал он и влад забыл про все на свете его взгляд прикипел к настенному ковру над кроватью влад вздрогнул ковер был красным по пулю цвета запекшиеся крови расползались геометрические фигуры алый клинообразный орнамент окантовывал их в углах причудливо извивались пурпурные узоры центр занимал багровый ромб с черной сердцевиной арабески не имели никакого смысла в конце концов это был просто купленный за копейки старый ковер а вовсе не шедевр иранских или грузинских ремесленников но он насторожил влада настолько насколько мог насторожить пес пускающие спасти розовую пену это было глупо он понимал глупее испугаться люстра или пылесоса в конце концов у него дома тоже висел ковер с виноградной лозой и листьями и он никогда не замечал его по настоящему как не замечают фон примелькавшийся и навеки встроенный в быт ковер дяди назар невозможно было не заметить из-за его аляповатости кричащей красноты и еще из-за чего-то нужно вытереть пыль сказала мама хотя в спальню с тряпкой здесь давно никто не жил влад провел глазами по алому орнаменту чем дольше он всматривался в узор тем больше тот походил на языке пламени казалось вот-вот раздастся потрескивание костра и пламя задвигается внутри этой распахнутой на всю стену топки взгляду стало горячо влад отвернулся мать яростно терла стол и ее губы беззвучно шевелились влад вышел в ванную провел там час никто не заметил его покрасневших белков позже он ел макароны по-флотски и слушал разговор взрослых которые будто не замечали его присутствие из разговора становилось ясно что терпение мама окончательно лопнула ничего хорошего это не сулила влад допил чай услышал иди в свою комнату это не моя комната хотел возразить он но выражение маминого лица было жестким и пугающе похожим на угрюмую гримасу дяди назара мальчик побрел в спальню из дома он прихватил томик о приключениях конана кемерийца и сейчас стал читать устроившись у окна спиной кровати в книге было все что нравилось владу свирепые монстры магия битвы на мечах и девушки красивые как тети марина с некоторых пор ему нравились и они но сегодня в чужой спальне где давно никто не жил ему не удавалось сосредоточиться влад закрыл книгу и повернулся к хаосу из красных абстрактных фигур он подумал что человек выткавший это уродство был безумен или сильно пил а может и то и другое рисунок раздражал цвета заставляли глаза слезиться и в то же время нагромождение пятен не отталкивало взгляд а напротив странным образом притягивала шестое чувство подсказала владу мастер пусть и сумасшедший был не лишен таланта ему удалось расположить узоры так что когда смотришь в один угол фигуры еле заметно двигаются в другом на периферии зрения никакой магии в стиле конана обычный фокус иллюзия вроде тех картинок что обретают глубину и выдают спрятанный сюжет если всматриваться в них определенным образом влад решил шутки ради проверить не содержит ли ковер подобный секрет и сосредоточился на его центральном медальоне он слегка скосил глаза и расфокусировал взор несколько секунд ничего не происходило а потом узоры в углах ковра зашевелились линии сплились в спирали а языки пламени зашевелились словно ковер горел влад недоверчиво хмыкнул и попытался отморгать на вождение но веки не подчинились ему спирали набирали обороты фон провалился внутрь и картина стала объемной теперь над кроватью зиял вход в алую пещеру в страшную комнату за очагом у мальчика закружилась голова он вскрикнул и рывком выдернул якорь взгляда из кровавого океана калейдоскоп остановился обернулся простым ковром я ухожу по делам сказал дядя назар из коридора квартира в вашем распоряжении вернусь поздно не ждите до свидания пролепетал влад чужим голосом мама заперлась в гостиной долго говорила по телефону с подругами влад устроился на кухне постепенно чтение захватило его и он прочитал сто страниц ни разу не вспомнив прожившие узоры но как только за окном стемнело мысли вернулись в реальность я буду спать прямо под ним опасливо подумал мальчик и тут же отругал себя за трусость мне не восемь лет сказал он вслух подумаешь старый ковер решительным шагом он вошел в спальню и взобрался на кровать впервые он коснулся ковра руками пальцы прошлись по жесткому ворсу ощущение будто гладишь грязную собаку вся уверенность мигом испарилась влад приблизил лицо к ковру и понюхал его ворс пах шерстью дикого животного пастью найды неожиданно накинувшаяся на маленького владика что-то изменилось с нарастающим ужасом подумал влад он изменился запомнить точное место расположения всех бессмысленных фигур было нереально но одна деталь четко бросалась в глаза алый орнамент у каймы больше не напоминал пламя извивающиеся клинья обернулись зубами чистоколом клыков по периметру квадратной пасти голодной пасти подумал влад ему захотелось позвать на помощь маму и он позвал ее ма давай снимем ковер со стены ты что мама удивленно оторвалась от журнала мы не у себя дома а что случилось влада был заготовленный почти правдивый ответ он воняет мама проследовала за сыном в спальню впервые посмотрела на красное полотно какая безвкусица скривилась она влад воодушевился то его понюхай нюхаю пахнет пылью этой комнатой никто не пользовался с она осеклась долго влад подбежал ковру и принюхался запах псины исчез ворс пах как и положено старому ворсу очередной трюк фу преувеличенно поморщился мальчик надо снять его на время мама с сомнением оглядела ковер потом взяла за его край и отодвинула чем дольше она смотрела в зазор между стеной ковром тем сильнее хмурилась страх отразился на лице мальчика ему казалось что из зазора выскользнет рука скелета схватит маму за горло и утащит в красные недра не трогай его хотелось закричать ему на мать сама отпустила ковер снять не получится объявила она стенка отсырела на обоих грибок лучше уж так чем без него мальчик смольбой уставился на мать она потрепала его по волосам не особо ласково послушай дорогой это всего на два-три дня мы с папой уладим наши проблемы и ты вернешься домой а как же школа разыграл он последний козырь в школу я позвоню мать развернулась на носочках и пошла в ванную зашумела вода влад всхлипнул совсем как маленький пока мама мылась он позвонил отцу да сынок сказал папа слишком развязано для человека чья семья исчезла па прошептал мальчик мы у дяди назара я так и думал ответил отец если думал почему не забрал нас едва не вырвалось у влада но он посчитал разумным задать другой вопрос па когда ты приедешь за нами понимаешь владик у нас твоей мамой не лучший период в жизни нам необходимо во всем разобраться думаю она поступила правильно поехав к брату но папа отдохни от школы некоторое время по это не продлится дольше недели папочка мне надо бежать сынок звони мне хорошо в трубке раздались гудки мама уснула сразу после ужина влад остался наедине с собой с наполнившими квартиру звуками за окном шелестели ветки деревьев и подбывал ветер у соседей счастливых не обладателей красного ковра работал телевизор врата в уютный мир конана кемерийцы захлопнулись не желая впускать чужака одинокий несчастный влад поплелся в спальню в темноте он добрался до постели здесь его ждала новое открытие вытянуться на кровати в полный рост было нельзя ступни упирались в изножье и означало это одно кровать принадлежала ребенку намного младше влада его двоюродному брату умершему в младенчестве умершему здесь под кроваво красным ковром влад посмотрел вверх ковер возвышался над ним отвесной стеной и даже темнота не скрывала его цвет а по поверхности между узорами а по красной поверхности влад скатился на пол и бросился к выключателю он боялся что люстра не включится что ковер впитает в себя свет но комната осветилась и кошмар не исчез жуки тысячи жуков ползали в ворсы ковер кишелы ими черный с людянистой массой а еще там были блохи скачущие в пределах красного и большие зеленые кузнечики одним прыжком преодолевающие расстояние от угла до угла и жирные сороконожки свернувшиеся в медальоне переползающие друг друга скалопендры чудом удерживающиеся на поверхности медведки крик влада брызнул по квартире грохнула дверь испуганная растрепанная после сна мать возникла на пороге влад потерявший дар речи ткнул пальцем в ковер самый обычный купленный за бесценок ковер ну и строго спросила мама страх сменялся в ней нарастающим гневом мальчику понадобилось усилие чтобы заговорить там были насекомые тараканы нет жуки и черви сороконожки мать понимающий кивнула сороконожки значит она глубоко вздохнула и оперлась рукой о стену послушай меня сынок в кратчево сказала она эти выдумки не помогут тебе быстрее вернуться домой мы будем дома я тебе обещаю через три-четыре дня а пока сделай одолжение ее голос стал жестче будь мужчиной и поддержи меня хоть немного не криками а спокойствием мы договорились я не выдумывал горячо воскликнул он мать выставила перед собой указательный палец мы договорились влад яростно дернул себя за край футболки молча пошел кровати будем считать что да мать выключила свет но тут же включила его в коридоре я оставлю лампу на ночь хороших снов влад лежал в кровати лицом к окну и прислушивался по-прежнему шумел ветер соседи отправились спать из гостиной не доносилась ни звука мама обычно засыпала очень быстро как назло начала неметь прижатая туловищем кисть влад покосился через плечо освещённый коридорной лампой ковер не шевелился а как интересно он станет шевелиться спросил у самого себя влад сарказм придал смелости он перевернулся к стене ковер не вонял не скалился и уж точно по нему не прыгали в ши влад разглядывал завитки и спирали и постепенно успокаивался его веки отяжелели дыхание выровнялось рука сползла к краю кровати уткнулась в ворс сонный взгляд блуждал по причудливым узором и влад подумал что пятно в левой половине ковра похоже на человеческое лицо точно на профиль мужчины вот вздернутая острая бровь изогнутый рот раздувающаяся ноздря как он раньше этого не замечал влад приподнялся на локте удивленно разглядывая обнаруженный портрет никакой не портрет одернул он себя человек из узоров распахнул глаз и посмотрел на него голодным взглядом влад сдавленно вскрикнул в соседней комнате мать накрыла голову подушкой ковер сорвался со стены рухнул на влада огромной красной молью крылья распахнулись сжимая в душных объятиях ковер светился ярким красным светом и погребенный мальчик видел лицо в десяти сантиметрах от себя уже не профиль а хищный анфас злые глаза распахнутый рот из которого сыпались дохлые кузнечики влад хотел закричать но лицо прижалось к нему колючим ворсом и сухие как ветер в пустыне губы мертвеца запечатали крик влад жаловался на исходящий от настенного ковра запах и якобы ползающих по нему насекомых а спустя час этот самый ковер сорвался со стены мальчик умер задушина его тяжестью причем умер на той же кровати на которой в младенчестве скончался сын рассказчика готовя передачу андрей вычитал в интернете об аятлыгах ритуальных коврах в них туркмены заворачивали покойников чтобы вести на кладбище он вставил аятлыги в сюжет но редактор его забраковала хотя бы ковер какой-нибудь раздобыли негодовала она убитый горем дядя сжег на пустыре нехороший ковер о чем андрей заявил редактору ковер утверждал дядя влада стонал сгорая в пламени ковров что ли мало нашли бы любой чтобы мужик на фоне вещал шахтера заменили на фейковую проститутку чью фейковую подругу убил вибратор мистические истории лишились единственного героя которому андрей поверил нет приятеля сказал он своему хулиганистому привидению это шоу для эфира бедновато и пошел на свистывая сервировать стол через полчаса в дверь позвонил хитров хитров притащил елку 12 они говорили о прошлом а варшавцево странном городе присобачившимся к трассе его скачущих тропках его резких нырках в балке ветер приносит из степи туман заливает в чашу карьеры и вода становится похоже на чай с молоком туман белыми змеями ползает по врагам перекидывается через парапеты центральная площадь выткана его паутиной белесый дым окуривает подножье памятника и серый фасад дыка и автовокзал с которого хочется уехать навсегда бредущие в потемках торопится скорее очутиться среди живых из рвов вязко тянутся щупальцы норовят схватить за шиворот здесь есть два стадиона две парикмахерские туннель связующий поликлинику и кладбище и красные ковры на стенах здесь люди закупаются к праздникам пишут стихи художественный руководитель елена сова она будет членом жюри фестиваля степные строки пишет очередное письмо на сайт государственной думы она требует переименовать город потому что геолога разведчик н.л. варшавцев в гражданскую войну казнил мирных жителей степняков упокойных в безымянных могилах варшавцев смотрит на деревянный крест за торговым центром никто никогда не построит здесь церковь я был уверен что к 30 мы станем звездами они пьют на кухне виски согревает умиротворяет это жутко уютно пить и болтать с лучшим другом когда за окнами вьется туман они прислушиваются к паузам между фразами им нужно рассказать друг другу о диких и неправдоподобных вещах на столе сырная нарезка лимон упругие шероховатые огурчики оливки в детстве андрею казалось что оливки воняет туалетом андрей отыскал на антресоле пластмассовое ведерко и погрузил в него елочку укутал ведерко простыней получился эдакий сугроб ты стал звездой сказал хитров ему не хватало этого обаятельной улыбки товарища газовой колонки над плитой она однажды громыхнула так что люда или лида едва не потеряла сознание ворчливого холодильника звездой горько улыбнулся андрей ты эту дрянь видел вообще я целевая аудитория не только не о том я мечтал не не собирался встречать 2017 в вашей глухомане чуть не вырвалась у него счастливый ты только подумал андрей женщина любимая доченька и мы с машей деток планировали завести и в прагу смотаться и черте что еще было больно представлять машиного ребенка похожего на папочку на богдана сероглазого русова в такие секунды шева возвращалась и вновь ввинчивалась в кишки телефон хитрова заиграл песню лурида жена звонит извинился хитров и выскользнул в коридор сид вишус на плакате тоже был родным из их с ермаковым общего прошлого отмечайте спросила лариса ну так по скромному отмечайте не спешим его заснула мы с твоей мамой чай пьем сплетничаете естественно толь да расскажи ермакову про змей хитров вздохнул и как она себе это воображает короче ермак у нас женой крышу снесло нам гадюки мерещатся гадалки не ходи решит ермак что друг в мистические истории метит расскажу пообещал он и поплелся на кухню где ермаков нарезал яблоко все нормально андрей глядел на хмуриного приятеля да неуверенно сказал хитров и залпом осушил свою чашку заел оливкой андрей ждал ермак а ты как считаешь есть на самом деле что-нибудь такое необъяснимое есть убежденно сказал андрей в соседней комнате подумал при этом слушаем хитров обвел пальцем подсолнухи на клеенке я тебе про ремонт соврал любопытное начало мы к родителям переехали потому что у нас в квартире челюсть андрея непроизвольно приоткрылась и дыхание перехватило опережая исповедь он догадался что именно намеревается сказать ему только не знаю как это назвать херня у нас в квартире творится плохая херня андрей моргнул изумленный отяжелевшее сердце барабанило в такт с холодильником жужжащим под лопатками неделю назад продолжил хитров поощренный вниманием друга лари начала казаться что в доме буянит домовой он смущенно поерзал переключает каналы книжки переворачивают сережки мол похитил она их в мусорном ведре обнаружила я и конечно не поверил мало ли какая блажь женщине мнится насмотрелась мистических историй битвы экстрасенсов на ночь хитров почесал скулу тяжело дается мне разговор ты продолжай попросил андрей его голос вибрировал от возбуждения хитров ожидал немного иной реакции он ведь не добрался до главного андрей уже странно колотит субботу я с репетиции пришел елька спала я только на минуту отвлекся а когда повернулся к ней что ты увидел с нажимом спросил андрей змей десятки гадюк в постельке юлы андрюха я их видел как тебя даже ближе желтые черные змеи и его стояла в кроватке она не плакала она наоборот улыбалась мне и держала за хвост метровую гадюку сейчас самое безумное плесни к каплю андрей послушно налил виски горлышко дребезжала края чашек жидкость обожгла горло хитров прокашлялся алкоголь не пьянил слова давались с трудом ладно пофиг хитров махнул рукой заговорила юла она в ноябре пролепетала мама и мы чуть от радости не умерли а в субботу она сказала белая лилия черной зимы вот мне ермак она это сказала вот в эти уши твоя дочь пробормотал андрей моя дочь запальчиво воскликнул хитров моя семимесячная дочь сказала мне белая лилия черной зимы или не она а то что я и руководила понимаешь как в изгоняющем дьявола вот черт как это похоже на бред но андрюха голос был знаешь это программа в гугле которая озвучивает написанное неправильно расставляя ударение механический искусственный белая лилия что это белая лилия ума не приложу но я слышал и лара слышала она вбежала в детскую и видела змей а потом змеи исчезли он подумал на ладонь развеялись и мы посреди ночи поехали к моим родителям андрей схватился за лоб его взгляд маятником носился по полу это все змей и заговорившая юля еще кое-что у нас в группе поет мальчик по имени платон и тексты пишет за полчаса да вот этого да вот этой дрянь он дал мне новый текст я позже его прочитал хитров рассказал о стихотворении о краеведческом увлечении платона и пропавшей в двухтысячном девушке лилия дерешь андрей покачал головы впервые слышу нам тогда по 14 лет было мы не водили знакомств шестнадцатилетними девочками то то и оно андрей посмотрел на хитрого сочувственно и ошарашенно как ты не посидел как ты все это пережил только да не пережил пока снег хитров благо она за нами из квартиры не вышло ну то что там было домовой или господи я бы в жизни тебе не рассказал но лара умоляла ты же гуру на чертовщине собаку съел как ты мне веришь верю андрей порывисто бросился к приятелю вцепился в его плечи и затряс при этом он улыбался и выглядел совершенно ошалевшим только слушай меня только тут в этой квартире в бабушкиной спальне живет привидение что переспросил хитров он издевается надо мной мелькнула мысль набухла обидой зуба скалит призрак толя привидение богом клянусь да иди ты хитро всердито оттолкнул андрея знал же что вы смеешь туаля буквально взвыл андрей за мной немедленно и ухоя филина мы нервно хохоча он помчался в спальню озадаченный хитров шагал следом что тут случилось захлопал он глазами перед грудой разломанных кассет андрей рассказал мама утренний поход в туалет посторонние звуки рука высунувшаяся из запрокинутого ящика дезертирство и учиненный привидением акт вандализма хитров лишился дара речи он стоял таращаясь на пленку на обрывке цветных вкладышей он бы ни за что не поверил в подобное если бы не субботний феномен говоришь на прошлой неделе началось андрей взбудораженно усмехался и мама засекла мою барабашку как раз на прошлой неделе и у тебя и у меня дома творится что-то необыкновенное твои змеи мой ненавидящий рок-музыку каспер нам нужно понять найти взаимосвязь вот она хитров указал под ноги и вот он перевел взор в угол и там возле тумбочки как я же раньше не заметил прошептал андрей кусочки порванных обложек лежали не хаотично они образовывали калаш повторяющиеся трижды слова андрей узнал шрифт слог ли был взят из названия группы алиса а буква я позаимствована у гражданской обороны ли ли я ли я ли я ли ли я это твое имя да хитров поежился поняв что друг обращается не к нему прекрати сказал он и пойдем отсюда быстрее я бы выпил я тоже не откажусь они вернулись на кухню андрей хмыкал и кусал ногти хитров оцепенелла уставился в одну точку и барабанил пальцами по столешнице она хочет нам что-то сказать резюмировал андрей это лилия возможно лиля как я дерешь да лиля но почему нам у андрея не было ответа хитров поехал домой на такси в час ночи стеклянно трезвый забрался под одеяло лариса обняла его горячими руками и ласково сказала что он алкоголик он лежал всматриваясь в темноту расплющенный путанными мыслями на улице быкова андрей метался по кровати у него тянула ноги боль ковырялась в мышцах и выкручивала жилы кто-то поскреб дверной дермантин снаружи андрей посмотрел в коридор смутно осознавая что это сновидение кошмар не открывай ба простонал он спи внучек сказала бабушка выходя из кухни она клацнула щеколды и сжавшийся в постели андрей различил на пороге темную фигуру мы вас ждали сказала бабушка отступая человек вошел в квартиру какой гадкий у него шрам подумал андрей спи приказал человек и холодные мозолистые пальцы прикоснулись голой мальчишеской груди бабушка пряталась за спиной ночного гостя андрей спал 13 эрекция случилась когда он выехал из городка сидя в полутемном автобусе среди потрепанных зевающих людей он незаметно массировал пах трогал сквозь брюки вдетая в уздечку члена кольцо из медицинской стали и улыбался в стекле отражались крупные белые зубы за окнами проносились черные силуэты шахтерских башен автобус выплюнул его в соседнем городе в такой же клоаке как варшавцева член выпирал пульсировал под трусами штанами пуховиком указывал путь по вокзалу бродили тетки с огромными сумками цыгане придорожная рвань кавказец торговал мертвыми елками аромат хвои смешался с запахом бензина и вонью несвежих носков возле кассы тирались голодранцы он прошел мимо них через парковку и рынок прочь от неона голосов глаз глинцевит отсвечивал асфальт у него было много имен много личин узник форвард могильная свинья сегодня вечером он примерял любимую маску во мраке вдоль отбойника пробирался карачун древний славянский бог выходец из нижнего мира притечу беззубого старикашки николая с его дурацкими подарками корпоративными шоколадками покровитель тьмы и мороза он являлся умирающим в снегах окоченевшим обреченным на смерть целовал холодными губами стекленеющие зрачки солдат слушал припав к посиневшим телам как сердце последними слабыми толчками гонит леденеющую кровь и зубы его были сосульками и сосульки шипами росли вокруг головы строгий бог шагал по бесплодным землям а позади бесновалось в метели его свита голодные медведи шатуны чьи пасти истекали пяной безумия железнокрылые птицы в южнице и огромные черные волки и обмороженные мертвецы колонны скрипучих трупов в броне наледи в другие дни он был импотентом но у карачуна всегда стоял колом пронесся ошпарив светом фар грузовик на пригорке возвышались девятиэтажки нашпигованные суетой хрупким теплом и человеческим фаршем малыш из тени выскользнула рыжая девка она притоптывала сапожками выдыхала облачка пара обильно на румяне на и щеки раскраснелись под белилами под кожей двигалась алая река угостишь сигареткой спросила она же манна ветер дергал за рыжий скальп не ник курю заклокотал он в карманах набрякли кулаки развлечься не желаешь девка слезала с губ слой гигиенической помады если бы не пост около трассы ее можно было бы принять за торговку овощами сколько позади прогремела фура озарила две фигурки на обочине от заползшего в морщинке яркого света лицо сорокалетней бабочки стало уродливым и плоским карачун подумал о высушенных головах которые использовали как талисманы африканские племена тысячи за отсос сказала рыжая п-п-пятьсот ладно он последовал за ней к новостройкам девка достала из куртки пачку и закурила тонкую сигарету ты местный проявила любопытство да 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 а я нового года жду не в попад брякнула рыжая в его фантазии медведи и волки рычали и скребли когтями асфальт беседа исчерпала себя они молча поднялись на холм где гнездился продутый ветрами микрорайон вошли в открытые подъездные двери из квартиры строился запах готовящегося ужина жареной картошки и котлет запах нехитрого быта задребезжал лифт в тепле у девки разыгрался насморк она хлюпала носом и безуспешно искала влажные салфетки карачун заглянул в грязное зеркало на задние стенки лифта рога сияли пронзая кабину сейчас согреемся сказала ничего не замечающая девка они поднялись на площадку между девятым этажом и чердаком рыжая расстегнула куртку закопошилась задрала свитер и капустный ворох одежи под ним придавила подбородком чтобы он полюбовался ее белым как рыбье брюхо животом и маленькими похожими на пустые мешочки грудями он коснулся растяжек потискал дряблую плоть девка вздрогнула руки его были ледяными от неприятной ласки затвердели огрубевшие соски деньги вперед он вручил ей сотенные купюры в квартирах внизу бурчали телевизоры шипела на сковородках еда бились сердечки вынимай его малыш прогундосила рыжая он позволил член вырваться наружу головка уставилась воспещренный спичечными подпаленными потолок уретра сочилась пред экулятом рыжая отвлеклась от серебристой упаковки ни хрена себе малыш вот это агрегат не тяжело его влачить а она достала презерватив поработала челюстью разминаясь у тебя там пирсинг да да давай он нетерпеливо подвигал тазом она взяла губами латыскный кружочек нагнулась и облачила член в прозрачную шкурку села на ступеньки предварительно подложив под задницу сумку и чавкала обрабатывая клиента рукой она массировала члену основания старалась чтобы он побыстрее кончил дальнобойщики не будут ее ждать древнее божество разрешило смертный припасть к посоху в венах текли студенные ручьи оргазм приближался карачун стал буравить гортань проститутки загоняя член по самый корень яички хлопали а недовольное лицо рыжий ее чертовой коронке царапали нежное естество да 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 он выпустил семя в презерватив судорожно дернулись волосатые ляжки девка замычала он поболтал опадающий пенис в ее пасти вытащил его и сорвал защиту завязал узлом и спрятал мертвецы студенышей идут за карачуном слизывают сугроба в колючую сперму и воют хорошего вечера малыш сказала вежливая девка если бы она ведала он шел к вокзалу на ходу проверяя страничку в социальной сети 27 неотвеченных сообщений 5 заявок в друзья 16 комментариев подмывала сменить статус и профильную фотографию но другие личины были против он проголодался рыжая дрянь высосала силы нужно пополнить их и выпить он единственный из всех личин употреблял алкоголь и не маялся похмельем утром карачун растворился в пустынях нижнего мира пост сдал пост принял электронное табло предупреждала что автобус до варшавцева задерживается распечатка на входе в буфет просила не приносить свою закуску карачун слился с толпой с людской сутолкой буфет был забит до отказа посетители спорили смеялись хлистали пиво из захватанных бокалов жрали омлеты и бифштексы в телевизоре пела про ориентацию север лолита милявская карачун встал в очередь усатый мент заказал перед ним два экспресса и отчалил в угол к напарнику в водке 200 и сэндвич буфетчица отмерила алкоголь и разогрела в микроволновой печени аппетитный бутерброд он занял единственный свободный столик шатки грибок на одной ножке положил рядом с графином смартфон гениталии приятно оттягивала кольцо проглотил стопку заел хлебом и ветчиной облизал пальцы и щелкнул вкладку переписки сплошные вопросительные знаки он открыл верхнее письмо ты где спрашивала алексеева лиза он перешел на страницу лизы пробежался по увлечениям и фотографиям щекастая деваха носила на зубах скобы делала бесконечные селфи слушала какого-то оксимирона и какого-то нойза м с смотрела 50 оттенков серого и достучаться до небес он вернулся в переписку и набросал ответ все норм не волнуйся не успел он опустошить вторую рюмку как пришла цепочка сообщений все норм тебя весь город ищет твоя мамка в милицию позвонила школа на ушах стоит поглощая бутерброд он написал я познакомилась с парнем тусуюсь у него отмечу н.г. и приеду ты сумасшедшая снежана алексеева лиза присовокупила к сообщению смеющихся смайликов требую подробностей пока секрет сучка моя сучка фух он послал подмигивающий смайлик налил и вынул из внутреннего кармана пластиковый контейнер снял крышку на одеяле салфеток лежала ногтевая фаланга указательного пальца белел отороченный лоскутками закругленный эпифис на месте вырванного ногтя была вмятина кораллового оттенка карачун скользнул взором по посетителю одутловатые физи пивная пена на подбородках блестящие пьяные зенки менты перешучивались уставившись в планшет буфетчица откупыривала коньяк по телевизору крутили совместный клип киркорова и дискотеки авария он достал обрубок девичьего пальца махнул 50 граммов и аккуратно взял пальчик губами ты моя ты моя самая любимая пел филипп бедросович карачун заживал холодное лакомство маляры впились в кожу раздавили мощные челюсти перемалывали трубчатую кость пресное мясо хрустело и волокна застревали между зубами он грыз и глотал запрокинув голову кадык ходил ходуном стоя в привокзальном буфете карачун блаженно улыбался вновь наливался кровью персингованный член 14 он позволил себе подальше поваляться в кровати наслаждаясь тишиной и бездельем призраки взяли выходной или вовсе покинули квартиру не было ни головной боли не адреналиновой тоски мрачного спутника похмелья словно они с хитровым пили вчера компот словно хитров померещился ему и все те чудные разговоры тоже в девять андрей выбрался из постели разложил гигиенические принадлежности на ванной полке не спеша принял душ и побрился мысли прыгали от привидений книги и обратно лишь пару раз всплыла машей это был хороший показатель домашки не четыре часа езды а целая потерянная навсегда жизнь свежий вдохновленный предстоящим свиданием он принялся за дело сгреб останки коллекции сыпал в два пакета куски пластмассы бумажки ленту с пакетами в руке и легкой тумбой подмышкой вышел из дома обогнул пятиэтажку за ней за асфальтированным пятачком город обрывался черная кое-где поддернутая инеем степь уходила вдаль до бурых терриконов редкие кустики напоминали забуксовавшие тушки перекати поле а сама пустошь вызывала ассоциации с вестернами вон и стайка дворовых шавок койоты дерется за косточку бычью кость перекати поле это зомби растительного мира подумал андрей воскресшие кадавры на службе ветра он прошел по площадке к мусорным контейнером и избавился от юношеских сокровищ тумба грохнула одно прощай клацающий призрак по правую сторону расположился частный сектор тропка петляла вдоль штакетников и калиток мимо большого кирпичного дома ники ковач березовой рощи и вспомнил андрей упиралась в холм он был испещрен норме уличные погребки символ варшавцева наряду с балками крестом несуществующей церкви и чупакаброй то тут то там попадались во двориках сгруппировавшиеся грибки ржавые столбики в чешуйках облезлой краски вентиляционные трубы подземных хранилищ один из бесхозных погребов спас жизнь 14-летнему андрею в ноябре двухтысячного года андрей решил сжечь ветеранскую беседку об этом он шепотом поведал хитровый друг замотал головой ты сдурел солидол догадается откуда он поймет что мы ему отомстили не поймет убежденно сказал андрей собственная смелость поразила его последней каплей стал поход к парикмахеру прямо в приемные ожидая своей очереди он был нагло ограблен вовый и его дружками шакалами молча без суеты вова обездвижил подростка мелочь перекочевала из куртки андрея в карман солидола нестриженный андрей поплелся к хитрову думаешь он только у нас деньги отжимает только нас заставлял биться только меня в балку спихнул до половины варшавцева мечтают спалить его халабуду и его вместе с ней ну и как мы это провернем да просто бензин раздобудешь у папки попытаюсь кивнул хитров бензин он принес полторы бутылки горючий андрей спрятал на балконе за санками цветочными катками теперь подождем сказал он в 14 ждать особенно сложно андрей играл в контр-страйк около стадиона открыли компьютерный клуб брал на прокат видеокассеты его с хитровым потрясли восставшие зады ходил в современник на гладиатора и патриота поцеловался с никой ковыч и после мучительных раздумий понял что ковыч круче одноклассницы веры к тому же она сестра саши а у саша есть своя группа и оборванный концерт подворотни намертво въелся в память ему не очень понравился свежий испеченный кинчевский солнцеворот но хитров приволок пластинку блокада и там все было круто без православия кручины печали он думал о пылающей будке солидола а потом наступил декабрь сегодня сказал андрей сможешь отпроситься у родителей переночуем на быкова я бабушку предупрежу хитров пришел вечером бабушка накормила друзей пирожками удалилась в спальню они посмотрели форт боярд передразнивая старца фуру смеялись но от волнения сводила животы в одиннадцать когда бабушка уснул андрей подал товарищу знак двор за окнами был тихо безлюден солидол или торчал в пельменной или спал надравшись интересно меня могут посадить в тюрьму за поджог идем в бутылке плескалась маслянистая жидкость он чувствовал себя партизаном крадущимся к фашистскому тигру с коктейлем молотова тигр фанерная хибара вырисовывался в темноте стоя подъезда прошипел андрей на шухере чихнешь громко если что мне и так чихать хочется признался хитров терпи андрей по сменил вперед через песочницу прильнул к задней стенке беседки прислушался тишина и лампочка потушена иначе свет бы просачивался сквозь зазоры пальцы крутнули пробку внутри знал он хибара утеплена вагонкой осадков не было месяц дерево и те старые кресла и пуфики что перешли по наследству от настоящих ветеранов займутся на славу он скользнул к входу озираясь нащупал зажигалку приоткрыл дверцы и юркнул в проем тьму оглашали удары сердца и странные чавкающие звуки бедра уперлись в край стола за которым компания солидола пила шмурдяк и и шпилилась в карты андрей чиркнул кремнем в метре от него высветилось лицо толстая изумленная ряха на мгновение он подумал о летающих головах из филиппинской мифологии но башка была накрепко приделана к телу вова по-бабски заверещал журавель панически соображая андрей метнулся назад на улицу он успел заметить копошащуюся тень под столом выпрямляясь сидевший там человек шмякнулся макушкой одно столешницы андрей со всех ног мучался к хитрову переглянувшись друзья ринулись в подъезд на этаж в квартиру андрей защелкнул замок выронил бутылку и уткнулся ладонями в колени они что там ужаснулся хитров андрей зыркнул вглубь квартиры бабушка спала на корточках боясь дышать друзья пробрались к кухонному окну что они делали без света потом андрей осторожно высунулся из-за занавески солидолы журавель топтались у беседки вертели головами высматривая лазутчика они были пьяны иначе среагировали бы на скрипнувшую дверцу он тебя видел требовал ответа хитров кажется нет сказал андрей он ошибся через два дня ему пришлось рискуя жизнью прыгать в погреб в заваленную пожухлой листвой дыру пережидать коченей от холода и страха пока рыскает наверху солидол каким же ты был ублюдком вова подумал 30-летний андрей он позвонил маме договорился встретиться возле кладбища в десять по дороге купил два букета цветов астры на могилу отца и любимые бабушкой каллы выпил чашку латы в шоколаднице уютный короб кофейни напоминал рождественскую шкатулку брошенную в грязь миленькая девчушка застойкой листала глянцевый журнал и надувала пузырь жвачки мигали гирлянды пахло кокосовой стружкой и мятой а снаружи слякоть редкие прохожие провинциальная серость и столь неуместный хью джекман на фасаде салона красоты похолодало черным вихрем кружились вороны над поликлиникой вихрь из перьев и хриплого карканье навстречу шла покачиваясь дородная женщина сокола по асфальту длинные сегментарной палочкой ее подбородок был задран к вороньему краю губы шевелились беззвучно андрей обомлел он узнал школьную библиотекаршу чьи двустишие получали детей обращению с книгой с чьим сыном его заставлял драться у синего надгробия солидол убийства не были редкостью в шахтерском варшавцева как и изнасилование и грабежи не считая алкоголь толкали молодежь на преступления сухопарой замкнутый женис умбетов покинул компанию вовы убив проститутку зарезал жестоко слишком жестоко даже для их города его мать не справилась окончательно с потрясением отовсюду шептались а сыне бы заботилась как о книжках своих воспитала отпрыска андрею было жаль умбетову она на пару с камертоном привела ему любовь к чтению и женис вопреки случившемуся не вызывал клокочущего негатива который он испытывал по отношению к вове или вовиному оруженосцу журавлю пару раз он заставал жениса за чтением что автоматически прибавляла тому баллы умбетова пусть притязательные строгое не заслужила всеобщего астракизма как-то она сказала ему этот город портит людей очерняет души и моего мальчика он отравил андрей мог поспорить город ли или ублюдки вроде солидола библиотекарша шаркала мимо трогая тактильной тростью тротуар она располнела утратила былую царственность смоляная коса посидела а дутловатое лицо усыпали нездоровые бляшки здравствуйте мадина тимуровна библиотекарша сбавила шаг напряглась в стеклах солнцезащитных очков вайфаеров отразились вороны и облака вы меня не помните я в вашей школе учился как твоя фамилия мальчик голос умбетовый был поучительский строк и андрей невольно улыбнулся ермаков андрей отчеканил он помню помню темненький такой вы мне за хадера посоветовали и джекила и хайда как как ваши дела он задал вопрос и тут же обругал себя очевидно дела умбетовый оставляли желать лучшего да вот она стукнула тросточкой и давно вы уже год из-за нервов у меня диабет развился а из-за диабета дистрофия сетчатки она же не старше моей мамы подумал андрей захотелось как-то помочь женщине утешить но та умбетова который он ходил в библиотечный зал своенравная твердая как скала вряд ли нуждалась в жалости мадина тимуровна мельченко фестиваль организовывает поэтический в этот четверг хотите я вас проведу она невесело хохотнула и двинулась дальше по дорожке прямая спина горделиво приподнятый подбородок цокая палочкой бывшая библиотекарша произнесла я не читать им не стану не слушать их я я им всем смерти желаю до свидания брехнул андрей огорошенный честностью слепой женщины они прогуливались с мамой по кладбищенской тропинке от березки на папиной могиле до бабушкиного витого креста вдоль скорбящих ангелов и грозных нуворишей братков из девяностых взирающих с гранитных плит полголый иисус дрожал под порывами ветра его жестяная фигурка была примотана проволокой кинотафу какой-то весельчак повесил на пихту золотой дождик мертвые тоже встречали новый год бабушка в тебе души не чаяла сказала мама ты в детстве просил почистить для тебя семечки а она на лущевого целое блюдо так что зернышки не умещались во рту и ты был похож на хомяка она называла тебя мой хомячок спасибо бабулечкам подумал он глядя на ажурный крест и когда у тебя ноги тянули эти боли роста она ночевала у нас не спала до утра чай готовила на травах и целителя пригласила сказал андрей до подтвердила мама не посоветовавшись со мной он ночью пришел ты спал уже мол во сне лечить надежнее я ее отругала что ты говорю чужого дядьку в дом пустила но ведь благодаря ему у тебя боль прошла а что он делал бог его знает меня там не было шептал колдовал руками водил главное что подействовало мам а кто такая лилия дериш дериш впервые слышу она местная он пожал плечами а фраза белая лилия черной зимы тебе говорит о чем-то на этот раз мама думала дольше кажется да где то я подобное слышала и совсем недавно она прикрыла веки копаясь в архивах памяти кажется почти ухватила мысль за хвост но хвост выскользнул она признала поражение голова дырявая а может померещилась скажешь если вспомнишь это важно андрюш робко сказала мама на выходе с кладбища вы с машей поссорились мы расстались мам ее рука сползла с его локтя он обернулся и увидел слезы в маминых глазах и всполошился ну ты чего век такой никто никому не нужен только ты мне а я тебе ты солгал сказала мама сокрушенно прости меня прости мама вздыхала отказываясь верить сыну вы же обвенчаны это грех андрюш это жизнь вороны взмывали к тучам по спирали и каркали 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 15 вестибюле дома культуры сновались снежинки зайчики и тигрята воспитательница облаченная в костюм снежной королевы командовала шебутной оравой или я зову оставь в покое гончарова стёпа не лезь на перила не никому не разбредаться до прихода родителей дети галдели скакали и приплясывали девочки повзрослее танцовщицы из ансамбля грация заняли скамьи вдоль стены сгорбились над айфонами прошел голенастый ахающий на все лады камертон елена васильевна статуэтки уже подвезли час назад артур олегович известила художественный руководитель вопреки своей фамилии сова она больше походила на крольчиху подрагивал и морщился нос выпирали передние зубы необъятный зад раскачивался при ходьбе на столе в актовом зале поблескивали четыре одинаковые статуэтки железные болванки постаменты и торчащие из них кованые перья грубые увесистые инсталляции награды лучшим поэтом города членов жюри и приз зрительских симпатий местный умелец по мнению хитрого весьма точно уловил суть растрепанные перья намертво впившиеся в индустриальную основу как нельзя лучше характеризовали варшавцевских поэтов камертон крякал довольный ворочил тяжеленные статуэтки сторож чупакабра выглаженный непривычно трезвый таскал из кладовки декорации предпраздничное настроение наэлектризовала воздух хитров с превеликой радостью отдался бы его мандариново шампанской власти но прежде необходимо было разобраться с первоочередной проблемой с призраками он отыскал фойе директрису и рапортовал утренник провели а как там подготовка концерту мы на твою группу возлагаем большие надежды слабать им что ли песню о вове подумалось хитрово сегодня и завтра порепетируем еще отполируем не подведи нас на кону репутация дк она всегда говорила нас мы словно срослась с пышными колоннами с хламом реквизитом с пианино плящимся на повороте к туалету тамара георгиевна я отлучусь ненадолго проведу ребенка беги конечно небо заволокли тучи их темные животы почти касались крыши звезды на верхушке главной городской елки очень хотелось снега снег очистит снег протрезвит изгонит из варшавцева бесов жигуль поплыл по лужам мои змеи кассеты ермакова лиля дереж где тут связь хитров выстукивал пальцами ритм и ритм был тревожным дерганым он ехал домой впервые за несколько дней пора повести себя по-мужски тучи ползли из степи окружали человеческое жилье хмурые пустые улицы эй ты храбрец говорили они мчиська назад в дыка к людям не думай что тусклый солнечный свет помешает нам мы приходим и днем и ночью мы шипим извиваемся мы оплетаем холодными телами шеи живых и давим 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 автомобиль встал у гаражного кооператива по пустырю гуськом семенили утки во враге шевелился мусор хитров вошел в подъезд тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук стучали пальцы по лестничным перилом в левой руке как оружие он сжимал телефон включил камеру запись отпер дверь и прицелился объективом в коридор тихо чудесно тихо он вспомнил всех этих борцов с потусторонним константина ван хельсинга брюса кэмпбелла и миниатюрную школьницу баффи заодно они бы засмеяли его трясущегося едва передвигающего ногами но они-то давно выклись и сверхъестественное стало для них повседневной рутины хитров никак не желал приспосабливаться к подобному у перечисленных им героев не было детей крошечных подвергающихся смертельной опасности ангелочков замирающим сердцем он вошел в комнату юлы камера фиксировала кроватку игрушки книжный шкаф барабаны на пушистом коврике валялся оброненный желтый томик приключение домовенка кузи это наша квартира ты дерьмо протоплазменное мы здесь прописаны ясно тебе никто не ответил страх понемногу отступал сменяясь гневом это пыль на подоконнике и сухая земля в цветочных катках и смятые в попыхах платья да как оно посмело вторгнуться в их уют в их с ларисой мир под подошвой громко зашуршало смея приготовившаяся атаковать гадюка он отпрыгнул и выругался черт подери испугаться пластмассовой обезьянки юлины погремушки он запихнул телефон в куртку проверил гостиную кухню кухня его особенно раздосадовала на плите стоял испортившийся ужин кастрюльки со скисшим молоком бульоном присохшим пюре пожрать не дала сволочь будто мстя он выскрип в унитаз содержимое блюдце приспособленного ларисой под кормушку для домового блюдце звякнула рукомойник он оглядел квартиру и громко сказал я тебя лиля не знаю а теперь и знать не хочу после нового года мы сюда вернемся чтобы к тому моменту духа твоего здесь не было он убрал кастрюльки в холодильник прихватил продукты с длительным сроком хранения стремительно вышел из квартиры запер дверь лариса это ты раздался голос этажом ниже это я тетя жень откликнулся хитров между против перил возникла угрюмая физиономия соседки тетя женя враждебно осмотрела хитрого будто выискивала хвост и рога а где лариса не поздоровавшись спросила она мы к моим родителям переехали до конца праздников рапортовал хитров к родителям ехидно протянула соседка жену значит сбагрила сам гуляния устраиваешь гуляния озадачился хитров он показал негодующий тете жени пакет я за вещами забегал а ночью ты зачем забегал ночью ты мне ягненка не строй настаивала соседка до часа ночи топот на барабанах своих бряцаешь я ларисе все расскажу как ты без нее время проводишь и ты смотри шипеть он на меня будет шипеть изумился хитров ты или дружки твои когда я позвонила чтобы вы бардак заканчивали в трубку шипел мне кто она подумал хитров она на вас шипела тетя жень извините только и смог выдавить он перед лариса извинишься бросила соседка и потопала вниз по ступенькам я была тебе лучшего мнения анатолий добавила она напоследок первым порывом хитрова было известить ермака он уже вынул телефон но вспомнил что сегодня у товарища встреча с никой ермакову не до чужих призраков раньше хитрова бы это не смутило раньше он по-хамски как настоящий близкий друг срывал свидание ермакова выпроваживал своим присутствием ермаковских пассий люд элит время скорректировала их отношения добавила тактичности деликатность сука прошептал хитров за дверями квартиры которую он только что покинул зашуршала детская погремушка пересыпались бусинки в полой голове пластмассовой обезьяны ручка двери плавно опустилась и снова приподнялась туда и обратно туда и обратно 16 он заметил ее издалека длинноногая рослое с рассыпавшимися по плечам локонами не здешняя как яркая анимация врезаны в блеклый мир реальности большущие глаза крупный красивый рот ткнулась носиком в протянутый им букет роз ты мне снился ермаков что я делал в твоем сне секрет ника подхватила его под локоть и они вошли в супермаркет духовые исполняли рождественские гимны светились искусственные елочки в витринах бутиков фанерный олень рудольф волок санки с фанерным санта клаусом эскалатор доставил на второй этаж в суши баре бамбук китайский шелк и бумажные фонари соседствовали с хвойными венками снеговиком из ваты не коснила куртку и андрей едва оторвал взор от ее стройных затянутых нейлоном бедер он понадеялся что не таращится слишком нагло пять месяцев он был лишен секса а синее платье ники так эффектно подчеркивала фигуру плотно облегала высокую грудь мысль из подволь посетившая его могла бы оскорбить девушку стриптизерша не привыкать что мужчины глазеют на нее ты восхитительная сказал он ты тоже ничего она порылась в сумочке да и руку он подчинился и она вложила ему в ладонь деревянную куколку цилиндрическое тельце и шарик головы с ушком на темечке у куколки была схематичная набросанная штрихами личико раскосые глазки и розовый бантик губ это тебе сувенир из японии какая изящная оценил андрей это кокеси забытое дитя крестьяне 17 века использовали ее вместо контрацептивов что андрей завертел куклу в пальцах соображая как именно работала полая деревяшка нет нет прыснула ника ничего туда не засовывай считается что кокеси оберегает от нежелательного потомства от дочерей если семья мечтает о сыне от появления детей которых нечем прокормить но со временем она стала амулетом приносящим удачу в наруто устраивают праздник кокеси награждают лучших куколок а плохих сжигают суровые товарищи решишь заводить детей спрячь ее куда-нибудь в шкаф не думаю что это будет скоро они заказали вино картофельный салат шашлыки яки тори и роллы нам еще по 700 но так что в каждой руке спела ника немало его растрогов пока несут саке подтвердил он ты знаешь гребенщиков и я в восторге кто же его не знает но он обвел жестом бар и остальное варшавцева и так ника откинулась на спинку стула платье хоть и было весьма скромным без декольте подчинила себе разум андрея ты не женат я состоял в гражданском браке и мы были повенчаны серьезно расстались в августе после восьми лет отношений ника присвистнула мой самый долгий роман уместился в полгода а почему расстались если не секрет классика она ушла к моему лучшему другу она беременна скоро свадьба все счастливы тетки вечно совершают неправильный выбор кто знает какой выбор правильный на улице накрапывал зимний дождь размывал площадь за окном внутри было тепло и уютно официантки косились в сторону андрея перешептывались долетали обрывки фраз телеведущий инопланетяне мне даже неловко фыркнула ника ты такая знаменитость я боюсь что поставил жирный крест на нормальной журналистской работе кто всерьез воспримет специалиста по ети только ети она клевала палочками салат чувственные губы белоснежной зубки это обворожительная улыбка андрей воображал ее на пилоне гибкую сильную извивающуюся в свете прожекторов ну что поинтересовался он похожую на японскую еду нет призналась она но вполне съедобно ему нравилось как ника гримасничает как смеется гортан на а в конце чуть смущенно прикрывая рот такого дикарского хохота учитель-методист мария аронова себе бы не позволила нравилась ее порывистость до сих пор не могу класть ногу на ногу сказала она ерзая нас учили что это вульгарно каково было твое первое впечатление от токио банальщина но это действительно город контрастов я летела через хельсинки из холода в жару в аэропорту злющие чиновники иммиграционной службы и очень приветливые таможенники помню как ехала в центр города видела все эти бамбуковые рощи рисовые поля черепичные крыши а потом мост и за ним гигантский мегаполис такийская телевышка саншайн-сити небоскребы она посмотрела на заоконную слякоть на зябшего ильича будешь помогать мне с акклиматизации почту за честь они чокнулись бокалами ты обещал рассказать мне об утреннем курение о о том что ты делал у магазина вчера ох андрей помолчал собирая мысли в подобие строя строй вышел шатким ты веришь в привидений повторил он давишь не вопрос хитрово передавал эстафетную палочку в японии их очень много не удивилась ника приведение деревья приведение зонтики да что угодно он не стал уточнять что перечитал гуру справочников о е кай и ю рэй и с закрытыми глазами отличит питающегося лампадным маслом хулигана а буракаго от безобидного мощика бобов адзукиарай у тебя дома живет привидение буднично спросила ника а андрей рассказал про руку из тумбочки и свой позорный побег и про толю змей заговорившую елу вы чего мужики изумилась ника у вас была возможность пообщаться с загробным миром а вы просто смылись он пристыжно улыбнулся я бы голову дала на отсечение лишь бы увидеть подобное но признаю хитровские фантомы выглядят страшнее твоих что оскорбился андрей да его привидение рядом с моим не стояла подумаешь змеи моё уничтожило полсотни кассет и благодаря ему мы встретились пообещай что позовешь меня если она вернется я всю жизнь мечтала познакомиться с духом он представил ее в своей квартире и нарисованная картинка его вдохновила то есть ты мне веришь безоговорочно ты обязан провести расследование выяснить кем была это лиля составишь компанию словно мы придумываем очередную игру ухмыльнулся он не сомневайся они просидели до закрытия наперебой обсуждая настоящее прошлое они говорили о сакуре татуировках туризме фастфуде фильме васаби фильме отряд самоубийц а дети гаджетах мемах сырой рыбе об аниме и медзаяке музыки вообще и музыки для шоу тайма в частности о сладостях пандах сезоне сливовых дождей социальных сетях и гороскопах о манге хентай вегетарианстве а группе тату и борисе акунь не а фудиями и братьях стругацких и черт знает о чем еще и о лиле дериш которую никто из них не помнил туалета в суше баре не было и андрей воспользовался общим туалетом супермаркета над кабинками змеялись трубы в серебристой изоляции за стеной что-то чавкало и урчало и он никак не мог понять сантехника это или человек вздумавший кушать в сортире фантазия подкинула образ из актуальной японской мифологии а канаме питающийся антисанитарии уродиц шлёп 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 движется фиолетовый язык облизывая до блеска ободок унитаза выгнулся когтистый позвоночник и выпученные глазки закатились от удовольствия но и ерунда творится в моей голове пробормотал андрей он вызвал такси и волга повезла их по ночному городу где призраков было в избытке каких угодно нико поймала его руку и сжала пальцы таксист ковырялся в приемнике листал радиостанции краем сознания андрей отметил что все попадающиеся исполнители мертвы жанна фриске мурат насыров боу и а нет вот джордж майкл живей живых старый анонист ника улыбалась в полутьме салона снаружи вспыхивали редкие оконные звездочки барабанили по ветровому стеклу дождинки он чувствовал себя мальчишкой взволнованным опьяненным хотелось целоваться за гаражами спрятаться в шкафу охотиться на призраков автомобиль миновал бабушкина пятиэтажку свернул на болото частного сектора затормозил у дома ники я приду в девять извещала маленькая ковыч брата опоздаешь пеняй на себя отвечал саша и взявшись за руки андрей ником чались на карьер ну замялся андрей пока пока подумав согласилась она они поцеловались стоя под дождем быстро и нежно ника помахала ему из-за калитки вот черт подумал он прыгая в машину надо было напроситься на чай повезло тебе развязно сказал таксист повезло кивнул андрей по радио сообщили что джордж майкл автор прозвучавший только что песни скончался от сердечной недостаточности позавчера семнадцать ей было двенадцать а ему четырнадцать и они вызывали дух брежнева оба имели смутное представление о том кто такой брежнев и почему о нем сложено столько анекдотов ника была уверена что генсек плохое слово за которое можно получить взбучку от мамы но они представляли себе в целом и кустистые брови и грудь в медалях да и бабушка ники любила пересказывать одну историю как-то не старая еще бабушка шла по фабрике где работала и проходила мимо красного уголка в тот момент со стены сорвался портрет леонида ильича и стекло разбилось в дребезги на следующий день сообщили что брежнев скончался это его призрак побуянил добавляла бабушка ника задернула шторы дети взяли по карандашу в каждую руку соприкоснулись их кончиками как мушкетеры шпагами соорудив эдакий крест брежнев мы вызываем тебя гробовым голосом объявила ника и зыркнула на хихикнувшего андрея больше не буду пообещал приятель втягивая щеки брежнев если ты здесь пусть карандаши поднимутся вверх они поднялись немедленно не размыкаясь встали домиком а потом под радостные возгласы ребят вернулись на прежнее место они по очереди задавали вопросы брежнев прилежно отвечал если да карандаши плыли к потолку если нет пригибались вниз брежнев сказал что он в раю что там классно много игрушек и мультфильмов он пророчил ники и андрею богатую жизнь полную приключений и переезд в америку в диснейленд у меня будет муж спросила ника да сказали карандаши он сейчас далеко нет ближе чем за сто метров до брежнева вспугнул заявившийся саня но ника и так все для себя уяснила с новым знанием о будущем они засели смотреть вольтрона 16 лет спустя она с улыбкой вспоминала их наивный спиритический сеанс на губах теплился поцелуй озирая пустой дом она жалела что не пригласила ермакова в гости сейчас ей бы не помешали более глубокие затяжные поцелуи его длинные пальцы но правило никакого секса на первом свидании она чтила свято даже когда речь шла о человеке с которым у нее был опыт совместного вызывания генсека танцовщица не тождественно проститутки толдычила она бабули с ермаковым ника познакомилась за год до карандашного спиритизма напротив ее двора располагался гараж ракушка и она увидела в окно двух пацанов сегающих с крыши в кучу октябрьской листвы чернявый мальчик пришелся ей по душе она только-только разлюбила одноклассника мишу застукала своего избранника сморкающегося в руку и размазывающего сопли под нищу парты любовь закончилась навсегда и вот она наблюдает в окно за чужой игрой и щеки пылают и сердце колотится учащенно она достала сашин фотоаппарат и притворялась что фотографирует мальчиков сквозь стекло то исчезала за занавеской то появлялась на миг как папарацци следящий за звездами прыгуны засекли ее и стали скакать в листву ловчея картина на показ русый толи хитров продемонстрировал язык отчего она покраснела до корней волос зато чернявый помахал из рыжей кучи и таким был запечатлен на пленке памяти отмеченный черной ленточкой портрет брата встречал ее в гостиной ника бросила цветы на столик стянула через голову платье и вынула из гардеробы домашние джинсы и футболку оделась расправила на груди принт бога ганешу ассоциирующегося у нее с приставками дэнди эмблема японских консолей был как раз слоник в волки показывающий пальцами пис рука скользнув по бедру нащупала что-то в кармане странно она ведь не надевала джинсы после стирки забыла в них токийскую мелочь ник ожидал увидеть монетки 50 йен дырочкой по центру напоминающий куриного бога или 100 йен сакурой на аверсе но в ладонь лег запаянный пакетик белые таблетки пули под прозрачной пленкой целые не пострадавшие в стиральной машинке блин нахмурилась ника еще колеса она что перевезла через таможню килограмм наркоты либо света не спросив распихивала ей по карманам таблетки либо она сама забыла в забытье и припрятала их ты попробуй разок увещевала света балдеж такой словно не танцуешь а плаваешь вокруг шеста и все эти и пошки тебе розовые вернее радужные съешь радугу как-то говорилось в рекламе ника с ностальги мяла пакетик пальцами покосилась на окантованный лентой портрет ей почудилось что взор сашу стал суровым недовольным она повертелась в поисках сосуда для цветов встала на цыпочки и сняла с гардероба хрустальную вазу пошла в ванную напевая под нос песенку с плена выбросила таблетки в унитаз и пожала плечами мысли снова вернулись к ермакову взрослому элегантному пышущему уверенностью в себе и к тому мальчику с которым она исследовала степь рисовала карту варшавцевских парапетов до темноты играла в бадминтон и пернатый валанчик упруга порхал над городом вместе они раскрашивали глиняные фигурки найденными на чердаке красками андрей смастерил для нее качели и закопал бусы в саду чтобы она искала сокровища он был единственным подростком в котором отсутствовала привычная для варшавцева жестокость в хитрове она тоже отсутствовала но хитров был щуплым и кривоногим и поэтому не считался в старших классах за ней ухаживал парнишка и впервые поцеловавшись с ним засос она подумала боже какой он слюнявый не то что андрей черт она до 18 лет мерила кавалеров по мальчишке прыгавшим в листву с гаража упиваясь воспоминаниями никка прополоскала вазу наполнила водой шорох она услышала по пути в гостиную неужели мыши ничего удивительного дом пусть и находился под бабушкиным присмотром долго пустовал а до кишащей грызунами степи рукой подать мышей ника не боялась она пересекла кухню комнату и встала у полки набитой DVD дисками коллекционировать фильмы начал саша увлечение передалось и ей теперь эти коробочки просто собирали пыль ника ввела комнату взглядом внимание привлек телевизор точнее то что шевельнулась в его зеркальной плоскости она уставилась на экран на собственное отражение на отражение смежной комнаты в спальне саши в которую после его смерти перебралась мама ника повернулась и посмотрела в дверной проем ваза выпала из рук и оплескала ступни холодной водой но она даже не заметила этого 18 призрак остепенился или вовсе съехал его вполне удовлетворил учиненный акт вандализма андрей потянулся разминая суставы улыбаясь собственным мыслям ника 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 кто бы мог подумать что она вырастет такой роскошной он расписывал маша свои детские похождения целомудренные поцелуи за гаражом а как она выглядела твоя ковыч интересовалась маша с показной ревностью скрывая ревность непоказную как и все двенадцатилетние девочки извращенец насупливалась маша она была ужасно ревнивый щурилась косясь в его переписку заочно ненавидела его коллег женского пола его бывших пока сама не стала бывшей говорила я умру если ты мне изменишь а на периферии уже маячу богданчик все возвращалось андрей склеивал жизнь как разбившуюся вдребезги стеклянную игрушку перетасовав нечаянно осколки и теперь разрозненные кусочки соприкасались что же будет дальше он перетащил елку из кухни к телевизору нашел в кармане подарок ники японскую куколку к кэсси нацепил на пушистую ветку он впервые за много лет украшал елку в одиночестве подготовка к новому году была важнейшим ритуалом в их с машей семье шарики дождик хрупкие ломкие атрибуты счастья нарядив зеленую красавицу они пили у ее подножья виной занимались сексом а утром маша выныривала из постели мчалась босоногая в мужской футболке на голое тело распаковывать подарки верещала радостно и целовала андрея у нее были родинки на плечах и ребрах и маленькая татуировка на ягодице панда с красным бантом бунтарский жест семнадцатилетней машки она ужасно стеснялась его и даже на море следила чтобы пандочка оставалась под плавками все отдано богдану татуировка родинки мигания гирлянд и фамилию она смеет сароновой на селе в острову не бывать марии ермаковой вместо общих детей противозачаточный амулет из японии как эссе раскачивалась и кивала андрей вдохнул аромат смолы сел на диван и клацнул пультом в новостях говорили о разбившемся самолете и погибших музыкантах високосный год сдавая смену стремился посеять больше смертей свалить на людские головы больше горя и утрат андрей приглушил звук вооружился книгой поплавать полчаса на средневековых кораблях и баиньки а я отлично справляюсь без интернета похвалил он себя флагманская каракка едва отчалила от берега когда зазвонил телефон ковач высветилась на дисплее сердце забилось быстрее она изменила решение скажет что ей грустно одной что слишком много они не успели обсудить или вот я тут разучила танец и мне нужен зритель его устраивали все варианты я как раз думал о тебе он насекся услышав взволнованный голос ники ты можешь прийти ко мне прямо сейчас я понимаю что поздно в трубке дул ветер она была на улице совсем не то что андрей воображал что-то случилось нет или да мне не кому обратиться кроме тебя ты должен прийти проверить она почти плакала умоляю тебя я буду через пять минут перебирая варианта он оделся и выскользнул за дверь от озаренного фонарями двора в непроглядную темноту проселочной тропинки сказывались наплевательское отношение властей к вопросу освещения стайки подростков варваров дождь прекратился ботинки хлюпали в лужах мерцал маячок на далекой башне андрей включил фонарик и шарил лучом по кустам штакетнику дремлющим домишкам фантазия рисовала картины гораздо мрачнее предыдущих к ковыч залезли грабители ее он шарахнулся от залаевшего за забором пса покусали собаки я здесь окликнула нека она ждала у калитки в джинсах курточки наброшенной поверх футболки и в домашних запачканных грязью тапочках курилой таращилась на андрея взбудоражена в льющемся из ее окон электрическом свете он заметил ее расширившиеся до предела зрачки господи спасибо тебе андрюша она прижалась к нему трепещущим телом что произошло я не знаю я увидела кое-что в доме в комнате брата кое-что такое что же спросил он глади ее по всклокоченным волосам мне померещалось наверное но это было так реально хочешь чтобы я посмотрел да да а после вызывай скорую или кто там забирает сумасшедших психушку она поглядела на него обреченной сразу помолодела на полтора десятилетия девочка испугавшаяся паука прогони его хнычит она юный андрюша берет прутика идет спасать свою возлюбленную стой тут велел он и пошел по плитам подъездной аллеи луч ковырнул кирпичную стену вот летняя кухня вот будка туалета сухие лозы виноградника на шпалере порог и приоткрытая входная дверь он отсалютовал сигаретному огоньку за спиной поднялся по ступенькам мысли роились в голове то что померещилось некие она связана с призраками прихожая освещалась включенной на кухне лампой прямо по курсу кухня правее конура туалета округлый бок обогревателя андрей шагнул на кухню дом был просторным и по меркам начала нулевых богато обставленным саша ковыч умел зарабатывать деньги откупался от родных мебелью навороченной гарнитурой посудомоечной машиной за этим столом покойная мама некий кормила андрюша оладьями в комнатах царила тишина он слышал только собственные шаги шарканье ног стук крови в ушах до шорох пальто глаза пощипывал от напряжения мне не страшно соврал он самому себе не доставала операторов с камерами на перевес осветителя микрофона в руке готов поехали мы ведем прямой репортаж из особняка ковычей за этим местом издавна закрепилась дурная репутация старожилы обходят кирпичную громадину десятой дорогой по ночам ветер тоскливо завывает в трубах я ощущаю постороннее присутствие ледяное дыхание обжигает затылок здесь 11 лет назад умер от передозировки александр ковыч не его ли не упокойная душа стинает на чердаке никаких стинаний никакого воя он не слышал шумовые эффекты наложит при сведении режиссер монтажа он пошарил ладонью по стене и зажег свет в гостиной скользнул взглядом по плоскому монитору телевизора dvd микрофон у караоке диском за стеклом когда-то это было признаком зажиточности материального благополучия саша ковыч травил варшавцевскую молодежь зато мог позволить себе мини-бар и караоке на стеклянном столике лежали подарены андреем розы со спинки кресла небрежно свисала синее платье коврик был мокрым андрей нагнулся за оброненной вазочка и выдрузил ее на столик окунул стебли цветов в оставшуюся на донышке воду навел порядок друзья съемочная группа подвергает себя смертельному риску дабы вы первыми побывали в самых зловещих уголках нашей страны обратите внимание на гардероб кажется именно в нем запирался ваш покорный слуга чтобы полистать порнографические журналы будущее стриптизерша ковыч составляла ему компанию в моде был силикон и хитроумные интимные прически а теперь пройдемте в спальню мама саши на два года пережившая сына успела сделать перестановку избавилась от вещей отпрыска от гитары и коллекции коньячных бутылок вытянутый как вагон комнатки теснились кровать и трюмо проникающего из-за спины света хватало чтобы различить нечто громоздящиеся на постели длинная узкая белая она точно вырастала из вспаханного белья и оболочка его была матерчатой плоть от плоти постельных принадлежностей друзья на этот раз никаких постановочных кадров никаких трюков никакой лапши вадим с ними это крупным планом эксклюзив дикое но симпатичное привидение с моторчиком андрей торопил и взирал в глубь спальни там в полутьме сгорбился человек укутанный тканью ткань облепила голову очертила локти и сложенные по-турецки ноги самая банальная разновидность призраков призрак простыня запечатлеен подобное на камеру и вопила бы разгневано это лажа ермаков никто не испугается пододеяльника разве что похитители белья нервно ухмыльнулся андрей в мультике карлсон гонялся за стокгольмскими преступниками приручив метлу гремя ведром карлсон ники сидел бездвижно сидел и вглядывался в визитера сквозь ткань а потом подался вперед так резко что андрей прикусил язык от неожиданности форма на кровати поменяла позу точно ее переключили рубильником из положения выкл в положение вкл складки задвигались простыня стала сползать обнажая начинку серо-жемчужную кожу влажную я склизлую как шапочки маринованных шампиньонов свалявшиеся задубевшие лохмы массивные плечи и огромную бабью грудь два свисающих на живот куска холодного мяса андрей наверняка знал что холодного от женщины на кровати веяло с лякотным декабрем прелыми листьями канавой хрустящей наледью она пахла землей и смертью грудь лоснилась будто в нее втирали масло блеклые соски сочились тошнотворным молозивом и между полусферами пролег вспучившийся изогноившийся шов он рассекал пополам пышные телеса и раздваиваясь убегал за ключицы позвонки мертвячки захрустели как ломающиеся сучья когда она повернула голову широкое отекшее лицо сужалось к остренькому подбородку миниатюрный носик почернел на кончике вспомнился глупый боевик в котором фигуристая деваха сражалась с захватившими небоскреб террористами очень долго принимала душ та самая деваха сидела сейчас на кровати в спальне ники заштопанная патологоанатомами текущая трупными соками вики лин хоган она же анна николь смит звезда плейбоя 10 лет назад как закопанная в землю флориды мертвячка высунула язык и сладострастно облизнулась пальчики прошлись по воспаленному шву приподняли грудь совсем как на постере который будоражил подростка ермакова алый рот искривился как у частично парализованного человека и анна николь смит сказала он поворачивают пятый ключ русская речь просыпалась из гортани как скрижащие щит друг от друга осколки стекла голос не мужской и не женский голос пробивающиеся из-под толщи грунта справа от ошеломленного андрея скрипнула дверь шкафа купе стала отъезжать ролики тарахтели в направляющей рельсе пятый ключ прошипела из недр гардероба и тень прячущаяся в ворохе одежд полезла наружу андрей попытался закричать но голосовые связки родили лишь клёкот клёкача и тараня мебель он кинулся прочь девятнадцать она не знала как давно находится здесь время закончилось чувство голода отмеряла часы в ее тюрьме не было окон я снилось солнце мама и подружки просыпаясь она видела грубую фактуру колонна битую металлическими листами дверь бетонные ступени она давно не пыталась кричать в этой норе крик превращался в слабое сипение мысли таяли как жвачка на июльском асфальте склеивались постоянно хотелось пить и спать хотя сон она воспринимала как награду и утешение у ног ее стоял старенький обогреватель включенный на полную мощность он высушивал воздух воровал кислород и пленница пребывала в полудрёме как в тот единственный раз когда она покурила с максом травку язык прилипал к шершавому небу казалось даже глазные яблоки пересохли и царапали изнанку век макс потом кормил ее омлетом и кукурузными палочками и придерживал волосы пока она блевала в унитаз снежана всхлипнула без слез их запасы всяк ресницы задеревенели от хлопьев высохшей слизи и веки норовили сомкнуться при любой возможности на смену изнуряющему страху пришла апатия точно душа умерла раньше плоти упорхнула прочь не выдержав всепоглощающего ужаса девушка осознала что больше не боится своего тюремщика она ненавидела его презирала каждой клеточкой измученного изувеченного тела но страшиться не осталось сил она опасалась что скоро погаснет и ненависть последняя человеческая эмоция замерцает напоследок ржавым тупым бесполезным ножом и будет лишь кукла лишь обманчивая тук 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 в груди а там и биение прервется она посмотрела на себя со стороны сказала сдохни побыстрее никому не нужна инвалидка максу плевать на нее он не придет не вызволит из лап маньяка родители пахнычут часок и утешатся дебилкой сестрой кому какое дело что она гибнет в этом подвале чертова батарея катила клубы жары зудела кожа и голова чесалась ноздри ловили запах жженной резины химии кислого пота хорошо что макс не увидит ее такой вонючий и грязный она надеялась что к похоронам если похороны состоятся ее приоденут и вымоют снежана сидела на облезлом пропитавшимся мочой кресле с низкой неудобной спинкой разведенные руки покоились на подлокотниках их стиснули кандалы по кольцу от наручников впились в каждое запястье к браслетам были приварены цепи уходящие куда-то за кресло за спину строительный хомут накрепко перехватил щиколотки снежана могла перемещаться по жесткому сиденью от подлокотника к подлокотнику могла наклоняться вперед сантиметров на 15 на этом ее свобода передвижения ограничивалась не было смысла биться в истерике пробуя разорвать цепь она лишь травмировала себя делала за палача его работу она не помнила как очутилась в подвале как позволила ублюдку пленить себя и где именно подвал расположен детали похищения вышиб удар удар она тоже не помнила но висок соднил и шишка пульсировала сцена она выходит из школы шагает мимо памятника и торгового центра мысленно обругивает макса дальше тьма и в ней как в черной воде плавают лоскуте узкий коридор слоящаяся по белка потолка она очнулась в подземелье психопата визжала и брыкалась молила о пощаде звала на помощь проклинала угрожала требовала рыдала до хрипа с нее сняли джинсы пуловер и футболку благодушно оставили некогда белое а теперь посеревшие нижнее белье она решила что это верочка тимченко мстит из-за насмешки и обидные клички за то что она бросила верочки в пюре дождевого червяка и облила ту краской несколько часов проведенных в заключении она считала что жируха наняла мужика отомстить проучить напугать пока я не оттяпали палец хрусть и садовый секатор перегрызает косточку палец маникюр она сделала накануне отваливается и кисть будто вспыхивает пламенем тогда она со всей сводящей с ума отчетливостью поняла что ей конец и ни жируха верочка никто либо другой не знают где сейчас снежанна скритская с тех пор ей отрезали оба указательных пальца на линялом в бурых потеках чехле подлокотников возлежали искалеченные жалкие руки садист прижег обрубки раскаленной ложкой кровь шипела поджариваясь ее рвало на собственные колени обморок никак не наступал форвард тайком приносил я обезболивающее забинтовывал обрубки пламя унилось культе они мели раны нудные мерзко ныли казалось незримой твари сосут ее косточки иногда пальцы крутила фантомные боли догадывалась она откинувшись на бок насколько позволяли путы она блуждала взором по камере подвал расширялся влево и тонул во мгле за вторым рядом колонн справа была кирпичная стена на нее форвард повесил гирлянды единственный источник света в обители тьмы и страха лампочки мигали попеременно загорались красные желтые затем зеленые синие издевательское напоминание о празднике о доме о маме который начхать на нее тем более сейчас когда дочурка стала уродиной калекой красные желтые зеленые синие и слепота изредка мучитель включал лампочку под потолком и темнота спадала обнажая длинное подвальное нутро что-то вроде поделенного на секции загона для лошадей в остальное время нет никакого времени мир сужался до трех колонн гирлянды этих жутких забинтованных рук двери ступней кирпичной кладки голых ног дрянного трона и обогревателя с вывернутым до предела регулятором прощай мамочка думала снежана и чтоб ты сдохла прощай папочка и чтоб ты и сдох прощай лера маленькое дерьмо чтоб ты облысела тварь в невесомости за закрытыми веками она рисовала страничку в социальной сети удачное фото на аватарке мейкап и облегающие платья в нем единичка превращается в двоечку курсор скользит повинуясь мысленному импульсу она скроллит новостной ленту кто-то лайкнул ее пост фиг тебе не ответный лайк димочка курсор парит мушкой с аккаунта на аккаунт крах страница растворилась схлопнулась лязгнул замок дверь распахнулась и по ступеням хлынул водопадом свет снежана зажмурилась подобралась вдавилась лопатками в кресло это я известил форвард невольный вздох облегчение вырвался из легких форвард кормил ее и поил ухаживал за ранами он даже попробовал отвлечь ее читая вслух книгу но она вылой сучила ногами и он забросил эти уроки вне классного чтения форварду запрещалось болтать с ней но кое-что она выведала в частности именно садистов заику звали карачун это он приволок ее сюда раздел и отрезал пальцы заставил продиктовать пароль от странички форварда не интересовала нагота девушки карачун же откровенно пялился на ее ляжки на грудь под измаранными чашечками бюстгальтера груди там и не было сплошной пушап но брюки карачуна вздыбивались как туристическая палатка и судя по выпуклости член его был больше чем у макса в три раза в кошмарах он насиловал ее своей огромной тошнотворной палкой но в реальности что-то сдерживало подонка надолго ли по словам форварда карачун был божеством он жил в царстве вечного холода где ему подчинялись медведи волки полярные совы и обмороженные трупы снежана видела пьяного дегенерата с топорщищимся хреном карачун сказал форвард съел ее пальцы вторым был могильная свинья про свинью она старалась вообще не думать чтобы не опорожнить желудок форвард третий в их компании был мальчиком лет тринадцати обходительный робкий затюканный ее кормилиц источник скупой информации поначалу она надеялась что он поможет ей сбежать но надежды быстро угасли она больше не обольщалась его вежливостью карачун могильная свинья и форвард были одним и тем же человеком долбанным психом с расстроением личности которого она про себя нарекла оборотнем и все же она обрадовалась услышав ломающийся голос подростка пусть и доносился он из той же пасти что сожрала ее пальцы форвард был лучшей ипостасью оборотня привет сказала она фокусируясь привет форвард оставил возле кресла поднос и развязал ноги пленницы крошечным ключиком о она бы убила всех троих за этот ключик отщелкнул левый наручник она подергала запястьем восстанавливая кровообращение выдрессирована привстала опираясь на правый подлокотник он просунул ей под попу миску из нержавейки смущенно отвернулся когда она приспустила трусики ни о каком стыде речи уже не шло пописов снежана села обратно в кресло форвард потянулся к хомуту но она за шептала хотя бы минутку без него хорошо услышь она его голос по телефону приняла бы за настоящего подростка батарея слишком греет форвард виновато улыбнулся мне нельзя ничего трогать карачун накажет меня только чуть-чуть он сдался подкрутил регулятор заика снова врубит его на полную мощность но какой-то короткий промежуток без времени она не будет давиться пластмассовым воздухом форвард взгромоздил на ее колени поднос тарелка гречки хлеб чайник красного как марганцовка чая каркаде снежана выпила целый стакан взялась за ложку мама умилилась бы ее аппетиту а всего-то надо было не орать на старшую дочь а от хренячить ей пальцы и ваш ребенок уплетает кашу за обе щеки форвард опустился на корточки он рассеянно улыбался и теребил книжку ту самую со стежками с книжицы он не расставался снежана выгнула кисть так словно оттопыривала несуществующий палец ложка цокала тарелку гречку не досолили вкусно поблагодарила она нацедила еще каркаде форвард она тщательно подбирала слова неверный вопрос мог нарушить гармонию привести в подвал тех двоих ты играешь в футбол а просиял мальчик тренер всегда ставит меня в середину говорит я крутой нападающий как шевченко я играл в районном чемпионате летом за честь города ты ты в нашей школе учишься а у алпиталиной в классе снежана сглотнула горький комок ты узнал какое сегодня число до форвард покраснел узнал но забыл у меня мозг болит он коснулся своей переносицы небось по-твоему сейчас девяносто шестой или девяносто восьмой год подумала снежана форвард спросила она тихо меня ищут родители нет просто ответил он убрал поднос и сдул с ее плоского живота крошки осторожно софиксировал руку браслетом он был так близко дыхание щекотало кожу пленницы от тебя немного пахнет заметил он добродушно отпусти меня прошептала она он выпучил глаза замотал головой тогда принеси мне телефон или сам позвони в полицию тебе объявят героем они защитят тебя от карачуна не защитят с горечу произнес форвард карачун спрячется в ледяной пустыне он пришлет студеныши покарать меня когда-то я помог одной девочке сбежать девочки переспросила снежана да лилечки она была первой карачун проткнул шилом он указал на свой пах ну мой краник он смотрел на нее ища сочувствие да мне по барабану безмолвно закричала она хоть откуси его себе свой краник ублюдок ненормальный форвард вернул на щиколотке хомут он убьет меня спросила снежана ты убьешь меня я не знаю это прозвучало как скорее всего он говорит ты ключ которым отпирается дверь пятый ключ это потому что девочек было пять осенила ее леденящая кровь догадка та лилечка была первой а я пятая он промолчал она попала в яблочко сука конченая простонала снежана кто вздрогнул форвард мамаша моя вот кто на черта было рожать меня не надо так поморщился форвард пожалуйста он стоял переминая с ноги на ногу и она стряхнула со лба засаленную прядь и попросила почитай мне правда зарделся он то стихотворение про белую лилию он охотно полистал книжку и ей стало любопытно декламировал ли он стихи четырем предыдущим жертвам это про то что зимой не выпал снег пояснил он одинокая слезинка потекла по чума за щеке снежаны белая лилия черной зимы старательно выводил форвард снега мы просим хотя бы взаймы снега пушистого дай детворе он прервался и резко оглянулся на дверь что что такое встрепенула снежана он идет прошептал форвард нет нет никто не идет постой форвард выронил книгу ринулся за колонну исчез из виду красный желтый моргали лампочки синий зеленый между вспышками подвал погружался во мрак форвард проскулила снежана их нет форвард ты их выдумал в позвоночник словно залили свинец из-за колонны послышалось гнусавое хрюканье фыркающий звук с каким животное принюхивается по стене поползла тень передвигающегося на четвереньках человека двадцать андрей носился по двору как умалишенный ухал совой и хлопал себя по коленям ладонями потом кинулся копешивший ники схватил за плечи я видел сказал он дрожащим голосом видел призрака как вижу сейчас тебя ну и ну произнесла девушка ты улыбаешься ермаков он потрогал свое лицо кривую идиотскую усмешку кажется да ничего не могу поделать это сильнее меня ника покосилась на окна своего дома она там да сидит на кровати анна николь смит собственной персоной и кто-то второй в шкафу я полагаю иди иди приподняла она бровь а радостно оповестил андрей маску от группы iron maiden тут скелет со старого постера с топориком уверен что да а маскота группы ария ты не заметил он расхохотался так громко что за забором залаяли цепные собаки ты шутишь это хорошо а ты ведешь себя как псих имею право он утер рот чудилось что глаза вот-вот вылезут из орбиты шлепнуться на подъездную дорожку я видел голую анну николь смит картинка так себе а мне она только личико демонстрировала хватило на всю жизнь она что нибудь говорила нет просто пялилась а тебе андрей привалился к стене но вспомнил что внутри за кирпичной прослойкой хоронится осклизлая полузгнившая тварь хочешь пойдем ко мне предложил он у меня есть виски спрашиваешь выпалила ника я не переступлю порог этого дома под ружейным дулом она заперла дверь вытягивая при этом руку с ключами так точно кормила тигра и обладатели общей тайны друзья детства пошли по тропинке улыбочка намертво приклеилась губам андрея но паника улеглась сменившись от дышкой которую испытывают люди спускаясь под мостков особенно крутых американских горок адреналин гулял в крови в голове буйствовал карнавал призраков и уфолог амроскин самодовольно кричал а ты не верил мне слушай остановилась ника на полпути в твоем доме тоже водятся привидения по крайней мере мои не показываются на всеобщее обозрение ладно вздохнула она ветеранской беседки дребезжала расстроенная гитара женский голос заунывно исполнял песню высоцкого не космос метры грунта надо мной и в шахте не до праздничных процессий но мы владеем тоже внеземной и самую земною из профессий метры грунта превращались в толчу могильного чернозема праздничные процессии в полуночный шабаш подруга солидола ничего не подозревающее про истинное положение вещей про дохлых голливудских звезд и хрустящих привидений пела надрывно любой из нас ну чем не чародей из преисподней наверх уголь мечем мы топлива отнимем у чертей свои котлы топить им будет нечем может это все-таки групповая галлюцинация спросила ника снимая в прихожей куртку да нет тут что-то по заковыристей андрей чиркнул сообщение хитрово перезвони если не спишь принес из кухни початую бутылку виски и чашки ника сдвинула просто не села на диван за туманенным взором обвела комнату до конца не осознавая что произошло она кусала губы словно мысленно спорила с собой слишком много для одного человека сказала она ты не одна нас таких аж трое то есть это правда привидения потустороннее существо как из твоих передач почему анна николь смита не помыла андерсон потому что в твоем туалете висели именно эти плакаты я прекрасно их помню анна николь и обложка айрон-мейдановского альбома я их видела вчера утром плакаты мама давно их убрала но вчера они снова появились на стене потому я выбежала из дома и встретила тебя почему-то не рассказала удивился андрей когда мы обсуждали призраков я думал это другое последствия приема лекарств через час они пропали ника смущенно потупилась плакаты поцокал языком андрей они выглядели так же как и раньше не совсем они были страшнее мертвая анна николь да ника помассировала веки блин мы сейчас говорим об анне николь смит у меня мозг вскипает у меня тоже усмехнулся андрей но черт подери мы разберемся во всем этом даю слово завибрировал телефон это хитроф пояснил андрей принимая звонок не разбудил что-то связанное с призраками спросил взволнованный друг боюсь туда со мной здесь ника ковач у нее дома творится тоже чертовщина нечто в разы гротеск не было слышно как хитроф отодвинув трубку о чем-то говорит женой это подождет до утра вставил андрей я приеду сказал хитроф спасибо андрей спрятал телефон и повернулся к ники в светло-голубых джинсах и линялой футболке она смотрелась не менее эффектно чем в вечернем платье эти вьющиеся локоны выразительные глаза получил он возможность выбирать девушку которую придется спасать от нечисти выбрал бы ковач не раздумывая бред какой-то сказала ника ладно змеи полтергейст но какое отношение к варшавцева имеет звезда плейбоя есть у меня теория шаткая но надо проговорить ее вслух они пили согревающий алкоголь и делились впечатлениями как парочка поочередно посетивший аттракцион в половине двенадцатого пиликнул дверной звонок третий участник шоу третий сумасшедший присоединился к компании привет ковач ты красивая ника устало хмыкнула ну для человека удиравшего от анны николь смит от кого заморгал хитроф садись велел андрей такие истории лучше слушать сидя виски будешь я за рулем от чая он тоже отказался ерзал на стуле нетерпеливо и они утолили его любопытство сперва ника а за ней и андрей поведали хитрого о девице в спальне и о том что оба безошибочно опознали покойную playmate андрей описал в деталях как отодвигалась дверца шкафа купе как из недр вещал загробный голос эдди прошептал хитроф ты серьезно абсолютно хитроф обхватил голову руками и тихонько завыл нам пора в дурдом ребзя моя редакторша была бы в восторге от такого материала сиськи мертвы анна николь крупным планом жаль соски пришлось бы редушировать мы же выходим в прайм-тайм и дети еще не спят но вот эдди она бы поменяла на более известного широким массам персонажа хитроф впился в андрея пытливым взглядом вы вы меня не разыгрываете а ты нас вспылил андрей до моего дома семь минут ходьбы сказала ника пойди и убедись сам простите проговорил хитроф пора бы привыкнуть к этой дичи днем я навещал свою квартиру внутри все было нормально никаких змей но в подъезде меня нагнала соседка я уже закрыл дверь и собирался уходить тетя женя кричала что по ночам ей мешают спать топоты игра на барабанах и что раздается этот шум из моего жилья говорит позвонила мне на домашний телефон и в трубку шипели а когда она ушла я услышал стук погремушки за закрытыми дверями и дверная ручка задвигалась мне показали мы на месте никуда не делись ника попросила бумагу и ручку поделила альбомный лист на две части и нацарапала в левой колонке три фамилии в правую колонку напротив ковыч она внесла он поворачивает пятый ключ кто а н с пятый ключ и ерунда какая-то сказал хитров у нас ермаком лилия а у тебя ключ и какой-то мужчина он тот кто ключ поворачивает выкладывай свою теорию обратилась ника к андрею 21 степь распахнулась по обе стороны трассы как черные вороньи крылья ее испещрили каверные рытвины опель бороздил ночь казалось сбавь скорость и шины оторвутся от асфальта автомобиль закрутит в космическом вихре и мрак проглотит его перемелет челюстями жалкий свет фары женщину за рулем на или юта нова напряженно следила за дорогой она убеждала себя что все хорошо что вообще не было нужды срываться варшавцева раньше срока она ведь договаривалась приехать за сыном послезавтра подумаешь не беру трубку денис мог уснуть спит он крепко папин слуха слаб с возрастом незачем паниковать внук обожает гостить у деда анели требовалась пара свободных дней почему же вместо того чтобы улаживать насущные вопросы спокойно готовиться к празднику она летит по шоссе и тревога высасывает душу причина была и о ней неля не рассказывала никому на свете предчувствие медный колокольчик трезвонящий внутри тот что разбудил ее шесть лет назад и сообщил о маминой смерти тот что бесновался исходил трелью когда младшего брата убили на реке терек и неля сгорбившаяся над конспектами в своей общаге вздрогнула будто от электрического разряда она поняла что прямо сейчас в эту минуту паше не стало до похоронки до доставленного из дагестана закрытого гроба пашу зарыли на варшавцевском кладбище повесили мемориальную табличку в школе потеря сына подкосила родителей папа и прежде прикладывавшиеся к рюмке запил по черному не проходило дня чтобы он не напивался у сыновей могилы а захмелев он измывался над матерью задирал соседи ее нелю однажды ударил ногой в живот так что девушка четверть часа не могла нормально вздохнуть и это при том что в детстве он ни разу не порол ее ремнем на маминых плечах цвели синяки настоящего отца доброго отзывчивого вытеснил злобные гадки подменыш отец допился до периферического неврита его тело было настолько отравлено алкоголем что воспалились нервные узлы конечности отнимались мускулы суставы терзала невыносимая боли с ней набухала ненависть к миру который отнял у него пашу ярость он щедро выплескивал на близких людей он прогулялся с мамой по аду и чудом спасся лишь неля верила что он сможет побороть зависимость он завязал в одночасье помог народный лекарь пошептал помахал руками изгнал водочного демона папа воскрес прежний заботливый папа теперь и дедушка души нечаявшие во внуки десятый год трезв как стеклышко все хорошо твердила она себе а колокольчик звонил заставляя давить на газ опель прошмыгнул мимо фабрики и мемориальной стеллы композицию с вагонеткой и киркой мимо автовокзала вот и варшавцева сморенный сном рабочий городишко выбоины провалы заграждение парапета дыра из которой неля сбежала по наставлению подруги мертвой сони бикетовый сони пропала за три дня до нового 2009 года вышла с работы и не явилась домой ее извлекли из затопленного карьера спасатели не целиком только голову прочесали катерами водную гладь а голова всплыла и застряла между камней следователь сказал что порвался один из пакетов в которой маньяк распихал куски трупа остальное так и не нашли хотя водолазы ныряли в черную глубину карьер был бездонной могилой голодной глоткой он редко отдавал добычу и убийцу не нашли идиоты менты подозревали раздавленного горем жениха сони но к счастью у него было алиби истину погребли ледяные воды сонечку быстро забыли все кроме ее жениха и лучшей подруги наличие варшавцева маньяка ничуть не удивило нелю сама атмосфера города запустение и уныние предполагали нечто подобное алкоголизм и каторжный шахтерский труд товарищи вроде ее одноклассника вовы солидола и крест из которого никогда не вырастет церковь в день похорон ей приснилось соня бикетова одетая в чистую белую сорочку красивая точно ангел я третий ключ сказала соня уезжая из города пока не повернулся пятый она так и поступила перебралась в областной центр вышла замуж за университетского профессора родила пашу развелась на жизнь она в общем то не пеняла но иногда колокольчик звонил беспричинный ужас жалил грудь и она гадала кого теперь отняла старуха смерть бывшего мужа папу тоже мне битва экстрасенсов бормотала неля утешала себя сколько раз колокольчик ошибался интуиция обманывала и что я скажу папе что планы поменялись и я приперлась ни свет ни заря она решила переночевать у отца а утром отвезти пашу домой ничего побудет с дедом в январе опеля обогнул бойлерную и въехал во двор неля поправила прическу выровняла дыхание зашагала к подъезду дурное предчувствие подталкивала в спину колокольчик не умолкал чтоб тебя она поднялась на второй этаж собралась позвонить но тут заметила неправильное положение дверной ручки дернула ее так и есть дверь не заперта папа зазевался возле телевизора подумала она заглушая трель медитирует на какое-нибудь шоу запах ударил в ноздри лишь она перешагнула порог запах демона вонь спиртного сердце прыгало к горлу страх захлестнул обжигающий страх за своего ребенка папа она двинулась на свет на амбре это мираж этого не может быть 10 лет миновала в комнате был накрыт стол батареи водочных бутылок стопки консервная банка с воткнутой в красную киличную жижу ложкой икра заморская квашеная капуста горки пепла и окурки в блюдцах прожженная искрами испачканная килькой скатерть знакомый до тошноты натюрморт за столом как на поминках восседали люди отец и парочка собутыльников не бритые а дутловатые физии хлебные крошки в бородах мутные глазки позже подумала неля он позвал в дом бомжей мама пискнул пашенька мальчик сидел на коленях мужика в кислотно синей куртки и шапки петушки мужик поглаживал его по волосам жирными пальцами и рассеянно улыбался под ногти забилась грязь немедленно отпусти моего сына отчеканила неля руки примирительно разомкнулись паша спрыгнул с колен метнулся к маме и обхватил за талию он мелко дрожал неля заградила мальчика собой если понадобится она перегрызет бродягам глотки кто это спросил гладивший ее сына мужик дочь моя ответил подменыш он вертел в пальцах рюмку и смотрел на нелю пустым ничего не выражающим взглядом женщине показалось что ее пнули ботинком в живот в дубы сказал бомж сверкнув металлической коронкой вперед разрешил отец ухмыляясь неля попятилась к выходу отец выпил и поморщился шапка гребешок сунул в рот палец и призывно пососал мозоль женщина выскочила на улицу прижимая к бедру сына запихнула его в салон до последнего момента она ждала что бомжи погонятся за ней затащат обратно что грязные лапы вцепятся в мясо но погони не было мотор опеля заурчал завелся неля вывела автомобиль на шоссе и навсегда покинула варшавцева 22 голова хитрого слегка кружилась история начавшаяся с гадюк в колыбельке его ребенка мерзкая отвратительная история мутировала в какой-то кич с голым секс символом из девяностых но даже при всех тех жутких подробностях коими снабдил его ермак хитров не задумываясь поменял бы змей на анну николь пускай заштопанная посеревшая она была привлекательнее извивающихся тварей к нему постепенно возвращался искорененный страх перед змеями вползал в душу свивал гнездо слишком многие вещи возвращались в эти предновогодние дни он глядел из подтяжка на ковыч какие длинные ноги какое кинематографичное лицо семейный человек верный муж он совсем немного завидовал андрею кожи ощущал вибрации переходящие от ковыч к ермаку и обратно снова ермаков обошел его хотя он-то и не участвовал в гонках ника послала хитрову беглую улыбку такие оба красивые подумал он что они здесь забыли в этой берлоге тут только нечисть чувствует себя комфортно уезжали бы и не корчили себя охотников за привидениями это мой крест а не ваш вы варшавцева пролетом мои удачливые друзья он одернул себя напомнил что утонет один в творящемся безумии устыдился своей поганой зависти проблема заключалась в том что никто его не разыгрывал в спальне саши ковыча действительно торчала мертвая женщина и символ хэви металлической группы сидел в шкафу они втроем независимо друг от друга влипли в какое-то несусветное дерьмо и выкручиваться им предстоит сообща и так от кашлялся ермаков для начала подведем итоги каждый из нас стал свидетелем аномальных явлений причем лишь происшествия в квартире то ли и в этой квартире хоть как-то связаны лилия поддакнул хитров связь лилии ключей которых говорили призраки ники неясно призраки связаны с тремя квартирами так никто не замечал ничего мистического вне родных стен нет уверенно сказала ника и посмотрела на хмурящегося хитрого то ли тень на кафеле подумал он тень за поцарапанным пианино не знаю относится ли это к делу мрачно сказал хитров но в дыка у меня бывает ощущение постороннего присутствия ничего конкретного так смутное беспокойство они обсудили этот вопрос и решили временно ограничиться квартирами пока не увидели ничего конкретного сказал ермаков и слова его прозвучали зловеще а кто сказал что квартиры 3 встряла ника их может быть тысячи вдруг это происходит по всему городу вздрогнул хитров нет у родителей ничего мистического не случалось по всему миру ника словно угадала и помножила его опасения знак приближающегося апокалипсиса и мертвые восстанут из могил новости youtube молчат по этому поводу сказал хитров потому я не стал бы рассматривать такую масштабную версию сказал ермаков если лилия это пропавшая в двухтысячном лиля дериш значит события имеют непосредственное отношение к варшавцева я допускаю что не мы одни столкнулись с чем-то подобным но давайте говорить о том что у нас есть на данный момент хитров и ника согласились и он продолжил это не является плодом нашей фантазии моя мама то ли на жена и соседка тоже слышали или видели что-то а мы с ковч видели одно и то же ермаков вошел в раж и говорил возбужденно жестикулируя будто вел репортаж это способно взаимодействовать с предметами простыней дверцами шкафа дверной ручкой с кассетами очень даже способна и она хочет нам что-то сказать почему не сказать в открытую раздраженно буркнула ника к чему эти ребусы законы жанра пожал плечами хитров и наконец произнес ермаков не совсем верно считать это призраками мы видели рептилий выдуманного персонажа и фотомодели не привидение анны николь а сошедший с постера облик доступные образы которые используют это чтобы с нами контактировать тогда что же оно такое спросил хитров сегодня утром на могиле бабушки меня осенило в мифологии северных племен есть такие духи шевы и в мифах славян встречается похожее создание называется икота персонификация порчи шеф изображали в виде мелких вредителей мышей и лягуши гусениц ящериц они проникают в человека и паразитируют вызывают болезни жар их можно подсадить в жертву или извлечь с помощью колдовства причем тут погоди перебил ермаков в 12 лет у меня ужасно болели ноги боли роста это распространенный недуг мышцы не поспевают за костями и растягиваются я был у педиатра невролога хирурга пил витамины лечился азокеритом и димексидом ходил в бассейн и на лфк ничего не помогало и тогда бабушка обратилась к народному целителю знаете тому что арендует в дк кабинет но раньше он приходил к больным на дом и ко мне пришел ночью потому что лечить мою болезнь лучше было когда пациент спит челюсть хитрова невольно отвисла глаза расширились от переполняющих его эмоций нет он был слишком мал чтобы запомнить давнешний сеанс но мама неоднократно рассказывала о целителе ставила в пример когда речь заходила о чудесах позволь договорить сказал ермаков и хитров быстро кивнул боль ушла а с ней сгинул образ который преследовал меня несколько месяцев дело в том что я представлял свои мучения в виде куклы или манекена такой фигурки слоновой кости это она являлась по рамы издевалась надо мной тянула за ноги очень жуткая гадина доложу я вам я был счастлив что она канула в забытье вместе с болезнью ермаков смочил горло и обвел взором притихших друзей я узнал ту высунувшуюся из тумбочки руку и тарахтящий щелкающий звук узнал это вернулась кукла которую я выдумал в двенадцать лет от которой мне помог избавиться целитель сны восьмилетнего то ли хитрого были замаскированы ямой приляжешь на постель а под простынями бездна и ребенок летит в нее цепляясь за одеяло в змеиную кучу в чешуйчатые спагетти и змеи оплетают и утаскивают глубже и глубже крик затыкает холодный кляп из хвостов и треугольных морд в детстве мне снились кошмары воспользовался паузой хитров змеи гадюки кобры я вопил во сне и мама пригласила знахаря этого старика из дома культуры старика со шрамом над губой сказал ермаков да и кошмары прекратились мужчины уставились на нику меня никакой знахарь не лечил сказала девушка а твоего брата спросил хитров до изумленно прошептала ника кажется да мама планировала его позвать чтобы саня перестал колоться и вроде бы он завязал на полгода вот и связь щелкнул пальцами ермаков старик побывал у нас предположим в квартирах остался некий ментальный след наших болезней моих болей роста дурных снов то ли и наркозависимости саши ковача пускай саша умер но его персональная шева до сих пор была там скажем так в законсервированном состоянии некие отделившиеся от нас сгустки хитров представил вырезанную опухоль кусок мяса ядовитую требуху усокшую мумифицированную лежащую где-то среди рухляди как она вдруг набирается соками расправляется обретает формы и восстает словно в каком-нибудь трэш-хорроре из восьмидесятых кровососущая опухоль 3 ух воскликнула ника привидение допустим призрак лили деришь используют наших шеф чтобы достучаться до нас материализуется в виде символов змей кошмаров куклы и вот здесь не сходится сказал хитров саша умер в 2005 так если то существо в обличии анны николь воплощение его проблем с наркотиками почему она сгнившая на момент сашиной смерти смит была жива ермаков замешкался но ника проговорила это не важно в конце концов к биографии настоящий смит это не имеет отношения брат запирался в туалете чтобы ширнуться всегда возле плакатов может быть напечатанные на плакатах образы оживали в его галлюцинациях и вполне здоровая смит являлась ему такой вот то бишь эти явления маски одной и той же сущности уточнил хитров вот именно ника написала поперек таблицы слова знахарь и обвела его жирной линии я все равно не понимаю почему именно мы сказал хитров старик лечил сотни людей следуя твоей теории таких сгустков шеф полным варшавцева и нам предстоит с этим разобраться ермаков окрыленно улыбался для тебя это хорошая возможность отвлечься от расставания с возлюбленной подумал хитров и проявить себя героем перед ковач ника охнула и тряхнула волосами парни а что если с помощью масок призрак указал нам на своего убийцу она ткнула ноготком в листок на знахаря кто-нибудь знает его имя хитров качнул головой на работе наверное знают я встречаю его изредка в коридоре мрачный нелюдимый старикан то ли расспросишь завтра про него само собой ника на тебе интернет ключевые слова варшавцева криминал пропавшие девочки народный целитель все что удастся выжить из гугла ника поднесла к виску два пальца и отсалютовала а я попробую попасть в местный архив ты просто хочешь отсканировать свои стихи публиковавшиеся в рудничке неожиданно для себя пошутил хитров они ухватились за смех как за спасательный круг обменялись остротами они ка сказала боже если твоя теория про шеф хоть чуточку верна получается что все это остается здесь даже после нашей смерти наша порча наши сны и эта болезнь брата саши нет уже 11 лет а его кошмары приходят к нам наяву честно говоря сказал хитров проще поверить что душа анны николь смит переселилась в варшавцева устав от калифорнийского климата он взглянул на часы и присвистнул мне скоро на работу вставать и мне тоже не помешает поспать призналась ника а бываясь хитров думал о фильме ведьма из блэр посмотрев его на кассете хитров и ермак пришли к выводу что сценарию не хватило реализма испуганные персонажи обязаны были предаться в палатке любовным утехом секс заглушает страх не этим ли займутся голубчики проводив его мы будто в ужастик попали сказал ермаков санны николь в одной из ролей ущипни меня он ущипнул и ермаков обозвал его хитрожоповым тучи развеялись над городом сияли яркие звезды многоглазое небо наблюдала за хитровым он размышлял о том почему рассказал друзьям про гадюк но не обмолвился об их предводители а той тени что таилась на самом дне ямы его кошмаров впервые за много лет он думал о змеином мальчике 23 во сне ему было 14 накануне нового 2001 года он шел под черный растрескавшийся земле сжимая в руке бутылку из-под пепси колы в пластике плескался бензин под подошвами струились рытвины борозды которые приходилось перепрыгивать он видел черепки животных над неем копыты и клочья шерсти справа шагал испуганный подросток хитров слева саша ковыч тощий взлохмаченный в косухе накинутый на обнаженный торс лунного света хватало чтобы рассмотреть круги под его глазами валившиеся щеки они шли нога в ногу а впереди маячила приземистая постройка словно индейский виг вам посреди прерии стены хижины были обшиты волчьими шкурами над дверцами над табличкой комната отдыха ветеранов труда топорщились бычьи рога андрей собирался сжечь беседку отомстить солидолу за унижение много лет назад в реальности он также крался сквозь ночь и горючая булькала в бутылке но тогда хибара выглядела менее устрашающий и находилась не в степи а на улице быкова ему что-то помешало да вспомнил спящий андрей он напоролся на журавля вовиного ординарца а сам вова солидол почему-то сидел в темноте под столом и андрею удалось сбежать андрей из сна встал напротив беседки саша ковыч и то ли хитров замерли поодаль он хотел поискать зажигалку но сосуд в руке обзавелся матерчатым фитюлем и фитиль уже тлел искра ползла к маслянистой жидкости он метнул коктейль молотова бутылка разбилась от дверцы и оранжевый цветок распустился на фанере огонь устремился вверх и в стороны он протискивался сквозь прорехи и разливался яростным свечением дерево и ветош пылали и хитро всковочем дергались исполняя победный танец механический и жутковатый танец марионеток их лица были желтыми глаза отражали пожар будто им под веки вставили осколки зеркала что-то не так запаниковал андрей он уставился на горящую хибару доски расслаивались растопыривались и там в пляшущих красных мушках он разглядел фигуру укутанную простыней фигура покачивалась в такт с языками пламени материя дымилась занимались края простыня тлела открывая девичье личико обрамленное светлыми прядями чистые не тронутая огнем это я ее жжок подумал андрей я жжок белую лилию и пейзаж обратился в пепел андрея сдуло в другое кино где было не страшно суетно и пестры что-то про подготовку к празднику он проснулся разбуженный солнечными лучами поворочился уткнулся в теплую мерно вздымающуюся спину машка вздохнула наблегченно так значит все это сон предательство богдана поездка в варшавцева призраки шевы сейчас они проснутся и будут наряжать елку он приготовит глинтвейн она испечет имбирное печенье вечером можно сходить на новогоднюю комедию или мелодраму но только не на ужастик он сонно притиснулся к машке почувствовал аромат кокосового шампуня едва уловимый запах табака разлепил веки и дрема испарилась по подушке разметались темно-каштановые локоны спина запах волосы принадлежали ники ковыч в памяти всплыли события вчерашней ночи сутулившаяся мертвячка побег из нехорошего дома их с хитровым заседание после ухода то ли он как истинный джентльмен постелил себе на полу но ника сказала что она взрослая девочка и подвинется к стене к тому же заметила она мы уже спали вместе конфузливо соприкасаясь плечами они говорили о прошлом а то и ночевки в палатке под июльским небосводом пусть разбили палатку в ники нам дворе дети запросто воображали что они далеко далеко от дома как было уютно хрустеть шоколадным печеньем или стать комиксы корчить рожицы подсвечивая себе фонариками строить фантастические планы смущение отступало их руки нашли друг друга в темноте и сплелись он поцеловал ее красивые сочные губы и она запускала пальцы в его шевелюру и покусывала игриво его язык а потом мы вырубились разочарованно понял андрей в джинсах и футболках даже не попытавшись впитывая ее тепло он был почти благодарен призракам это они свели их посватали уложили в одну кровать заботливо отвлекли от бывшей он улыбнулся и вплотную придвинулся к ники солнце затапливало комнату волосы девушки переливались словно гречишный мед словно патока у андрея участился пульс рука скользнула под футболку ники по позвоночнику к лопаткам ощутила выступы и впадинки крошечные волоски и персиковый пушок переползла на живот подушечки наслаждались шелком кожи и кожа отвечала мурашками пупырышками он читал ее переполняясь нежностью и стомой ника пошевелилась его рука застыла и обмякла притворилась спящей игра в кошки-мышки подзабытые эмоции он скучал по ним и не только в последние лихорадочные месяцы ника приподнялась его кисть вяла соскользнула на постель он притворился спящим слушал как она идет в ванную как журчит вода хорош прикидываться он открыл глаза и улыбнулся ника присела на диван придерживая волосы наклонилась и поцеловала его поцелуй пах свежестью она успела воспользоваться его мятным ополаскивателем для рта шустрый язычок дразнил он обвил ее талию потянул к себе ощущая сквозь футболку полную девичью грудь не наглее ермаков сказала она отстраняясь щеки покраснели она пожевала нижнюю губу как в детстве дегустируя поцелуй убрала за ушко пружинистый локон щелкнула андрея по носу одиннадцатый час вставать пора у тебя продукты есть холодильник забит до отказа я завтрак приготовлю он попытался перечить но она упорхнула андрей перекатился на живот и 10 раз отжался от скрипящего дивана дамы и господа перед вами самый счастливый обладатель квартиры с привидениями объединившие их события теперь вызывали в нем воодушевление мускулистую прыть они позавтракали тостами и беконом смеялись как ни в чем не бывало азартно обсуждали дальнейшие действия днем ко всему этому относишься совсем иначе сказала ника поосторожнее заявлениями сказал он отхлебывая чай я увидел свою шеву утром а значит мы будем их так называть она кивнула звучит не так мрачно как призраки не так отвлеченно пробормотал он ника опустила взор на свою выпирающую из-под гонеши грудь насупилась шутливо ты мои сиськи пялишься ермаков слегка признался он уже минут пять он размышлял о том какая она была на сцене токийского клуба как садилась на шпагат и взлетала софитом по шесту как блестела ее кожа впивались вплоть ниточки белья она сощурилась и погрозила ему пальчиком андрей усилим воли прогнал на вождение я никуда не уезжаю а ты еще чего пропустить все самое интересное ника допила чай и чертыхнулась мне необходимо заскочить за вещами подстрахуешь меня где мои распятие осиновые колья прогуливаясь по тропинке они болтали без умолку старались не зацикливаться на том что может их поджидать иногда я тоскую по саше проговорила ника он не был хорошим человеком но он был прекрасным старшим братом когда папа нас бросил саша замкнулся в себе но меня он богатворил он был моим кумиром твой брат защитил меня однажды от солидола солидол трусло фыркнула ника только детей и мог обижать саша его презирал я считал они дружили тусовались да у саши вообще не было друзей а подружка у него была он со мной не делился подробностями кстати а как по-японски подружка фиг его знает клиенты говорили гору фурендо производная от гелфренд они покурили во дворе собираясь с духом андрей вошел первым в доме не было ни единой мертвой знаменитости а баня николь напоминали скомканные простыни пятен на них андрей не обнаружил словно бы и не сочилась серое мясо посмертной скверной из шкафа на расхрабрившегося андрея никто не кинулся чем займешься спросила нику девушка запихивала в сумку ноутбук и планшет складывала одежду и косметику андрей устроился в кресле откуда видел и кухню с коридором и злосчастную спальню порой с в интернете как договаривались хочешь останься у меня одна ну уж нет лучше к бабушке пойду а вечером поужинаем я сделаю пасту как тебе откажешь дермаков она звонко чмокнула его в губы я в душ на 10 минут появится шевы кричи не к направилась в ванную на ходу сняла футболку и позволила ему полюбоваться круглый затянутый в джинсы попой и спиной перечеркнутой красным кружевом бретельки ес он по мальчишески тряхнул кулаком и задался вопросом приревновала бы маша узнать с какой шатенкой проводит он предновогодние дни да решил он и с чужим ребенком под сердцем ревновала бы и мучилась он вынул телефон промотал адресную книгу мимо машеньки к мельченко мой юный друг загласил в трубку школьный учитель а я вчера на творческих чтениях декламировал ваши стихи имели грандиозный успех андрей представил дюжину одинаковых мельчинок худющих масластых клонов наперебой сыплющих поэзии усмехнулся артура олегович я по делу так 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 вы мне не подсобите попасть в архив рудничка я тут статейку писать хочу если про литературный процесс то у меня есть материалы нет нет про город в целом без архива не справлюсь проще парень репы у них же юбилей был недавно я санет посвятил опубликовали на первой полосе вот так вот и шелестя приходит к нам еженедельная газета я сейчас звякну редактору и перенаберу вас камертон был рад услужить воспитаннику телефон зазвонил спустя три минуты готова смело ступайте в архив работайте творите на благо человечеству где находится редакция в курсе попросите яна смурновского и он вам все покажет лучший журналист варшавцева спасибо артура олегович да что вы пустяки мой друг как сказал поэт люди я прошу вас ради бога не стесняйтесь доброты своей он почти пел на земле друзей не так уж много опасаетесь потерять друзей до завтра андрюша завтра музы заговорят ника вышла на кухню в плотной рубашке и облегающих стрейчевых джинсах кудрявая копна сбилась на бок и девушка гребешком сражалась с непослушными волосами все нормально спросила она коуч сказал зачарованный андрей ты будешь моей горофу рэндо я думала ты уже не предложишь улыбнулась ника 24 директриса дома культуры платиновая блондинка лет сорока наводила марафет в кабинете воняла лаком для ногтей на стене висела компактная фотография путина и огромный портрет маяковского анатолий добрый день тамара георгиевна директриса похлопала ресницами оценивая себя в зеркальце присаживайся то ли да я на секунду хотел кое-что узнать спрашивай у нас народный целитель комнату арендует что вы про него сказать можете откуда он как работает директриса вскинула тоненькие ниточки бровей посмотрела на звукорежиссера изучающие а тебе зачем вопрос звучал как не уж то со спиртным проблемы да кому и собрался от курения закодироваться соврал хитров а директриса клацнула косметичкой задумалась что сказать я сама не сильно во все это верю я так считаю плацебо это но дурного тоже не вижу если мужик завязать решил а кто верит те расхваливают его мол энергетика сильная да и лечит он не только зависимость на и болячки разные заикание бессонницу раньше по домам ходил а потом у нас осел давно при старом еще директоре лет десять должно быть мотай его фамилия мотай он не русский черт его знает внешность славянская вроде да и имя степан гаврилович а семья у него есть больше ничего не знаю ты куму передай действует знахарство это если действительно бросить хочешь чупакабра валик вон рассказывал закодировался на полгода и опять за прежнее взялся а кого-то навсегда отваживает от рюмки говорю же плацебо спасибо тамара георгиевна хитров был разочарован имя целителя он узнал еще утром от завхоза сергеевны сергеевна еще сказала что мотай не просто знахарь а настоящий колдун и что кос он держит дома не ради молока в жертвы мол их приносит тому кто силу ему даровал людей исцелять сергеевна недвусмысленно растоприла пальцы и показала рожки мама тоже не обладала какой-либо ценной информации и он справедливо поинтересовался это нормально вообще звать в квартиру дядьку чего имени ты не знаешь чтобы он трогал твоего маленького сына ну что ты ворчишь сказала мама укачивая елу он тебя от кошмаров спас или обрек на кошмары в реальности подумал он ко мне музыканты пришли сообщил хитров начальнице мы порепетируем часок репетируйте завтра чтоб ни сучка не задоринки до трех управитесь конечно в 3 таис на запись придет таис была местной поп-певицей подружкой и ровесницей директрисы высокомерная особа пожалуй единственная варшавцева обладательница силиконовой груди и накачанных ботексом губ судачили что спонсировал операцию мэр города тот еще про хвост работа стоит сулила бесконечные придирки и скрупулезную обработку голоса вокальными процессорами дабы бездарность певички не резала слух на звукорежиссера дама смотрела как на пустое место можешь у нее спросить про целителя добавила директриса он ей аллергию лечил хитров вздохнул и поплелся на чердак у лестницы его встретили музыканты они что-то живо обсуждали и жестикулировали что за сыр бор начал он но осёкся увидев басиста паульса левый глаз парня заплыл века побагровела синяк примастился и на его скуле ого присвистнул хитров это кто тебя так скинхеды буркнул расстроенный паульс возле школы прикопались да какие скинхеды стрел гитарист кеша где ты в нашей дыре скинхедов нашел а поддакнул платон небось малолетки пьяные пристали говорю вам скинхеды четыре рыла бритые в берцах в арийских орлах вот ты кеша возвал к авторитету старшего товарища сталкивался у нас со скинами бог миловал сказал хитров сочувственно разглядывая боевые травмы паульса он-то искренне считал что время правых молочиков давно миновало их и в москве теперь днем с огнем не сыщешь ты как да нормально отмахнулся раненый блин обидно что перед самым концертом не горюй хитров похлопал его по плечу за гримируем будешь как новенький до свадьбы заживет какая свадьба подколол кеша ему из френд-зоны путь заказан ладно сказал паульс давайте играть репетиция прошла ни шатка ни валка ребята постоянно сбивались платон забывал слова и гитары лажали сам хитров едва справлялся с барабанами слишком сильно лупил по тарелкам и ронял палочки в итоге от трех пущенных по песен хотелось блевать даже хит ермакова раздражал достаточно не выдержал хитров вставая из-за установки это мы на нервах тупим завтра отыграем на все сто толь сказал платон ты колю федорина знал конечно хитро вспомнил бородатого щекастого похожего на папа федорина царь и бог кассетного ларька брюзгливый вздорный коля снабжал подростков музыкальными редкостями его каталог рок-альбомов был для хитрова библии и некрономиконом сколько экзотики выудили они с ермаковым из-за аудио сокровищницы до кассетного бизнеса федорин панковал и рубился в подворотне саши ковыча а по завершении эры магнитных альбомов пропал из поля зрения хитров считал что федорин покинул варшавцева повесился коля сказал платон на западном стадионе на турнике как недоуменно ахнул хитров почему хз спился ерунда опроверг паульс он через дом от меня жил бросил он бухать давно год резвый ходил кабельщиком работал вот это новости прошептал хитров и чуть не подпрыгнул когда платон сказал в городе черти что творится ты о чем уцепился хитров за фразу как свихнулись все концу года соседа моего в дурку забрали хотя он тоже закодировался вроде бы пара супружеская вена себе вскрыла на силу откачали пенсионерка на молодежной из окна выбросилась в газете писали суицид на суициде сказал басист такое что-то в воздухе веет агрессия безысходность безысходность пропел кеша твоим пердежом воздухе веет паульс коля фидорин произнес хитров рассеянно как же так они договорились пробежаться по песням с утра и разошлись думаю каждое своем в мыслях хитрово циничный пышущий здоровьем фидорин болтался на ржавом облезлом турнике почти касаясь ступнями щебня возле студии ждала таис на записи она наряжалась как на выступление под лисьей с шубкой переливалась коктейльное платье в паятках выставляла на показ труды столичного хирурга огненно-рыжие патлы контрастировали с выбеленным лицом слой пудры маскировал морщины тощая кляча подумал хитров и учтиво улыбнулся извините за опоздание сейчас начнем вредная локальная звезда на этот раз не закатила скандал как скажешь толечка ба ты мое имя запомнила он пригласил ее в кабинет занял пост за пультом включил компьютеры микрофоны поднял бегунки фонограммы на флешке щелчок замка заставил его обернуться таис зачем-то заперла дверь изнутри подошла к нему и плюхнулась задницей на стол стряхнула шубку мех спланировал на пол оголяя усыпанные веснушками плечи хитров заморгал не понимая что происходит все хорошо все прекрасно сказала таис туфелькой поддевая оброненную шубу лишь затем чтобы достать из кармана сигареты и зажигалку здесь не курит а мы никому не расскажем она сунула фильтр в треугольный на помаженный рот подожгла сигарету же манна при этом она не сводила блестящих глаз со звука режиссера она же пьяная догадался хитров таис откинулась назад выпячивая бюст поятки сверкали змеиной чешуей платье сползало по бедру что за фигня тут происходит таис может вам лучше прийти попозже я в курсе что мне лучше а что нет в таком случае садитесь за микрофон в ответ таис выпустила облака дыма которое заволокло звука режиссера заставила поморщиться терпение его было на пределе я часто на тебя смотрю малыш сказала певица нотки в ее голосе совсем не понравились хитрову через это стекло она кивнула на окошко отделяющая кабинет от студии ты такой серьезный невозмутимый такой сладкий мальчик она плотоядно ухмыльнулась и пихнула мужчину туфли не знаю что с вами твердо сказал хитров но вы немедленно слезете со стола потушите сигарету и уйдете а иначе что я позову охрану чупакабру напугал меня малыш таис перегнулась через стол и воткнула окурок в горшок с кактусом видишь я исполнила часть твоих требований твоя очередь и на глазах потрясенного хитрова она раздвинула бедра трусиков на ней не было под рыжим как октябрьская листва лобком зияла приоткрытая вагина отороченные гребешками набрякшей плоти зев истекал остро пахнущими соками выли же ее приказала таис засунь туда свой язык малыш хитров испытал не возбуждение отвращение на периферии сознание возникла мысль ее поведение как-то связано с призраками шевами и самоубийство федорина из той же оперы уходите он решительно направился к дверям повернул замок таис развела ноги еще шире мастурбировала не заставляй меня ждать глупенький вон взревел хитров вон отсюда идите проспитесь она убрала руку и жала колени так что бедра звонко шлепнулись друг от друга настроение эксцентричной певицы резко изменилось от похоти не осталось следа она буравила обидчика преисполненным ярости взором щеки пылали под штукатуркой треугольные губы вздрагивали ты как со мной разговариваешь сучонок ты знаешь кто я такая выметайся бросил хитров тебе хана прошипела таис тебя уволит чертям собачий молокосос я тамаре позвоню я звони кому хочешь таис спрыгнула со стола схватила шубу от злости ее лицо постарело лет на десять в этом городе работы ты себе не найдешь даже посудомойкой ты не представляешь кто за мной стоит он тебя раздавит как букашку как клопа он таких как ты ест на завтрак он поворачивает пятый ключ что прошептал хитров что вы сказали таис вылетела из кабинета зацепив его локтем хитров подбежал к окну и смотрел как певица ковыляет по слякоти тыча брелоком в свой крикливо розовый малолитражный дэо в голове пульсировала мысль ника была права это происходит не только с нами и это становится сильнее 25 вдоль аллеи тянулся стихийный рынок торговцы расставили на пропетах свой нехитрый скарб семечки связки калины головки чеснока банки с соленьем вареньем медом продавались самовары граммофонные пластинки значки и фарфоровые статуэтки гигантские плюшевые игрушки боксерские перчатки бюст сталина бюст достоевского румяная бабка пыталась всучить зазевавшимся пешеходом пирографический портрет есенина и смехотворную репродукцию да винчи монолиза на картинке была грудь третьего размера испытывая мужик медитировал над микрометром андрей прикинул сколько лет понадобится целеустремленному герою чтобы сбыть товар в конце аллеи пританцовывали на ветру букинисты на покрывали лежал стандартный набор из дюма гетокристи и перестроечные билетристики чейс кунц шелдон позабавило наличие местной поэзии книжечки камертона тебе природа эти строки андрей пересек рынок и оказался возле устрашающей монументальной постройки в шесть этажей здание рудоуправления здесь же приютилась редакция варшавцевского еженедельника широкий лестничный марш вел к двухстворчатым дверям над ними висел громадный барельеф шахтер вонзающий в горную породу бур и символ из таблицы менделеева фе ферм андрей взбежал по ступенькам вы кому спросил охранник караулищий за стеклом к яну смурновскому журналисту охранник повозился с дисковым телефоном и он михалыч к вам визитер андрей расписался в гостевом журнале потоптался рассматривая стенды и фотографии ударников труда отворилась лязгнув кабина лифта вышел бородатый брюнет лет тридцати пяти свитер под горло делал его похожим на геолога в от артура олеговича да я его ученик андрей они обменялись рукопожатиями ладонь брюнета была липкой он производил впечатление весьма нездорового человека испарина на лбу и крыльях носа синяки под глазами пересохшие губы немытые волосы осыпались хлопьями перхоти в бороде застрял кусочек сыра смурновский запустил пятерню под ворот и громко почесался с вами все нормально спросил охранник видимо обычно журналист приходил на работу более ухоженным естественно сказал смурновский и двинулся к лифту озадаченный андрей пошел за ним по пути на шестой этаж бородач непрерывно чесался и хмурил брови непоседливые руки копошились под свитером скоблили шею остекленевшие глаза вперились в пол у вас юбилей был недавно спросил андрей чтобы разрядить обстановку он имел ввиду юбилей газеты конечно но смурновский сказала своем три года с этой дрянью живу бедолага посочувствовал андрей офис редакции пустовал зимнее солнце освещал устаревшие мониторы кулер копировальный аппарат в солнечных лучах кружились пылинки мужчины прошли вглубь помещения там за стеклянными дверцами была комната без окон стеллажи делили ее на секции и в ней имелись компьютер и сканер здесь смурновский указал на полке номера рудника шестьдесят шестого по восемьдесят шестой сзади вас архив до девяносто шестого а дальше по нынешний год на том стеллаже все выпуски детского приложения ру он скривился и лихорадочно зачесал живот рудничок я разберусь заверил андрей наблюдая за рукой смурновского если что я в офисе чудаковатый журналист покинул помещение и андрей хмыкнул не спеша продефилировал вдоль стеллажей корешки папок помечали ярлыки он снял ради интереса первую папку желтые страницы зашуршали под пальцами варшавцева активно участвовала в международных событиях критиковала нато и военный переворот в нигерии призывала наказать по всей строгости писателей синявского и даниэля поругивала хиппи и восхваляла 18 съезд кпсс в разделе поэзия публиковали стихи модного евтушенко а номер спустя поэт от имени возмущенных шахтеров обвинялся в формализме и западно поклонничестве и редакция приносила свои извинения скорбленным читателям я так до ночи не управлюсь подумал андрей выныривая из шестьдесят шестого года он перетащил на стол папки за последние 16 лет хрустнул костяшками и погрузился в исследование еженедельник состоял из рубрик новости города достижение производства объявление досуг сканворды и поздравления именинникам на четвертой странице содержалась криминальная хроника андрей поразился насколько богато было его захолустье на преступление не рудничный городок а гарлин какой-то грабежи угоны кражи металла пьяные потасовки периодически попадались убийства мужья душили гулящих жен случайных собутыльников спаровали кухонными ножами подростки шмаляли из самострелов девяностые протянули свои щупальца в нулевые никак не желали заканчиваться криминальный авторитет расстрелян из автомата в упор конкурирующие группировки устроили стрельбу в центре города на даче найдено тело владельца подпольных игровых автоматов андрей придвинул к себе папку с ярлыком 2001 открыл первый январский номер и волоски зашевелились на предплечье это ты прошептал он касаясь зернистой черно-белой фотографии у девочки на снимке были прилизанные светлые волосы с пробором посередине непримечательные мышиные черты лица глубоко посаженные затопленные тенями глаза андрей мог отдать на отсечение палец именно она снилась ему сегодня горящее в беседке лилия дериш взгляд метнулся к тексту разыскивается гражданка лилия дериш восемьдесят четвертого года рождения 20 декабря 2000 года ушла из дома и не вернулась рост средний худощавое телосложение была одета в фиолетовую куртку белый свитер и черные брюки всем кому известно местонахождение девушки просьба обращаться по телефонам откуда я могу тебя знать спросил андрей вслух лилия не дала ему никаких подсказок он посмотрел на дату 4 января 15 день с момента исчезновения почему они ждали полмесяца почему не поместили заметку в прошлый номер андрей перепрыгнул на следующую рубрику розыск фотографии пропавших людей обычно дублировались но не в этот раз 11 января город искал пенсионера с провалами памяти либо лилия нашлась либо искать ее перестали вовсе из офиса не доносилось ни звука в тишине андрей листал подшивку история варшавцева проходила в ежедневных победах достижениях выполненных планах правящая партия иногда казалось что та же кпсс способствовала шахтерским успехом титаны производства бурили взрывали прославляли край в перерывах участвовали в выступлениях местного квн ярмарках и соревнованиях вырви каждую четвертую страницу и покажется что варшавцева рай для трудолюбивых шахтеров в он даже звезды приезжают в дк валерий леонтьев и группа чешико да и уровень преступности снижался по мере того как андрей отходил от миллениума отгремели перестрелки сгинули братки самые шумные персонажи отправились на зону милиция взялась наконец-то за наркоторговцев бабушки не стало помечал андрей года саша умер я уехал из города он не знал что надеется найти но вчитывался в буковки между них на втором час он собрался прерваться и покурить хотел было отложить очередную папку но зацепился за заголовок спасатели выловили из воды женскую голову андрей впился глазами в статью новогодние праздники омрачены зверским убийством следственно-оперативная группа прочесывавшая затопленный карьер обнаружила фрагмент трупа отрезанная голова может принадлежать женщине которую в течение двух недель искали как без вести пропавшую об этом сообщил прессе представитель варшавцевского городского отдела милиции правоохранительные органы проводят объективную проверку всех обстоятельств и причин данного резонансного преступления андрей дважды перечитал косноязычную сводку номер вышел 8 января 2009 года неделю спустя журналист яс мурновский писал опознан фрагмент трупа найдены в затопленном карьере жертвой оказалась 27-летняя жительница варшавцева софия бикетова гражданка бикетова пропала без вести 22 декабря прошлого года согласно предварительному заключению судебно-медицинского эксперта женщина была убита позднее приблизительно за неделю до обнаружения фрагмента аквалангисты продолжают поиски недостающих частей тела фрагмент повторил про себя андрей и подумал что новый год когда погибла некая софия бикетова он отмечал на дачу богдана 8 месяцев как он встречался с машей счастливый головокружительный год про бикетову нашлось еще две пустопорожные статьи карьер прибрал останки не выдал водолазам и убийцу не постигла заслуженная кара город забыл с бикетову как раньше забыл л дериш терзаемый смутными не оформившимися до конца догадками андрей вышел из архива смурновский сидел за компьютером энергично набирая текст пальцы порхали по клавиатуре андрей откашлялся привлекая его внимание простите а где могу покурить курилка за лифтом сказал журналист щелкая клавишами его ворот собрался гармошкой обнажая красную исцарапанную шею мать бы себе купил подумал андрей и вновь мысли устремились в прошлое откуда эта уверенность что лили и софия бикетовы связаны он в два приема высосал сигарету и ринулся назад к подшивкам теперь его занимали номера за декабрь и январь девятый десятый год ничего десятый одиннадцатый зеро полный штиль в одиннадцатом и двенадцатом не то разочарованно вздохнула андрей и перед ним открылся последний номер двенадцатого года и фотография полноватой коротко стриженной женщины разыскивается луконина галина петровна 1970 года рождения уроженка города мариуполь 19 декабря приехала в город варшавцево в гости к сестре свидетели видели ее на автовокзале дальнейшее местонахождение луконины неизвестно приметы разыскиваемый на вид 40 лет рост 170 сантиметров плотное телосложение волосы русы и глаза карии была одета в ярко-розовую куртку шерстяную юбку до колен черную шапку берет обладающих какой-либо информации просим сообщить по телефону андрей поймал себя на том что грызет нокоть он схватил папку тринадцатого года хорошего года влюбленного радостного фотография галины лукониной пять недель подряд мелькала в разделе розыск а потом канула в небытие присоединилась где лишь и бикетовой вот чёрт прошептал андрей вырвал из груды папок подшивку за 2004 год твою мать бормотал он склонившись над декабрьским номером твою мать он вскочил с колотящимся сердцем снял папку девяносто шесть и девяносто два но те предпраздничные дни не обозначились ничем особенным в отличие от последних 16 лет подумал он включая сканер нервно теребя распечатки он вернулся в офис смурновский куда-то задевался в его компьютере был открыт вордовский документ и удивленный андрей прочитал два слова повторяющиеся вновь и вновь журналист как одержимый джек торрентс из кинговского сияния выбил раз сто подряд красный человек красный человек красный человек 26 вестибюле нику едва не шибла с ног распаленная рыжая дамочка пронеслась задев рукавом лисии шубы какие все нервные хмыкнула ника вспоминая чинных японцев за утро она стала свидетелем трех бурных ссор и одной драки разъяренные мужики бодались возле рюмочный терем копание в интернете не дало никаких результатов да она и не рассчитывала особо что миру до города варшавцева зато кое-какой информации снабдила бабушка сгорбленная рано одрехлевшая женщина сказала промокнув платочком слезящиеся глаза в двухтысячном это было весной да точно сашеньке девятнадцать исполнилось мама царствие небесное его умоляла к специалисту сходить он ни в какую не верил он им она и так и сяк мол знахарь есть шепчет и как рукой снимает а у него же девушка тогда появилась ника вся превратилась вслух ухватилась за бабушку пристальным взглядом девушка ты видела нет знаешь же какой он скрытный был но я догадывалась и мама тоже дал он согласие в общем через пень колоду позвали мы мотая этого мотая да такая у него фамилия он поколдовал над спящим сашенькой и что ты думаешь помогло торговать он гадостью этой бесовской не перестал но сам посвежел говорит я бабулечка дозу уменьшаю потом вовсе брошу на гитаре снова играл поправился я от счастья место себе не находила и сглазила видать ненадолго матаевского заговора хватило бабушка всхлипнула отвернулась в угол где иконы соседствовали с фотографиями дочери и внука ника не отрицала существование загробной жизни теперь уж точно не отрицала она сильно сомневалась что в посмертии людей ждут зеленые луга говорящие зверушки интернациональный коллектив как на иллюстрациях сторожевой башни скорее что-то по-японски технологичное функциональное супер современные офисы соты перепрограммирование перековка душ и бог если он есть представлялся ей не седобородным старцем а молодым прагматичным дизайнером из тех что создает наслаждаясь процессом и забывает о своих проектах сразу по окончании работы в тяжелые минуты ника чаще прибегала к поддержке фармакологии они к молитвам но вчера она готова была благодарить создателя за встречу с андреем в одиночку она бы не справилась не поверила бы самой себе андрей нравился ей все больше и плевать если их пути завтра же разойдутся если с праздниками и призраками завершится их мимолетный союз сейчас они были нужны друг другу как никогда ника погладила бабушку по волосам она точно знала как следует поступить на втором этаже суетились нарядные родители в актовом зале детский хор пел про деда мороза присутствие посторонних гарантировала безопасность простите обратилась она к дородной тетке с исполкомовским гнездом на голове а где принимает народный целитель тетка покосилась подозрительно а вон ткнула пальцем в коридорчик сбоку и не дожидаясь пока ник уйдет сказала кому-то двадцать первый век на дворе они в экстрасенсов верит перед зеленой дверью стояли спаренные стулья табличка отсутствовала как и очередь иссяк на сегодня поток бедолаг желающих закодироваться кто кодируется на пороге нового года ника постучала робко отворила дверь и очутилась в скудно обставленном кабинете стол стулья кушетка окна плотно зашторены бархатными гординами освещала комнату настольная лампа и хоть помещение было крошечным она не сразу увидела хозяина словно в ответ на ее здравствуйте он сформировался из теней смутный силуэт отделился от темноты шагнул к свету обретая четкость вы на прием голос старика шелестел как крона дерева на ветру колючие глаза изучали гостью радужная оболочка была желтой раньше ей не встречалась такая пигментация да но я не записывалась я свободен пока старик кивнул на кушетку ника села борясь с волнением от щедушного низкорослого знахаря веяло животной силой захаживавшие в стрип-клуб члены якудзы могли бы позавидовать такой энергетики она оплетала и девушку и весь кабинет незримой паутиной а хозяин был желтоглазым пауком закрывшаяся дверь обрубила внешние звуки ника засомневалась что люди снаружи спасут ее услышат ее крик на вид знахарю было лет семьдесят но нику не оставляло ощущение что все это морщины и лысина залезанные к затылку редкие волосы и вельветовый пиджак с кожаными нашлепками на локтях лишь часть хитрой маскировки как мне вас называть спросила ника искусственно улыбнувшись дедом мотаем зови зрачки сжалили сверлили переносицу девушке хотелось снять себя клочья паутины мне вас рекомендовали как опытного специалиста можете рассказать о своей методике это не методика промолвил знахарь и ника сообразила что он уже работает с ней кисти двигались по кругу в манжетах рубашки губы шевелились от губного желобка тянулась вверх неровная борозда давний шрам это дар видеть потаенное и извлекать его вот здесь увенчанный острым ногтем палец ткнул ей в лоб и голова девушки непроизвольно откинулась к стене ты впустила это в себя у меня есть зависимость сказала ника сосредоточившись на уродливом шраме я принимала таблетки некоторое время я достану это из тебя старик подошел ближе казалось что его левое запястье призрев анатомию вращаются по кругу правая парила у самого лица пациентки его плавные взлеты и падения укачивали становилось тепло уши закупорила вата сквозь нахлынувшую пелену ника спросила что происходит после с тем что вы вытаскиваете она остается рядом отвечал мотай каким-то образом он умудрялся разговаривать с никой шептать не прерываясь шепот отыскивал полости в ее теле и заползал туда она сделалась сосудом этого щекочущего шелеста моя задача достать его ваша не дать ему вернуться ника моргнула и картинка поменялась как на кустарно смонтированной пленки знахарь нависал над ней заслонив комнату рот кривился шепот трогал какие-то мембраны в голове и они резонировали за смыкающимися веками она различила бескрайнюю степь земля походила на стариковское лицо испещренное морщинами и шрамами она шла по высохшей коже пыль клубами поднималась в серое небо во мгле был кто-то еще девочка ее белые волосы мелькали то тут то там иные фигуры опасные угрожающие песчаная буря заштриховывала пейзаж хоровод призраков сужался ника махала руками как тонущий человек пытающийся выплыть из пучины из урагана из полусна ее ладони при этом смирно покоились на бедрах а чужие пальцы сновали по плечам по горлу по груди трогали щипали переиначивали девочка выскочила на нее прорвав пылевой саван вопль опалил лицо драконьим жаром зловонием запри ника распахнула глаза знахарь сидел за столом лампа освещала только нижнюю половину его лица подбородок тонкие губы и шрам я уснула так нужно сказал мотай она прислушалась к собственным ощущением к своему телу и не обнаружила ничего необычного сонливость прошла сердце билось в прежнем ритме получилось сейчас ты чисто спасибо сказала ника никакой чистоты она не чувствовала старик определенно владел гипнозом и умел облапошивать наивных граждан 20 лет наживался на болезнях и зависимостях вваливался в дома напялив маску многозначительной угрюмости шептала колесицу и сашу не спас отсрочил его смерть продлил агонию но не вылечила ведь мама поверила ему шарлатану с искалеченной губой сколько я вам должна сеанс стоит полторы тысячи рублей она читала купюры подошла к столу вам знакома девочка по имени лилия дереш спросила она без окивоков в тишине хрустнули старческие суставы знахарь встал заложив руки за спину он едва доставал макушкой до ключи цники и это разница в росте придала девушке уверенности я тебя помню сказал задумчиво целитель ты ковыч твой брат встречался с моей внучкой с вашей мотай клацнул выключателем и под потолком зашлась люстра в ее свете он превратился в самого обычного дряхлого старичка с лилий сказал он лиля дереш была моей внучкой ника шарашина смотрела на знахаря что с ней случилось никто не знает она пропала 16 лет назад я искал ее милиция искала и твой брат он клял себя за то что не сумел ее защитить саша приходил к вам каждый день он был убит горем как и я старик оперся о стол будто груз воспоминаний гнул его к паркету ясные желтые глаза затуманились лилия была особенной девочкой с редким даром и и аура была белая и белее снега как у моего прадеда и даже сильнее она родилась в рубашке в ночь ее рождения над землей пролетела комета лиля могла бы лечить людей но мой сын был против сын меня недолюбливал и у него были на этой причины я не назову себя хорошим отцом знахарь гурько усмехнулся первые человеческая эмоция за весь сеанс родители забрали лилю в воронеж я не видел ее восемь лет а в двухтысячном году лилечка стала сиротой сын и невестка погибли в пожаре дом сгорел лили переехала ко мне я и было 16 получается осмелилась ника заговорить она прожила у вас меньше года верно но за те месяцы она научилась многому выявлять болезни зашептывать она мечтала избавить сашу от проблемы я провел с ним один сеанс а она ежедневно исцеляла его и не было никаких зацепок куда она могла деться не малейший знахарь опустился на стол кряхтя дед мотай ника больше не боялась старика она прильнула к столу произнесла негромко я думаю лиля пытается установить со мной контакт широко посаженные глаза знахаря окатили ее желтым плеском ты говоришь о ее душе да затороторила возбужденная девушка она подает сигналы короткие послания белая лилия черной зимы он поворачивает пятый ключ что эти фразы могут значить я не понимаю оцепенела сказал знахарь черт ника забывшись грохнула кулаком по столешнице почему не объяснить все в лоб так и так я хочу от тебя этого и вот этого то ли хитров в ответ на этот вопрос сослался на законный жанр а удивительно но старик был с ним практически солидарен есть правило мертвым запрещено вмешиваться в дела живых они ищут лазейки их слова необходимо расшифровывать знахарь извлек из пиджака упаковку валидола надорвал бумажку бросил пилюлю под язык и произнес устало я так надеялся что лили пришлет мне весточку с той стороны любой знак подсказку что-нибудь но прошло столько лет и я больше не жду и ничего не желаю знать уходи и беспокойся о своей душе ковач мертвым уже не помочь извините меня пробормотала ника и покинула ссутулившегося старика двадцать семь он купил продукты и навестил маму почаевал с ней обсудил насущные вопросы мама и он был ей безмерно благодарен не заговорила о маша будь осторожен сынок наставляла она когда он обувался во дворе паренька проткнули отверткой ты по ночам не ходи не буду пообещал он на город опустились сумерки затопили канавы жирной темнотой ветер гнал бумажный мусор по пустырям скулил в ливневых трубах и псы инстинктивно сбегались к центру варшавцева подальше от окраин торчали на освещенных пятачках и провожали прохожих жалостливыми глазищами за школой подростки взрывали петарды треск выстрелов отдавался эхом словно из степи стреляли в ответ казалось зайдешь за частный сектор за кладбище или врезанное в марсианский пейзаж футбольное поле и тебя мигом утащат во мрак а уж дальше дробильно сортировочные фабрики бывшего вокзала и моста влюбленных сунуться лишь безумцы мало ли кто обитает здесь в подземных пустотах в катакомбах под поликлиникой черное зеркало карьеры дернула рябь курильщики стараются не отходить от рюмочной по одному сами того не осознавая курит в тесном кругу поближе к праздному гомону и вызывают сопроводить друг друга даже храбрецы возвращающиеся из-за боя спешат поскорее оказаться дома семенят по тропинкам и лесенкам а обеспокоенный водитель гонит лаз в автопарк и громче включает радио за придорожными деревьями снуют тени по водруженному на бетонные опоры газопроводу ползут тени тени клубятся у лестницы кинотеатра современник двое ребят со значками и медвежатами на рюкзаках прислоняются к ярким афишам новогодних комедий фантастики отшучиваются грызут попкорн и лучше умрут чем поделиться своими тревожными мыслями на турнике болтается кусок пеньковой веревки по ветру туда сюда андрей с трудом усмирил разбушевавшуюся фантазию призвал трезво посмотреть по сторонам обыкновенный вечер обыкновенная провинция а призраки сидят дома и не высовываются на улице он добрел в потьмах до бабушкиной пятиэтажки забросил в по-хорошему пустую квартиру пакеты час назад он созвонился с никой хитровым и назначил встречу в шоколаднице троицы детективов впору регистрировать сыскное агентство что-то моя шева затихарилась подумал он выходя из да змеем толиным и анне николь в подметке не годится здоров журналист хрипотца солидола прервала плавный ход раздумий вова стоял там же где они виделись воскресенье под фонарем кажется он был трезв кресту на шее присоединилась позолоченная конка он трогал свои обереги и косился куда-то вбок привет вова сказал андрей но руки не подал не хотелось ему жать солидолу руку одного раза достаточно к тому же сейчас вова был без экающего дружка и вроде бы не лес нарожен ты таню мою не встречал андрей вспомнил крашеную брюнетку местечковую арнеллу мотти нет солидол зябко поежился в маркированной заводской тужурки он совсем не походил на себя прежнего борзого всасывателя пчел человека наводящего ужасно окрестную шпану он был растерян сбит с толку весь день и ищу вова шмыгнул носом хорошая она у меня но бедовая дедомовская она понимаешь андрей неспеша двинулся по тротуару солидол поплелся следом он говорил на ходу и заглядывал под лавочки будто выискивал там таню она завяжет помяни мое слово она мне пообещала в реабилитационную клинику ее возил разные способы пробовали тяжело и пока но она целеустремленная козирог ну я вон сам завязал без нахерей без врачей андрюх тебя же андрюхой зовут я бабку твою знал помогал ей мусор выносить ты молодец уехал и мы с анюшей тоже уедем зубляю андрей слушал болтовню своего заклятого врага время отматывалось назад редела гребница спутниковых тарелок исчезали кондиционеры вова молодел сбрасывал жирок укорачивались его волосы растяжка над оменом поздравляла с наступающим 2001 годом дети гадали чем себе занять на зимних каникулах в отсутствие снега каникулы андрея ермакова были омрачены глупой и рискованной выходкой два дня он не гостил у бабушки не показывался на быкова прогуливаясь высматривал лысую башку солидола ждал суровой кары сжечь вовину базу ужасался он господи чем я думал зря он убеждал себя что в беседке было темно и журавель не успел его как следует рассмотреть а солидол вообще закопался под доминошным столом он чувствовал за ним охотятся за три дня до главного праздника андрея то ли маршировали проселочной дорогой шли от ковычей подавленные утром ника пригласила их на мультики но планы нарушила ее мама она выскочила из калитки перед носом мальчишек волоча за собой вяло сопротивляющийся дочь не поздоровавшись пронеслась мимо и ник и спрятал от приятелей заплаканное лицо снова брат колется сказал хитро фугрюма андрей не ответил погруженный в свои мысли он не видел ни глинистой почвы ни воронов на ветвях деревьев не дежурящего около его солидола сюда подошел ревкнул вова преграждая путь смысл выражения вся жизнь промелькнула перед глазами перестал быть абстракцией андрей сглотнул слюну и попятился солидол вынул из кармана руку раздался выворачивающий душу щелчок и сжимаемая в кулаке рукоять выплюнула узкую сталь у него нож выкрикнул хитроф ночью анализируя стычку андрей задавался вопросом был ли нож пустой угрозой или солидол действительно воспользовался бы им посреди бела дня напротив окон андрей решил что все зависело от того насколько вова обдолбан а судя по бешеному взгляду он внедрил в себя увесистую дозу и вряд ли понимал где находится перед ним была жертва и он пошел чертя лезвием узоры драпой закричал хитроф андрей прыгнул в овраг побежал по изгаженному руслу и страх ссек его подгонял ноги спотыкались о сваленные сучья андрей протирался сквозь брелом повторяя как заведенный мамочка 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 он сверху предупредил толин вопль следов скатился во враг едва ли не на макушку андрею хрусть упал на колени нож слепо пырнул мусорную кучу пропорол пакет кранты тебе сучонок зашипел вова достану из-под земли и ковач не спасет да резюмировал андрей потом он убил бы меня не дрогнув мальчик метнулся к отвесному склону вскарабкался раня камушками ладони хитро вбежал параллельно разделившему их оврагу жестикулировал указывал на ближайшие дома но андрей уже мчался в противоположную сторону к березовой рощице с каждым шагом понимая что уходит от цивилизации изо рва как покойник из могилы выбирался солидол небесно-синие глаза зафиксировались на беглеце мне конец обреченно подумал андрей ступни отталкивались от мерзлой почвы кора цепляла одежду зимняя куртка замедляла бег проклятые подштанники натирали промежность проселок огибал рощу и мальчик вновь очутился в частном секторе но в самом его хвосте где большинство построек были заброшены хищник шел по пятам андрей почти слышал свист рассекающего воздух лезвия он завертелся на месте просчитывая маршрут облупившийся штакетник сорняк окна оскалившиеся стекольными клыками и в тупике утыканы погребками холм распаленный мозг спроецировал на холм образа иисуса из детской библии спаситель парил над вентиляционными трубами и оттопыривал большой палец good idea my son летом они с хитровым собирались экспроприировать бесхозное хранилище оборудовать партизанскую землянку андрей рванулся к холму дернул железную крышку и не ошибся люк отворился под ним должна была чернеть двухметровая яма сердце больно екнуло неужели кто-то зарыл хранилище это листья сообразил андрей прошлогодние листья засыпали яму до самого верха не мешкая он юркнул в погреб нащупал носком перекладину лестницы и как водолаз в пучину погрузился в листья будь там прутья арматуры они бы прошили его как колья ловушки прошивали принца персии голова мальчика скрылась в яме люк опустился он стоял на перекладине держась обеими руками за приваренную крышке скобу повиснув на ней всем весом во тьме смердящей сыростью и перегноем по грудь в зловонной листве которая трогала его ледяными лапками он не знал сколько времени провел внизу четверть часа час даже точно сказать не мог дергал ли кто-то крышку или ему померещились эти толчки то ли на окрики вывели из окоченелой дремы я тут просипел андрей откидывая люк хитров помог выбраться он ушел да не весело ответил друг ушел но не уехал из города читался подтекст ночью комкая подушку андрей репетировал речь и уснул под утро предновогодним днем он рыскал по варшавцева в поисках солидола вова нашелся у интернет-клуба при виде мальчика глаза владимира полезли на лоб впрочем за нож он не схватился ты я хочу с тобой поговорить андрей посмотрел на малолетних компаньонов солидола наедине получилось очень круто как в гангстерских фильмах они свернули за угол и солидол потянулся к андрею слушай внимательно сучонок это ты меня слушай бесстрастно сказал андрей рука застыла я знаю чем ты занимался под столом продолжил андрей лицо солидола перекосила ярость прыщавые щеки зарделись он смял мальчика в охапку и шлепнула стену дыхнул запахом пива и плохих зубов андрей не испугался нельзя бояться постоянно ты ничего не знаешь знаю подумал андрей ты сосал журавлю член вот что ты там делал знаю вслух сказал он и весь город узнает если хоть волосок упадет с моей головы или с головы моих друзей позже прокручивая в голове ту сцену он решил что фраза про волосок звучала слишком пафосно зато возымела явный эффект солидол пару раз встряхнул наглеца неуверенно беспривычного фанатизма отпихнул от себя чё несешь пробормотал он петляй отсюда пока живой сопляк андрей ушел наслаждаясь тяжестью крыльев выросших из лопаток ну сказал он 36-летнему солидолу я пойду в восстановился у грунтовки спускающийся в карьер что-то тут нечисто сказал он реальное дерьмо творится на районе двое пацанов за неделю крякнула нас бог проверяет берет нашу варшавцева и трясет его сатана колобродит испытывает меня что я за фрукт а я не ведусь понял и ты не ведись андрюх отсосать он у меня хочет или что саркастично интерпретировал андрей исповедь солидола пока вова андрей зашагал к дороге на солидол окликнул его он был каким-то особенно захудалым и пришибленным на фоне кустов и рыжих отвалов андрюх в юности всякое бывало ты зла на меня не держи если вилы надо всех прощать а хрен тебе подумал андрей и ограничившись короткой улыбкой пошел прочь 28 шоколадница было тепло и комфортно праздничная мишура искусственная ели и грушечные санта-клаусы контрастировали со слякотной серостью за окнами аромат сдобы специи свежемоутого кофе действовал на нику расслабляюще поодаль нежилась парочка влюбленных родительница болтала по телефону пока ее чадо перепачканная в заварном креме девчушка сосредоточенно лизала алюминиевую спинку стула молоденькая официантка протирала прилавок двигаясь в ритме рождественских хитов льющихся из колонок ника заказала клубничный коктейль а толя латте андрей опаздывал и ника не удержалась поведала толи о своих приключениях едва закончила забринчал колокольчик над дверями возвестила приходе андрея черный кофе пожалуйста сказал андрей официантки направился к их столику пожал то ли руку поцеловал нику сел рядышком с ней она только сейчас поняла как сильно скучала по нему весь день красивый у меня бойфренд отметила она скользну взглядом по его запястьям аристократическим пальцем простите я с солидолом заболтался о чем интересно он мне проповедь читал про бога и сатану ника у мотая было сказал толи у кого у знахари его дед мотая зовут ты с ума сошла возмутился андрей а если бы он да все нормально сказала ника он не убийца лиля дериш его внучка она повторила для андрея историю упустив лишь один аспект он спросил что же именно лечил знахари она безразлично ответила ничего конкретного так профилактика мне же причина была нужна ну добро пожаловать в клуб неодобрительно проворчал андрей мало тебя фамильных призраков хочешь собственных насколько я вижу эти сеансы не привели ни к чему хорошему ты когда сердишься на брундочка похож ласково сказала она что же получается вклинился хитров дедушка лили лечил нас троих четверых считая сашу а саша встречался с лили санта-барбара какая-то насчет шеф ты попал в яблочко сказала ника андрею по словам мотая болезнь остаются возле исцеленного пациента а про то что у нее ручки и ножки появляются он не говорил вот почему мы ее не помним сказал то ли она и года здесь не прожила официантка поднесла кофе воспользовавшись паузой андрей шепнул ники на ухо больше так не делай твоя самодеятельность не только опасно она может помешать нашему расследованию обещаю быть пай девочкой сказала ника и потерлась виском моего плечо он чмокнул ее в макушку то ли прикрыл ладонью улыбку а что у тебя хитров моя история короткая во-первых повесился коля федорин нифига себе присвистнул андрей кто такой коля федорин уточнила ника он играл в подворотнее с твоим братом пояснил андрей мы в юности покупали у него кассеты но почему говорят он пил а потом завязал что-то мне подсказывает что не без помощи нашего деда мазая думаешь думаю эта чертовщина влияет не только на нас шевы возвращаются ко всем кого лечил знахарь или к определенной части горожан ни один коля покончил с собой за последнюю неделю целая череда смертей а еще вспышек агрессии помутнение разных как мой баси сказал в воздухе вид безысходностью почти слово в слово проповедь солидола он говорил дьявол искушает людей солидол всегда был умным парнем а варшавцева всегда было местом с повышенной концентрации безысходности вставила ника погоди сказал толя ко мне на запись приходила таис это наша бесталантная певица обычно она ведет себя как звезда мирового масштаба но сегодня ее словно подменили она нагло домогалась меня несла всякий бред забралась на стол и раскорячила ноги а трусиков на ней не было везунчик ты хитров хмыкнул андрей она мастурбировала при мне полушепотом выпалил то ли покраснел прости ника ты точно не описываешь нам свои сексуальные фантазии спросила девушка это было не сексуально вздохнул то ли это был дурдом а когда я ее отшил она стала угрожать мне своим хахалем какой у нее крутой и как он поворачивает пятый ключ что хором переспросили ника и андрей да да так и сказала он поворачивает пятый ключ мне кажется она сама не поняла что говорила вроде вроде моей юлы ее использовали чтобы мне пригрозить и вот совпадение это таис лечил у знахаря аллергию тебе не послышалось осторожно поинтересовался андрей увы она была ближе ко мне чем вы сейчас по всему городу шепнула ника во что мы вляпались журналист в архиве тоже вел себя странно произнес андрей не удивлюсь что он знаком с мотаем ковач простонала андрей на хрена ты к нему поперлась я чувствую себя прекрасно как видишь не вешаюсь не кидаюсь на прохожих никого не домогаюсь предположим шева способны воздействовать на психику тогда почему с нами троими все в порядке постучи по дереву велел то ли может сказал андрей потому что мы в самом эпицентре этого влюбленная парочка покинула закусочную мамаша монотонно бубнила в трубку отчитывая собеседника ее дочка вылизывала стул и принялась за оконное стекло расплющивала пуговку носика и лозе языком по поверхности официантка строчила сообщение пел сладкоголосый элвис пресли давайте я расскажу о своих изысканиях предложил андрей доставая из пальто стопку распечаток это все про лилю изумилась ника про лилю и других таких же как она андрей передал друзьям бумаги и так 16-летняя лиля дериш пропала 20 декабря 2000 года 4 января через 15 дней ее дед поместил в газету объявления а может это сделал твой брат в этот год ты чуть не жёг хибару солидола сказал толя ника потребовала подробности и парни просветили ее я помню тот день когда за тобой погнался вова мы с мамой пришли домой а саша валялся на полу везде были разбросаны пакетики с дурью и запаянные трубочки он сорвался после долгого перерыва лихо так сорвался мама врезала ему пощачину и забрала меня к бабушке сорвался потому что пропала его девушка сказал толя будто оправдывая ее брата он кололся вместо того чтобы ее искать презрительно бросила ника отвлечемся от лили пока сказал андрей выбрал нужный лист и ткнул пальцем фотографию улыбающейся брюнетки софия бигетова 27 лет пропала 22 декабря 2008 года ровно через восемь лет после лили и какая тут связь озадачился толи пробежав глазами по статье кроме нового года не спеши на рождество ее нашли вернее нашли ее отрезанную голову плавающую в карьере хрена тень прокомментировала ника убийцу судя по всему так и не нашли нашли бы посвятили этому целый номер местная полиция обожает себя пиарить хочешь сказать это дело рук маньяка выслушайте до конца согласно эксперту убита бигетова была не сразу а примерно за неделю до обнаружения то есть еще неделю и удерживали где-то а это ника извлекла из стопки фотографию женщины постарше а это галина луконина 42 года приехала из мариуполя в гости к сестре последний раз ее видели на автовокзале 19 декабря 12 года пропала без вести как и предыдущие девушки и все под новый год пробормотал толи не просто под новый год глаза ники блеснули двухтысячный восьмой двенадцатый это високосные годы браво похвалил андрей начиная с нулевого каждый високосный декабрь в городе пропадает женщина не сомневаюсь что все они мертвы и хотя у меня нет доказательств осмелюсь предположить что их держит где-то прежде чем убить и избавиться от тела ну а 2004 год спросил разгоряченный толи и девяносто шестой вторила ему ника в девяностых ничего такого не происходило а вот четвертый андрей выудил из кармана припрятанный листок четвертый выбивается из системы нет никакой информации о пропавших людях но аккурат в новогоднюю ночь подбой курантов клиент зверски убил девушку легкого поведения стоп вскинул руки толи ту девушку убил женис умбетов родственник нашей библиотекарша спросила ника ее сын странный замкнутый паренек что-то там не так пошло с его воспитанием некоторое время он тусовался в компании солидола но потом даже вова перестал с ним общаться женис не просто убил ночную бабочку он зарезал ее серпом он что серп к проститутки прихватил судя по статье да его арестовали тут же арестовали и посадили поддакнул толи и он мотал срок когда исчезли то ли сверился с бумагами бекетова и луконина и до сих пор мотает а в нулевом ему было 16 в 16 дебютировали многие маньяки заспорила ника пускай но из тюрьмы он точно не сбегал чтобы похитить этих двух тут вот какое дело сказал андрей убийство проститутки может быть совпадением мало ли какие преступления совершаются по пьянке на новый год допустим в четвертом году тоже пропала девушка но родственники не дали объявление о пропаже допустим родственников у нее не было и газета ничего не написала сплошные допустим по никто ли за окном пролетел завывая сиреной полицейский автомобиль это то с чем мы способны работать развел руками андрей но вообразите на секунду четыре женщины за 16 лет похищение или убийство или похищение убийства в конце каждого високосного года ритуал спросила ника и мужчины уставились на нее да сказал толи это похоже на какой-то долбанный ритуал мамаша договорила по телефону отвесила дочурки подзатыльник и увела хнычищую в сумерки они остались единственными посетителями в шоколаднице а теперь самое насущное сказал андрей у нас заканчивается шестнадцатый год и он високосный если похититель еще жив он продолжит свои цикличные преступления как только я это понял меня будто по башке огрели пятая жертва вздрогнула ника пятый ключ произнес то ли он поворачивает пятый ключ прямо сейчас об этом говорят наши шевы алили хочет чтобы мы спасли пятую вскрикнула ника и официантка покосилась в их сторону я был в понедельник у алпитолиной она сказала что в школе чп 11 классница пропала он подсчитал мысленно кажется 22 числа почти неделю назад уйкнула ника девочка с характером мол и раньше сбегала к дружку и в интернет она выходит это ничего не значит надо в полицию звонить что мы им скажем парировал угрюмой толя что нам анна николь смит подсказки дает и моя семимесячная дочка нет конечно расскажем про ритуал про эту вот серийность вы понимаете что мы тут коктейль пьем а маньяк медленно убивает девочку я об этом думал проговорил андрей нет у нас ничего кроме домыслов полиция нас на смех поднимет ну проститутку зарезали эко невидаль он бетов арестован к тому же ну и исчезали люди ну на праздники на праздники душа перемен жаждет а школьницу эту и так полиция ищет будут тщательней искать сопротивлялась ника черта с два ника потупилась в свой стакан и вдруг произнесла слушайте а ведь теория андрея не совсем верно призраки приходят не потому что хотят нам что-то сообщить они здесь из-за того что ключ поворачивается 29 вертолет сбили из дошака лукоянов видел в иллюминатор ребристый ствол крупнокалиберного пулемета вспышку а потом машина ухнула вниз повезло что чертов пилот был слишком близко не только гнезду врага но и к земле разведгруппа кувыркаясь и матерясь покатилась по песку ми-8 пропахал брюхом бархан беспомощно вращались лопасти загребали раскаленный воздух пулемет повредил балку восьмерки рулевые тяги и вал рулевого винта но не поджег керосин в баках вот тебе и противозенитный маневр мля ты бы к нему в окно залетел орал на пилота дембель гаршин лукоянов пригнулся и наблюдал за второй вертушкой вертолет полукругом облетал кишлак из-за брезентов и занавески в его хвосте проклюнулся кормовой пулемет плюнул короткой очередью пули из решетели глинобитную стену хибары духов было как минимум двое один с калашом второй пулеметчик засел за дувалом сюда бы ми-24 подумал лукоянов и накрыть пидорасов огнем из двух спаренных скорострельных пушек до кишлака было рукой подать лукоянов крался по гребню холма обувь вязла в песке кроссовки кимры куда удобнее берцев если родина забросила тебя в жопу мира в пустыню дождь и марго где под каждым кустарником таятся шайтаны дефицитные лапти на силу выклинчил военторга а сука процедил гаршин дух отвлекся от вертушки и дал очередь по барханам свинец просвистел над головами четырех бойцов лукоянов смахнул пот его батальон дислоцировался в лошкаргахе главном городе провинции гельмент накануне большой операции по захвату укрепрайона масса калы штаб послал два вертолета разведать обстановку повторно прочистить аулы которые как докладывалось ранее были брошены и безопасны и вот получайте поврежденную птичку и двоих бородатых ублюдков замечательным изобретением дегтярёва и шпагина дух лупил засев за фордовским трактором восьмерка молотила винтами завтра здесь пройдут победоносным маршем их баро дарон я шурави и братья афганцы сарбозы вышибут повстанцев свода накопительной плотины но будет ли жив он валька лукоянов призыв весна 87 из родного варшавцева из степи из под мамкиной юбки забрали тепленького три месяца муштровали в ашхабадской пехотной учебке и сразу турнули за речку или ты герой или труп с дырой на на гаршин двухметровый детина в трофейной камуфляжной куртки made in usa лупил по кишлаку из автомата пули дырявили трактор вздымался фонтанчиками песок лукоянов стал отползать он заметил что-то вроде кратера у холма и сейчас пол студа царапая брюхо камни ужасно хотелось курить бахнуть стаканки шмишевки или лучше спирта тяжелый глоток горячим кубом распирающий глотку по пути в желудок вернусь домой буду месяц пить поклялся он себе и плюхнулся в кратер как в холодную водицу затопленного варшавцевского карьера нырнул воронка с черной дырой на дне была частью подземных водорастительных коммуникаций колодцы киризы выкапывали рядком они соединялись штольные связаны с горными массивами дожди и тающий весной снег образовывали грунтовые воды которые стекали от подножий гор по трубам киризов спасение для крестьян лукоянов припал край выемки закрепил на почве рифленый протектор кимры и вскинул акаэшку душман сгорбился за трактором перезаряжался басовиток гаркнул крупнокалиберный но промазал взвали турбины восьмерка описала дугу ее тень легла на потрескавшиеся крыши хибара вертолет накренился штурман вывел по кота по кормовой турели до крайнего положения надавил на гашетку очередь снесла афганскому пулеметчику купол укоротила по брови мозги и костяная каша шмякнулись на забор труп повалился уволакивая с собой пулеметную треногу одновременно лукоянов нажал на спусковой крючок и второй душман забился в агонии прикрывая пальцами сочащийся бок получил сука вопил гаршин радостно ухали вертолетные лопасти геликуптара шурави выплясывал триумфальный танец штурман улюлюкал перевесившись через турель загуляю подумал лукоянов сплевывая все варшавцевские девочки мои будут он не слышал как из черной дыры в горловине колодца поднимается сутулая фигура подземный житель пустынный хищник лифчик спецжилета набиты рожками и ракетницами сигнальные шашки на лямках пыльная борода и торчащие из кулака зазубренное лезвие камушки посыпались в киарис лукоянов начал разворачиваться и взгляд его встретился с безумным пылающим взглядом маджахеда враг замахнулся блеснул нож валька чупакабра проснулся в подсобке дыка он был лежал на спаренных облезлых креслах пол-литровая бутылка из-под банак вы выскользнула на пол и по комнате разлился сивушный аромат чупакабра встал ворча нащупал пластик смочил язык горькими каплями во рту и на душе было дерьмово сердце снова покалывало ныл шрам под ключицей рота подъем прошептал он выходи строится на физическую зарядку ему исполнилось сорок восемь но ощущал он себя на все триста одеревеневшая проспиртованная плоть его зарезали три десятилетия назад из кириза извлекли мертвеца потормошили за штопали в кандагарском госпитале и пускай на родину он летел с живыми в семьдесят шестом или они труповозкой ан-24 он был таким жижмуром как гаршин начинка цинковых консервных банок не стало лукоянова царствие небесное аминь чупакабра вышел пошатываясь вестибель второй этаж дома культуры был пуст окна здесь отсутствовали и он даже примерно не представлял который час день вечер он запамятовал за каким хреном послала его сергеевна в подсобку но диспозиция там была отменная грех не разговеться волит к ебени матери пробормотал чупакабра прислушиваясь вестибюле царила тишина ни жужжание электрогитар на чердаке ни фонограммы гомоны из танцзала значит девочки разошлись по домам пока он дрых а руки чпоки группа звукореза толи сегодня не репетирует воздухе пахло подростковым потом и антиперспирантами девочки из танцевального ансамбля были милыми обращались к нему дядя валя такие воспитанные юные миниатюрные скруглыми белыми попками под юбчонками не грех передернуть трахая самогонщицу люську он представлял их хрупкие неразвращенные тела еще одна причина держаться за эту работу они пускать все на ветер как обычно в черепушке громыхали дальнобойные галбицы хреначили разрозненным беглым огнем долбили по мозгам в нулевых он честно пробовал завязать обратился к старику целителю тот пошептал на ушко помахал руками пить чупакабра перестал почувствовал себя человеком реанимированным валькой лукояновым гоголем ходил по варшавцева а через две недели первый раз шернулся саней ковычу почти присел на иглу в афгане он бывало курил гашиш и заправлялся беленькими таблетками седуксена которые гаршин называл почему-то перпетуум кайф теперь попробовал внутривенный черный водочка спасла водочка завсегда лучше чупакабру терзали ночные кошмары ему снились серые хребты гор пыльные шлейфы бои за стратегически важный гидроузел караван бронетранспортеров нарвавшиеся на засаду великолепно тренированные черные аисты полили из канав на броне корчился сгорающий заживо сержант хрипели люди с культяпками вместо конечностей смерть шествовала по даште марго китайская военная промышленность презрев блажь женевских конвенций штамповала разрывные пули продавала их маджахедом мини гранаты взорвались внутри солдат выворачивали выблевывали мясо перемалывали коленные чашечки локти челюсти чупакабры срочно нужно было кернуть он хромал к лестнице когда услышал посторонний звук шаги по плитке в женском туалете кто-то был сердце чупакабры замерла барахлящий спитый движок припоснившаяся старшеклассница кто же еще маленькая очаровательная танцовщица сторож пошел в темный коридор на цыпочках стараясь не вспугнуть девчонку его не разочаровала бы и руководительница ансамбля но он предпочитал барышень посвежее 9 10 класс но не младше не педофил же он в конце концов шум в башке усилился гиацинты подъехали подумал он морщись миновал пианино и освещенный единственной лампочкой пятачок вот и воняющий тряпками и хлоркой туалет две кабинки на возвышении между нижним краем дверного полотна и цементным фундаментом был зазор в 30 сантиметров не обязательно наклоняться чтобы все увидеть подсматривать за школьницами он начал в прошлом году примет 150 бормотухи следит кто отлучился из актового зала по нужде главное вовремя вернуться на пост пока девчонка заправляет юбку туалет в дыка был словно создан для вояристов внутренний голос бубнил подражая старшему лейтенанту копейкину уважаемые родители валика чупакабры командование войсковой части выражает вам свою благодарность за то что вы воспитали и вырастили такого сына в кабинке шуршала незримая девчонка стягивала колготы примерялась обычно он видел в просвете лишь ноги болтающиеся на щеколотках трусики хлопковые скромные и журчащую струйку мочи но если старшеклассница садилась на корточки надте вам полюбуйтесь на мою девственную киску на лобковые заросли дяденька валик за оказанную вам помощь братскому народу поощрение небольшой бакшиш чупакабра сглотнул предвкушая дивную картинку член набух в нестиранных трусах ну давай малышка моя пис 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 и щели на сторожа смотрела черное обросшие бородой лицо щеки в струбьях ухмыляющийся рот кривые желтые зубы чупакабра вскрикнул в груди не запекло он попятился а дверца распахнулась и маджахет распрямился хрустя суставами грязная армейская сбруя была надета поверх свободной рубахи курты в складках чурбана застряли толстые личинки в окоченевший увенчанный синими ногтями руке маджахеда тускло мерцал кинжал дух подумал чупакабра привидение губы маджахеда сгнили обнажив бурый в рытвенных десны нос был изъеден воспаленными червоточинами и на скуле вздулся пузырь с серозной жидкостью внутри шураве проскрепили мертвые голосовые связки шураве слова будто пропускались сквозь барахлящие ларинги шлемофона острие кинжала нарисовала в воздухе петлю помогите чупакабра бросился по коридору больно чиркнул бедром об угол пианино едва не упал душман вышел из туалета поигрывая ножом в его отороченных струбьями глазницах ворочались раскаленные угли виски чупакабры трещали отдавящий боли сердце молило о пощаде он вылетел в вестибюль и крупицы надежды развеял пустынный вихрь свирепый ветер афганец по лестничному маршу неспешно поднимался мертвяк у него не было макушки в чаши черепа плескались кровавые мозги переливались через неровные бортики над бровями в зубах дух сжимал клинок третий призрак брел со стороны актового зала совсем молоденький бача одеты в кочевничью накидку и поколь левой рукой он придерживал кровоточащий бок кинжалом в правой руке указывал на сторожа ловушка тупик где-то во чреве дыка заиграла музыка на маленьком плоту сквозь буря дождь и грозы взяв только сны грезы и детскую мечту шурави прошелестел хор голосов русский уезжай домой кричали из-за дуалов наглые мальци бачата. Слыхали? Лукоянов досрочно дембельнулся. — Ну! — выпалил Чупакабра в гнилые морды, хлопнул себя кулаком в грудь. — Ну давай, Ахмеды, мля, замороши! На маленьком плоту лишь в дом проникнет полночь. Душманы теснили к колонне. Глаза их пылали, будто впаянные в лице кусочки горящего фосфора, ошметки, фосфорные мины. Моча потекла по бедрам сторожа, а мгновение спустя мертвые душманы вцепились в него с разных сторон. Тридцать. Хитров подвез друзей на Быково, и они попрощались до завтра. — На фестиваль придешь? — крикнул Андрей. — А кто, — спрашивается, — будет вам барзаписцем микрофоны настраивать? Жигуленок поехал, подскакивая на колдобинах. Хитров выключил радио. В голове переваривалась новая информация, брыкалась, не умещаясь на полочках. Что, если это действительно ритуал, и жертвы ключи в течение шестнадцати лет отпирали некую шкатулку Пандоры? А теперь достаточно легкого нажатия, и замок поддастся. То, что вылезало сквозь щели, обрушится на город буйным потоком. Но кто за этим стоит? Фантазия рисовала абстрактного негодяя из комиксов. Одномерного профессора, который пакостит миру потому, что по воле автора, олицетворяет зло. Автомобиль притормозил на светофоре. Рассеянный Хитров наблюдал за переходящей дорогу семьей. Женщина несла коробку в пестрой упаковке. Хитров вырогался. За этим дурацким расследованием он совсем забыл про подарки. Еще днем ему пришла смска. На почте ждал заказ, сделанный им по каталогу. Французская сумочка от любимой Ларисиной фирмы и бонусом комплект эротичного белья, корсета и полупрозрачные трусики. Он уже запасся подарками для родителей. Папу порадует бутылка виноградного коньяка пятнадцатилетней выдержки. Мама оценит по достоинству хлебопечку. А вот Ларисин презент до сих пор пылится на складе. Часы показывали без четверти семь. «Успею», — решил Хитров, съезжая с центральной дороги. До почты было рукой подать. Небольшое кирпичное здание расположилось между аптекой и магазином «Снайпер», предлагающим ассортимент для охотников и рыболовов. Хитров отлично знал всех служащих почты — операторов, курьеров. Здесь, до декретного отпуска, работала Лариса. В зарешетченных оконцах горел свет, и двери были отворены нараспашку. У порога курили двое мужчин спортивного телосложения. Они проводили хитрово, прилипчивыми взглядами, и тот, что повыше, хихикнул. Сегодня была смена Алины Бойко. Симпатичная и веселая девушка из тех, кому идет полнота. «Привет, Толик», — заулыбалась она. Улыбка получилась вымоченной. Алина излучала нервозность, пальцы суетливо бегали по прилавку. Кроме хитрого, посетителей на почте не было. «Как там Лара?» «Нормально, готовится к праздникам потихоньку. А ты как? Трудный день?» «Ох, не то слово. Я выжита, как лимон. Даже плакала сегодня». «Вредные клиенты». «Да, словно с цепи сорвались. Жалобы, ругань, хамье всякое. Но хамы полбеды. У нас тут такие психи водятся, ты не поверишь». «Отчего же?» — хитро вживо вспомнил мастурбирующую на его столе Таис. «Тетенька посылку пришла забирать. Говорю, проверять будете? Буду, говорит. Вскрыла при мне. А в посылке черный резиновый член. Огромная елда. И если я говорю «огромная», это означает «реально гигантская». Таким извини за выражение «убить можно». У меня глаза по пять копеек, а она говорит «Да нормально все». Нормально ей. Ну и пошла себе, как ни в чем не бывало. Тестировать, наверное». Хитро вхохотнул. «Тетя побаловать себя захотела». «Слушай дальше». Алина сложила пухлые руки на груди. «Причапала к нам старушенция. Божий одуванчик. Верещит, что мы ей дали странный конверт. Показывает и правда странный. В конверте седые волосы, рваные фотографии, распечатанные страницы Корана. Я, как увидела, обомлела». «Розыгрыш дурацкий», — предположил Хитроф. «Не, это ее собственный конверт. Она его вчера нам принесла и на свой же адрес отправила». Лариса и прежде рассказывала ему о разных случающихся на работе курьезах. «Был, например, паренек, который раз в месяц посылал по одному и тому же адресу старые плюшевые игрушки. Трехлапых медвежат, линялых белок, будто выуженных из помойки. Сотрудники подозревали, что у посылок есть двойное дно, буквально, что ушлый малый прячет в игрушках наркотики. Они сигнализировали начальству, но те пожимали плечами. Не нашего ума дело. Нам главное — обслужить клиента. Да и откровенно сумасшедших всегда хватало». «Не впечатлен?» — прищурилась Алина. «Тогда лови. Притащил к нам вчера мужичок пакет. Такой очкарик-ботаник. Брату говорит, сувенир надо отправить. А пакет воняет. Взять невозможно. Прямо смердит дохлятиной. Я его отказываюсь брать, вызываю охрану. Выясняется, что в пакете отрезанная кошачья голова. Пока мы отходили от шока, ботаника след простыл». «Ну и ну». Только и смог сказать Хитров. «Представь себе, эти фрики наши соседи». Фантазия Хитрова голодной крысой накинулась на свежие сплетни. Он осек себя. Стоп. Это путь в дурдом. Связывать с мистикой каждую выжившую из ума старушку. Каждую озабоченную домохозяйку. «Ладно. Заболталась я. Что у тебя, Толь?» Он продиктовал код посылки. Алина пощелкала клавиатурой и принесла со склада упаковку. «Ларисе привет передавай. И малую целуй. Я после праздников забегу». «Будем счастливы видеть». «С наступающим, Алин». «И вас с наступающим». Было что-то грозное в этом обрубленном наступающем. Хитров вышел на улицу, зашагал к жигулю. «Гражданин!» Он обернулся. Курильщики никуда не делись. Стояли, внимательно изучая его. Одеты они были в камуфляжные куртки и штаны-хаки. К нагрудным карманам крепились значки. Двуглавый орел на значках почему-то успокоил Хитрова. Высокий, похожий на Дольфа Лонгрена, блондин приставил руку к виску, козырнул. «Муниципальный патруль!» Откосивший от армии Хитров точно знал, что честь с непокрытой головой не отдается. Без фуражки. А фуража камбала не носили. Военные ограничиваются принятием строевого положения. «Чем могу помочь?» Блондин вынул из куртки ручку и блокнот. Его напарник жевал жвачку и сверлил Хитрова крошечными глазками. «Мы вынуждены записать ваши данные!» «А что произошло-то? Я припарковался неправильно?» «Фамилия, имя, отчество, пожалуйста!» Хитров Анатолий Павлович. Блондин поковырялся в блокноте, чертыхнулся. «Паста замерзла!» Напарник молча всучил ему свою ручку. «Такс! Место прописки!» «Подбельского, 4, квартира 20», — растерянно сказал Хитров. «Место работы, должность!» «ДК Артема, звукорежиссер, объясните вы мне, наконец, что случилось?» «Объясню», — сказал Блондин. «Вы находитесь в общественном месте в неподобающем виде!» Хитров провел изумленным взглядом по своей одежде и не нашел ничего неподобающего. «Я не...» «Что у вас с ухом, Анатолий Павлович?» Хитров потрогал ухо. Сам он всматривался в значки, плохо различимые при скудном фонарном свете. «Мое ухо в порядке!» «Где там?» — печально усмехнулся Блондин. «Это сережка! Не так ли?» Пальцы Хитрова коснулись серебряного колечка. Он носил серьгу полжизни, свыкся с ней, давно перестал замечать. В 2001-м на репетиционной базе церемонии они с Ермаком проткнули друг другу уши. Хитров знатно измучил приятеля, прежде чем вдел гвоздик. «Сережка!» — подтвердил Хитров. Следующий вопрос застал врасплох. «Вы гей?» — напарник Блондина осклавился. «Что, простите?» Хитров был потрясен до глубины души. Ему послышалось или... «Ну, вы либо пират, либо педераст! И я что-то не вижу здесь пиратского фрегата!» Он почувствовал, как внутри набухает злоба и поинтересовался. «Что такое? Муниципальный патруль!» Он шагнул к автомобилю, и амбалы последовали за ним. Падающий из окон свет озарил их фигуры. То, что Хитров по тьмах принял за военные погоны, оказалось обычным элементом дизайна. Значки были пластмассовыми, игрушечными. На обложке потрепанного блокнота красовалась группа «Бэкстрит Бойз». «Что за маскарад?» — рассердился Хитров. «Вы снимете эту дрянь или дадите нам повозиться?» — в голосе читалась неприкрытая угроза. «Оторви ему, блядюха!» — посоветовал напарник, активно двигая челюстями. «Вы!» — отчеканил лжепатрульный. «Снимите эту дрянь или будете дальше позорить мой город!» «Да что вы себе позволяете?» — слабо запротестовал Хитров. На пороге почтамта возникла Алина. За ее спиной маячил хмурый грузчик Степаныч. «Толи, у тебя проблемы?» «Никаких проблем, гражданка!» — сказал блондин, сбавляя обороты. «Вы кто такие?» — грозно спросила Алина. «Чего вы здесь ошиваетесь?» «Уже уходим!» — блондин подмигнул Хитрову. «Под Бяльского четыре, говоришь?» Они растаяли во тьме, и Хитров не сразу понял, что Алина окликает его. «Чего они хотели, Толи?» «Ничего», — сказал он тихо и, презирая себя, шмыгнул в жигуль. 31. В Варшавцево не было железной дороги, но был железнодорожный вокзал. Здание в стиле советского конструктивизма построили на опережение, рассчитывая, что шахтерский городок обрастет рельсами, но поезда пошли севернее. Вокзал переделали под электростанцию, позже под склад для взрывчатки. В 90-х там находился ремонтный цех. Стоял вокзал на отшибе, и фантазия юного Андрея населила его вампирами. Контрфорсы поделили здания на узкие вертикальные полосы, в которых ютились крошечные окошки. Красный кирпич растрескался, на карнизах зеленела трава, мох укутал крылечко, уцелевшие витражи пускали солнечных зайчиков. Полуколоннам не хватало только горгулий на капителях. Здесь ребята делали первую остановку. Ника просила Андрея рассказать о вампирах, и он описывал продутые сквозняками залы Красного дома, галерею портретов в золоченых рамах, медные подсвечники на каменных полках, гробы и дремлющих упырей. Глаза Ники горели, как кусочки слюды. Взявшись за руки, ребята шли дальше по летнему лугу, и хитро вбежал впереди, дразнясь. По горбатому мосту влюбленных, и дальше в степь. Стебли травы были сочными и вкусными, а солнце позволяло смотреть на себя сквозь закопченные стеклышки. В зависимости от настроения, друзья либо сворачивали к функционирующему руднику, где основали по утрамбованным уровням оранжевые белазы, либо шли на север, воображая себя астронавтами, исследующими Марс. Сбоку громоздились отвалы пустой породы, серые горы, утыканные деревьями-верхолазами, самосевными соснами, такими непривычными в степи. Песчаник расчерчивали ровные царапины, следы бурильных установок. — Когти дракона, — пояснял Андрей. А впереди уже возвышался пик будущего. Как прозвали они холм, с плоской обрубленной вершиной. Курган посреди равнины. Андрей представлял, что это храм ацтеков, ступенчатая пирамида. Друзья взбирались по опоясывающей отвал тропинки и наслаждались простирающимся пейзажем. Видели вокзал, окраины Варшавцева, фабрику, багровые кляксы на зеленом полотне, лужи окисленной воды, похожие на пятна крови. Прямо из луж проклевывался кустарник. И самое восхитительное — отпечаток драконней лапы, пологий, стометровый каньон у подножия холма. Он тоже порос деревьями, из глинистых склонов торчали корни, на дне образовалось озерцо, серое, загустевшее, как кисель. Варшавцевские пацаны подначивали искупаться в озере, смельчаки не находились. Андрей, впрочем, знал байку о парне, нырнувшем туда и выплывшем в обличии ужасного мутанта. Мама говорила, что каньон был обыкновенной шахтной воронкой, просевшим рудным полем. Андрею больше нравилась версия школьного географа. Весной учитель организовал экскурсию по промзоне. Он применил к воронке диковинный термин «астроблема». «Это означает ударный кратер», — сказал он галдящим школьникам. «Место падения метеорита. Небесное тело рухнуло сюда тысячи лет назад». Андрей прихватил в качестве сувенира камушек из воронки и изучал его перед сном. Щепотку космического гостя. Ника разворачивала кулек и угощала бутербродами. Они лопали хлеб, сыр, докторскую колбасу, сидя на кургане, а вокруг порхали бабочки. Муравьи щекоча ползали по щиколоткам. Солнце катилось за бугристый горизонт. Возвращаясь в город, они снова проходили мимо вокзала. Рабочие уже запирали ржавые ворота, темнота клубилась за окошками, и тень черной плиткой ложилась на выгревшую траву лужайки. Пламя заката будил истины. Хозяев Красного дома тяжело грохали об пол крышки гробов, урчали древние желудки. В сумерках не хотелось говорить о вампирах. Дети поторапливались, Андрей думал. Главное успеть добежать до асфальта, пока не стемнело окончательно. И, распаляя фантазию, он спешил к пятиэтажкам, врисовывавшимся на фоне неба. Когда съемочная группа приезжала в Варшавцево брать интервью у шахтера, Андрей вспомнил про вокзал. Попросил оператора заснять старое здание, но видео куда-то пропало с флешки. Вампиры не любят фотографироваться и сниматься. Взрослому Андрею мерещились белые мумифицированные морды за стеклами кирпичного дома. Оператор вскрикнул и разразился руганью. Он вступил в дохлятину, в полуразложившуюся собаку. Оскаленная пасть кишела, а парышами мертвые глаза смотрели на цех. Андрей зажал ноздри. «Пахнет! Превосходно!» — сказала Ника. Он высыпал вермишель на сковороду к булькающему соусу. Кухню заволок аромат сливок и жареных креветок. Ника помогла перетащить стол к дивану. Вспомнилось, как в приступе вдохновения он готовил для Маши. Машка сидела на подоконнике, и они болтали о разных уютных мелочах, придумывали свою жизнь. Не было Ники, то ли привидений. Возясь у плиты на бабушкиной кухне, он ощутил забытое тепло, эмоции, которых ему не доставало. Искренне обрадовался, что Ника расхвалила его стряпню. «А что за шахтер, у которого вы интервью брали?» — спросила она, уплетая пасту. «Мутная история. У него племянник гостил жаловался, что настенный ковер его пугает. Мальчика нашли мертвым, задушенным этим ковром. Причем на той же кровати, под тем же ковром, умер маленький сын шахтера. Я когда интервьюировал его, почему-то сразу поверил, что там мистика замешана. Первый случай, в который я вообще поверил. Хотя объяснение-то может быть уйма». «Ковер-убийца?» — без улыбки произнесла Ника. «Странный все-таки у нас город». «Добро пожаловать в Варшавцева». Они чокнулись чашками с яблочным соком. Ведь заранее условились, что не будут говорить о призраках, но призраки были повсюду. Толпились, путались под ногами. «Я всегда думала, ты писателем станешь. Ты так нам рассказывала интересно? Про драконов, про инопланетный корабль, вампиров». «Боюсь, я зря населил город этой фигней». «А мне уже мнится, что все здесь связано с нашей лилией. И ковры убийцы, и Сашина смерть, и даже то, что он колоться начал. Понимаешь, излучения какие-то, эхо чего-то злого». «Ну так, мы допляшем до того, что Брежнев действительно нас навещал». «О, ты запомнил». Они вновь погрузились в воспоминания, будто отправились гулять по степи. Дразня вампиров, подбегали близко-близко к цеху, ловили ужей и поедали пасту на вершине кургана. Потом просто целовались. Отвыкнув за долгое время, стукались зубами, смеялись, разглядывали друг друга. «Люблю с тобой целоваться, Ермаков», — сказала Ника. Она забралась к нему на колени, мечтательно гладила по волосам. Он играл ее локонами, пьянел от аромата, считал родинки. Нельзя их считать, — насупилась Ника, дурная примета. Тыкался в ключицы, нюхал, довольно сопя. «Ты дурацкий», — проговорила Ника. «Поцелуй здесь». Она показала жилку на шее. Он повиновался. Ника задышала чаще, выгнулась, подставляя себя к губам. «Что это у тебя там?» Она покосилась вниз. «Минуту назад этого не было», — притворно озадачился он. «Паранормальное явление». Пальчики стиснули его джинсы. «А у меня, прикинь, родимое пятно на титьке». «Покажи», — хрепловатым голосом попросил он. «Да я показывала когда-то. Ты забыл?» Она отклонилась, расстегивая бюстгальтер, извлекла его из-под одежды и бросила на диван. Деловито задрала рубашку. Пятнышко располагалось внизу, форма оно напоминала барашка. Восхищенный Андрей накрыл груди ладонями. Они были крупными, эластичными и очень приятными на ощупь. Такие упругие, с сосками цвета чайной розы и пупырышками на ореолах. Ника продемонстрировала, как от пощипывания твердеет и набухает сосок. «Скажи, прикольно». «Целый день бы игрался». «Разрешаю». Их языки сплелись, его руки скользили по ее животу, приподнимали, взвешивали груди. «Тебя возбуждает заниматься сексом в квартире с привидениями?» «Да», — признался он. «Тогда никуда не уходи». Она спрыгнула с его колена и удалилась в ванную. «Раздевайся», — крикнула она из-за стены, и он стал срывать одежду, путаясь в штанинах. Он слушал бой собственного сердца и немного переживал, что Ника исчезнет, оказавшись миражом, еще одним призраком из прошлого. Но она появилась в дверном проеме. Обнаженная. Скульптор, лепивший ее тело, был чертовым гением. Андрей любовался сильными, стройными ногами, широкими бедрами, выпуклостью, идеально гладкого лобка. Груди целились в потолок вздернутыми сосками. Недаром японцы скопом валили поглазять на русскую красавицу. Он словно ожидал, что она исполнит для него приватный танец. Но Ника подошла и села сверху. Обвела руками, потерлась изгибами. Он взял свою затвердевшую до отказа плоти, направил в тесное и удивительно мокрое, обволакивающее горячей смолой. Ника издала гортанный стон. Медленно опустилась, нанизываясь, поерзала попкой. «Соскучилась. По тебе очень», — прошептала она доверчиво. Он уткнулся в ложбинку между раскачивающихся ядер ее грудей, а она двигалась вверх и вниз, быстрее и быстрее, и ноготки впивались в его ребра. Ее черты исказились. Лицо стало почти некрасивым и одновременно прекрасным. Андрей зарычал от переполняющего душу восторга. Призраков не существовало. 32. Хитро вгнал автомобиль по вечернему городу. Он не находил места от злости, презирал себя за малодушие. Лет десять никто не делал ему замечания по поводу внешнего вида, не называл геем из-за того, что он носил в ухе кольцо. Да черт бы с ним, с кольцом и геями. Понервничал и забыл. Эти подонки угрожали ему. А он — это и Лара, и и Ла тоже. Какой идиот! Застонал хитров. Продиктовать адрес неизвестно кому. Почему я ключи им не вручил от квартиры? Он проскочил поворот к родительскому дому. Направил машину на юг. За швейной фабрикой сбавил скорость. Свернул на парковку, где стояло несколько автомобилей, включая служебные, оборудованные мигалками приоры. Посидел минут пять, решаясь, рассматривая фасад и бело-синюю табличку полиции. В юности милиционеры не воспринимались им как защитники. Они сами источали угрозу. Снимая форму, они шли пить пиво с ребятами вроде солидола. Ему хотелось верить, что город поменялся в лучшую сторону, и охранники порядка следуют лучшим мировым образцам. В конце концов, он законопослушный гражданин и платит налоги. Завибрировал телефон. — Папа. Он отклонил звонок, позже перезвонит. Пошел к отделению. К Скотланд-Ярду. Как в шутку называли дежурную часть горожане. Приемная пахла потом и чебуреками. Стены, крашенные в больничный зеленый цвет, навевали тоску. Под подошвами скрипел щербатый паркет. Из-за запертых дверей в длинной кишке коридора доносились суматошные голоса. Кто-то хохотал. Безумно. На одной и той же ноте. — Я вас слушаю. За стеклом пошевелилась живая глыба. — Мне нужно сообщить об угрозах. Дежурный позвонил кому-то. — Следователь сейчас спустится. — Спасибо. Хитров отошел в угол. Стал разглядывать фотороботы преступников. Черно-белые морды напоминали орков из иллюстрации «Властелина колец». Иногда мимо проскакивали гражданские, мужчины и женщины и широкоплечие опера в бронированных латах. Вбежала волоча за собой полицейского овчарка. Обнюхала обувь Хитрова, вильнула хвостом. — Ну, где он? — спросил дежурного пожилой толстяк в штатском. — Я здесь. Хитров отлепился от стены. У следователя был такой вид, словно он не спал пару суток. Щеки поросли с седой щетиной, в уголках цепких глаз скопилась слизь. — Идем. Следователь потопал по коридору, пихнул ближайшую дверь, извинился перед кем-то, закрыл дверь и пошел в кабинет напротив. В пустой комнатушке стоял стол, два стола, вешалка и полутораметровый сейф. Над сейфом висела карта России. Следователь грузно уселся за стол, пригласил пострадавшего. — В ногах правды нет. Капитан Сибирцев. Фраза прозвучала, как цитата с указанием автора. Хорошая фамилия, подумал Хитров и представился. Капитан вынул из ящика лист бумаги, щелкнул ручкой. — Что у вас? Двадцать минут назад возле почты я столкнулся с двумя парнями. Они назвались муниципальным патрулем. — Первый раз слышу. — Вот и я, взбодрился Хитров. Там было темно, и на них были камуфляжные куртки вроде формы. Они потребовали у меня представиться, продиктовать адресы, место работы и все записали. — И зачем вы их послушались? — Я же говорю, я принял их за полицейских. — Так. Они сказали, что я нахожусь в общественном месте в неподобающем виде, и что я должен снять сережку. Он указал на кольцо в ухе. Чем дольше он говорил, тем более глупой и несущественной казалась ему самому стычка. От волнения вспотели подмышки, футболка клеилась к спине. Капитан Сибирцев смотрел на него ничего невыражающим взглядом. — Снять сережку? — Да, потребовались снять сережку, потому что я, мол, позорю город. — Ну и... — Нафига я сюда приперся? — мысленно возопил Хитров. Из почтам-то вышла моя знакомая и вспугнула их. Но один из мордоворотов шепнул мне. — Я знаю, где ты живешь. — Так и шепнул. — Ну... Он назвал мне мой собственный адрес. И это был намек, понимаете? — Неприкрытая угроза. Глаза следователя сместились на карту. Прошлись от Чукотского автономного округа к Мурманску. — Это все... — с тоской спросил он. — Поймите... — оправдывался Хитров. — У меня маленькая дочь. А если эти люди действительно придут ко мне? И вообще, кто-то разгуливает по улицам, прикидываясь под рулем? Сибирцев горестно вздохнул и пододвинул Хитрову бумагу. — Пишите заявление. — А что писать? — То, что вы мне рассказали. Хитров сосредоточенно согнулся над листом. Пока он черкал свое сочинение, дважды звонила Лариса, но он отбивал вызов. — Готово. — И телефонный номер оставьте. — А что дальше? — Дальше. Я передам заявление вашему участковому. Пускай возьмет на карандаш. Хитров поднялся. Он чувствовал себя вымотанным, опустошенным. — Мой вам совет, — сказал следователь, массируя переносицу. — Цацку снимите, и проблем не будет. — Взрослый человек, отец. Он брезгливо кивнул на ухо Хитрова. — Негоже. Хитров вышел на парковку, встал, ловя ртом холодный воздух, подставляя лицо ветру. Телефон снова заиграл Лурида. — Привет, Лар, ты прости, у меня тут такое... — Толь, — прервала жена. — Соседка звонила тетя Женя. Кто-то нашу квартиру взломал, дверь на распашку. Первой мыслью было дочь в безопасности. — Ограбили? — спросил он. — Твой папа туда поехал. Вещи не тронуты, все на месте. — Может, тетя Женя спугнула грабителей? — Толь, папа сказал, что замок выглядит так, словно дверь выломали изнутри. И, стоя на парковке у полицейского отдела, Хитров подумал, оно выбралось из квартиры. Тридцать три. — В детстве, — проговорила она, — я боялась бабая. И Саша подарил мне плед. Специальный, из антибабайной шерсти. Он был очень мягким и защищал от всего на свете. Я заворачивалась в него с головой, и там было мое королевство. — Нам сейчас не помешал бы такой плед. — подумал Андрей, лаская ее спину. Она лежала под одеялом. Ника прильнула виском к его груди, свернулась в позе зародыша. Трогательный живой комочек. Мышцы ныли от приятной усталости. — Нужно заняться спортом, — отметил он. Его ногти скользили по внутренней поверхности ее бедра. — Все самое страшное уже случилось. Мама не стала, отца, брата. А теперь это. — Ты в Бога веришь? — Верю, кажется, — сказал он. В каком-то смысле эти шевы доказательства его существования. Не хочу думать, что есть уродливое потустороннее зло, и нет никакого противовеса. — Тогда почему мы не молимся, не используем святую воду кресты, не позовем священников? — Такое только в ужастиках срабатывает. И помнишь, даже в фильмах нужна, помимо распятий, вера. Настоящая, а не та, что у нас. Бескажется. Загрубный мир представился продутой ветрами степью. Низкие тучи клубятся над редкими деревьями и бурьеном. Вдруг из высохшей земли вырастает к небу бетонное здание. Внутри и в кабинетах возятся люди, души, обреченные на вечные будни за 15 тысяч рублей в месяц. — Надо ее найти, — сказала Ника, помассировав его яички. — Веру, Бога, ты, когда венчался, ничего такого не почувствовал? — Одухотворение? Знаешь, я в те дни постоянно был одухотворен. — Венчание — это очень серьезный шаг. — В нашем случае спонтанный. — А ее уход был спонтанностью? Андрей замолчал, и она сказала, убрав руку с его мошонки. — Прости, можешь не отвечать. В памяти впервые за долгое время всплыл образ. Не Маши. Другой женщины. Образ, подавленный им, вычеркнутый. Зеленоглазая русая Оля ворвалась в жизнь упругим, юрким вихрем, разворотила крепость, созданную им с Машей. — Ничего тут уже не построишь, — сказал небесный прораб. А Оля ведь предупреждала, я чего не коснусь, все превращается в прах. Он и Олю проклинал. И Богдана удалил из друзей нажатием специальных клавиш. Но правду проговаривал только сейчас. Девушке, с которой у него было общее прошлое, общие призраки и фантастический секс. — Полтора года назад, — сказал он, тщательно подбирая слава, — к нам на канал пришла молоденькая практикантка. Но нас с ней завязались отношения. Бурные, губительные. Маша мне очень доверяла. Говорила, что за мной, как за каменной стеной, что я не предам никогда. Хвалила меня постоянно. Хвалить было не за что. Потом нашла Олины сообщение. Он зажмурился, вспоминая короткий Машин вскрик, возглас подстреленной птицы, ее растерянную с телефоном возлюбленного в горсти. Она была просто убита. Я клялся ей и умолял о прощении. Тут же прервал все контакты с той, с Олей. А Оля уехала вскоре. И мы остались вместе. Пытались спасти наши отношения. Скандалили, я злился, что она меня никак не может простить. Выбросить все это, как я выбросил. Маша была очень хорошей. Есть. И Богдан тоже, к которому она ушла, не выдержав собственной боли. Он любит ее. Всегда любил. Я и соврал, и священнику на венчании, ну и ему. Богу. Соврал. Я заслужил вот это. Новый год в Варшавцево, адских гостей. Ты светлая, чистая. Ты как-то эту чистоту сохранила. И Толя, он золотой человек, а я так. Дермицо на палочке. Прости за все это. Ника приподнялась на локте, задумчиво погладила его по торсу. Нет у меня индульгенций. Если ты их ждешь, сказала она. Я не меньше тебя заработала место здесь. Мы в связке пока. Я сама не хочу расхлебывать эту кашу. И ты мне нравишься. И не перестал нравиться из-за того, что у тебя интрижка была. Ну, козел ты. Все вы козлы. Ее голова снова легла на его солнечное сплетение. После разберемся. Может быть, ты моя индульгенция, подумал Андрей, благодарно сжимая плечо Ники. Исповедь вскрыла гноящуюся рану, выпустила дурную кровь. Он прикрыл веки. Лет в двенадцать, сказала красивая девочка, прикорнувшая на его груди. Я взяла Сашин велосипед. Украину. И каталась под рамой. Было невероятно тяжело. А ты меня подсекала, и я чуть не врезалась в тебя, поворачивая. Ты вопил на всю улицу, что научил меня разворачиваться на малых оборотах. Ну, научил же. Я бы тебя кастрировала. Узнай об измене. Проурчала Ника сонно. Забытие укутало колким пледом. Андрей разбудил чей-то голос, вынул из яркого сна, в котором он носился за велосипедом Ники. Почему-то ездила Ковач по плоской верхушке пика будущего. Он замычал, подвигался текшими конечностями, зевнул и потянулся к Нике. Ее подушка была пустой и прохладной. Он мазнул ладонью по простыне. Взгляд, фокусируясь, ткнулся в полумрак. Ника сидела на диване, обратив лицо к окну. Ночь, судя по сиреющему квадрату неба, истончалась, уступая скорому рассвету. Но еще горел правый рожок двурогого фонаря. Лилского шторы, свет и красноватая дорожка расплескалась по ковру, мерцала, отражаясь в экране телевизора. Прорисовывались дверной проем сбоку, елка, батарея. Тени сгруппировались в углах. Квартира, такая безопасная вечером, вновь сделалась мрачным прибежищем шорохов, таинственных движений. И что за голос? Окликнул его. Он прошептал имя девушки, встал взволнованный. Под напором коленей заскрипели диванные пружины. Поза Ники повторяла позу мертвой Анны Николи. Кожа Андрея отозвалась мурашками. Глаза девушки были распахнуты. Она смотрела перед собой. Лицо, восковая маска в полутьме. Волосы падали завитками на обнаженную грудь. Андрей невольно вспомнил огромные, синюшные, лоснящиеся от сока в груди мертвячки. Захотелось прикрыть наготу подруги одеялом. Ника, что случилось? Она не реагировала. Она спала. Спала и смотрела на изножье дивана, отделенное от входа в спальню двумя метрами полутьмы. На изогнутой, обшитой тканью раме светлели какие-то продолговатые полосы. Носки? Предположил он. Или Никен лифчик? С висающей бретельки? Он напряг зрения. Перчатка. Желтая перчатка. Так? Пятно шевельнулось, и Андрей дернулся назад. По изножью ползли пальцы. Щупали ткань и обивку. Их хозяин, хозяйка, прятался за диваном. Он, она, играл, подбирался к жертвам. Ника! Зашипел Андрей. То ли в комнате успело посветлее, то ли глаза привыкли к сумраку. Он видел отчетливо фаланги и, обозначенные впадинками ногтевые пластины, видел костяшки. Костяшек было много. Желтый костяной паук встал на дыбы на своих крючковатых лапках. Каждая лапка палец имела по шесть сочленений. И кисть состояла из лучин костей. Миновало восемнадцать лет со дня их последней встречи. А она была все так же изящна. Тончайшая резьба, отполированная до блеска сегменты. Существо затарахтело. Это терлись друг от друга бесчисленные детали. Вращались шарниры. Звук отдался ноющей булью. Колени Андрея хрустнули. Мышцы будто ошпарило крапивой. В районе голени запылал пожар. Стократно сильнее того, что мучил маленького Андрея. Ростовая кукла распрямилась. Ужасный манекен с головой яйцом. Такой вообразил ее себе подросток Ермаков и большее. На выплывающей руке. На круглом набалдашнике локтя. Змеились узоры. Опоясывали плющом гладкую макушку. И лоб заменяли брови. Два круглых костяных глаза впились в добычу. По стене до самого потолка распласталась худая тень. Туловище куклы пока что таилось за диваном. Но он четко помнил гребень хребта и ребра, способные хватать, как клешни. Эта дрянь могла ломать детей, словно коробки из-под кассет. Рвать сухожилие, как магнитную пленку. Могла тянуть за ноги, пока кости не станут двухметровыми. Щелкающая кукла неспешно переваливалась через изножье дивана. Шарила по одеялу длинными ветками лапищ. Охваченный, одуряющий паникой Андреев вцепился Нике в плечо. — Проснись! — Вон! — сказала Ника. Лапа застыла. — Ты не причинишь ему вреда. Она разговаривала с куклой, повелительницей боли роста, с его выдуманным врагом. И кукла слышала ее. Лапы пауки нерешительно отползали. — Ключ повернется! Угрожающе прошипело в растворяющемся сумраке. Тот же голос шептал из гардероба ковочей. — Ты нас не остановишь, Лиля! — Вон! — ряфкнула Ника или то, что вещало ее устами. Ее рука резко выпросталась. В ней была зажата японская куколка Кокесси. Андрей не знал, когда и как Ника сняла ее с елки. Фонарь моргнул и погас. Ночь закончилась, боль ушла, тень покинула сиреневые обои. Лапы убрались, резная голова исчезла за изножьем. Злобно щелкая, тварь посеменила в спальню. В дальний угол. Щелчки вскарабкались по стене. Взор Андрея метнулся к верхнему углу. Он представил, как за стеной гнездица устраивается кукломеханизм. Щелчки прекратились. Ника сидела тяжело дыша. Андрей спрыгнул на пол, приблизился к спальне, осмотрел углы и потолок. Она пропала. Он ринулся к Нике. Лиля, ты еще тут? Голое, разгоряченное тело быстро расслаблялось в его объятиях. Голова упала на подушку, волосы накрыли лицо, грудь вздымалась. Ника видела сны. Андрей лег рядом и набросил на нее одеяло. Подоткнул со всех сторон. Обнял. Его колени слегка ныли, взгляд исследовал прямоугольник дверного проема. Подушечки пальцев изучали деревянную куколку-оберег. Что-то подсказывало ему, что подробности ночного происшествия от Ники лучше утаить. Тридцать четыре. Черепная коробка Егора Судейкина трещала. Язык клеился к небу. В желудке плескалась жалочь. Это было странно. Учитывая, что Егор не пил спиртного, вообще ни капли. Он готовился отметить свой третий трезвый Новый год. Отметить соком, естественно. Изредка он покуривал травку, но без фанатизма он слишком увлекался выпивкой, женщинами, дурью и терял все. И заново собирал себя по кусочкам. Пять лет назад он был восходящей звездой. Наглым покорителем столицы. Девушки вились вокруг него табунами. Галереи зажигали перед ним зеленый свет. Алкоголь лился рекой. Он ни в чем себе не отказывал. Он хорошо помнил ту девчонку. Длинноногую, смуглую. «Вы мой любимый художник», — восторгалась она. «Вы пишете не города, а их потаенную суть». Он привел ее в студию, завешанную холстами. Москва на полотнах была инопланетным мегаполисом. Мертвым, чуждым, бесчеловечным местом. Метро становилось угрюмыми катакомбами. По эскалаторам стекались в ад лавины грешников. В золотых храмах заправляли ряженые демоны. Рясы маскировали хвосты и щупальца. Паства причащалась кровоточащей гостьей. Жадные рты врывали из волосатых пальцев обладки. И еромонахи хохотали. В парках блуждали раздутые собаки. За ними по осклизлым плитам волочились хозяева. Алая, вывернутая наизнанку масса. Даже карта первопрестольной оказывалась венозной сетью на спине утопленника. «Гений!» — восклицала девчонка, целуя его. Критики называли Судейкина «босхом из провинции» — прозвище бесило его. «Блистательным самоучкой», «инфернальным сюрреалистом». Выставку «Церковь кипящего спасителя» атаковали православные активисты. Итоговую выставку «Улица, где варили, Господа отменили» — и скандал лишь сыграл Егору на руку. Он был успешным и злым, и не пользовался презервативами. А потом у него обнаружили ВИЧ. Найди он заразившую его смуглянку, распотрошил бы и нарисовал ее внутренностями план пекла. Но девчонка пропала. Ретировались дружки. Агент какое-то время пытался растиражировать личную трагедию художника, преподнести болезнь как элемент антисоциального имиджа. Алкоголизм сделал Судейкина невыносимым. Он мочился на собственные холсты, ввязывался в драки с галеристами, он избил редактора солидного журнала и похоронил свою трепыхающуюся карьеру. Его поздние, последние картины были сочащимся багровым хаосом, летописью распада. Деньги ушли на выпивку и лекарства. Он покинул столицу, вернулся в родное Варшавцево. Он рассчитывал умереть здесь, в тишине, подальше от гламурных знакомцев, но неожиданно обрел второе дыхание и вторую профессию. Закодировавшись, он освоил татуировочную машинку, заказал по интернету оборудование, устроил в своей двушке тату-салон. Для начала он тренировался на себе, хотя врачи строго запретили ему травмировать кожный покров. В его работах не было ничего сверходаренного. Отрекшись от спиртного, он исчерпал из запаса таланта, словно те картины рисовал за него дьявол. Получалось в целом неплохо, особенно для неискушенного захолустья. Он бил узоры скорпионов, цветы, перебивал армейские портаки и тюремные наколки. Чернила ложились под кожу, сакура цвела, скорпионы выгибали хвосты, приятно жужжал ротор, игла повиновалась движению рук. Часть препаратов оплачивало государство. Воспроизведенные генерики были аналогами лекарств с закончившимся сроком патента. За импортные, более дорогие, он платил из своего кармана. Посещал спидцентр и инфекционную больницу в соседнем городе. Проходил ежедневную терапию, поддерживал иммунную систему. Ингибиторы снижали вирусную нагрузку, восстанавливали количество лимфоцитов. Бывший раб алкоголя стал рабом зиогена и никовира, и постояльцем сайта, который предупреждал регионы о периодических перебоях в доставке жизненно необходимых лекарств. Клиенты ничего не знали о его болезни, а если бы узнали, то проломили бы голову в подворотне. Хотя он всячески обезопасил процесс и пользовался всеми средствами защиты. Заразный татуировщик сильно рисковал. Потому-то я сел в дыре, где никто не интересовался его медицинскими справками. У трезвости был один жирный минус, творил художник без проблеска вдохновения. Чаще просто переводил на тело картинку. Обвел контуры, заштриховал, приложил тени. Заказ выполнен. Ухаживайте правильно, носите на здоровье. Даже собственные татуировки он рисовал через силу. В этих демонах, карабкающихся по его плечам и бедрам, не было ни тени, той пугающей фантазии, что дышала с холстов сериалиста Судейкина. Рукава не были произведением искусства. Обычные рогатые рожи, пятачки, клыкастые пасти. В квартире пахло масляными красками. Недоумевая, борясь с тошнотой, Егор шагал по коридору, как пес на вонь тухлятины. Не пил он вчера. Эта болезнь переходит на следующий уровень. Или лекарства были некачественными, или... Посреди комнаты стоял стол. Сиденье было заляпано краской, в разноцветных лужицах скрючились серебристыми червяками тюбики. Его старые запасы краски, его задубевшие без работы кисти. Он вспомнил вчерашний кошмар, такой реалистичный сон на его. Прямо из стены вышел главный герой его полотна. Евхаристическое чудо. Кипящий спаситель, усыпанный волдырями монстр. Он дал Егору кастрюльку, в ней булькала кровь, и плавали комки каши. Егор ел эту омерзительную поленту, и впускал в себя спасителя, снова впускал в себя что-то темное, бурлящее. И писал. Писал как одержимый. К спинке стула Мольберта был прилеплен малярным скотчем картон, импровизированный холст, свежая краска, желтые, красные, черные тона. За ночь в бреду он создал пейзаж. Вид на Варшавцева, если смотреть со стороны кургана и воронки. Говорили, что тот пятачок обладал сильной энергетикой. Магнитное поле. Молодой Егор писал там, на краю кратера, первые неумелые картинки. Дар вернулся. Расправил вороньи крылья. Он узнал свой почерк, узнал городские окраины. Никаких босхианских уродцев на полотне не было. Впрочем, стоит присмотреться к плывущим над зданиями облакам. Определенно стоит. Егор покосился на свои руки. На примитивных демонов, не имеющих ничего общего с истинным положением вещей. Как он мог носить на себе эту банальность? Соскоблить, немедленно соскоблить, завершить работу. Кипящий спаситель. Его новый агент объяснит, что делать дальше. Сериалист Егор Судейкин пошел на кухню за металлической мочалкой. До полудня он стесывал татуировки со своей кожи. Тридцать пять. Мама выбирала платье понарядней, наводила марафет, словно собиралась на новогодний бал, а не на поэтический фестиваль. Покормила сына вкуснейшим пловом. Тебе там не скучно одному? На, Быкова. Некогда скучать, признался он. Нике он так и не сказал про приступ сабнамбулизма, про мерзкую куклу. Он умел врать женщинам. Они разошлись, договорившись встретиться на фестивале, и Ника пребывала в радужном неведении. Теперь Андрей винил себя. Переживал, что подставляет девушку под удар потусторонних тварей. Пальцы нервно массировали колени. В кармане лежал Никен сувенир. Не является ли он доказательством существования того самого противовеса, размышлял Андрей, вмешательством светлых сил. Вдруг они за тысячи километров от Варшавцева надоумили Нику купить японский оберег. Он нарушил данный себе обет и воспользовался интернетом. Куклы, созданные по образу и подобию человека, издревле служили посредниками между нашим миром и миром духов. Это он знал и без гугла. Про вадуистских вольтов, славянских берегинь. Он читал о проклятом пупсе Гарольде и тряпичной кукле Аннабель. Андрей перескакивал с вкладки на вкладку. Кокеси или кокеши, традиционную японскую фигурку-чурбачок, изготавливали из дерева, реже из глины или ткани. Ее делали вручную на токарном станке. В ход шли клен, кизил, вишня. Сайты пестрили фотографиями креативных, современных, стильных кокеси. Ярко разукрашенных, облаченных в кимоно, некоторые поворачивали головы, плакали или лепетали. Куколка Андрея была куда скромнее. Туловище ей вообще не расписали, лишь покрыли слоем лака. Прототипом кокеси послужили шаманские поминальные фигурки. Они символизировали вычеркнутое дитя. Как и сообщила Ника, куколки защищали от зла и от рождения нежеланных детей, в первую очередь дочерей. «Шевы выбирают себе форму», думал Андрей. «Змеи, мертвецы, куклы, манекены». Может быть, Лиля воплотилась в образе кокеси, потому что сама была нежеланным ребенком. Еще час он потратил на электронную почту и новостную ленту. Спросил у Амроскина про рыбок, но не посетил треклятую страничку Маши и был чрезвычайно доволен собой. «Так во сколько начало, сынок?» «Час», — сказал он, залюбовавшись, совсем не старой еще мамой. «Янтарные или эти?» «С подвеской». Мама приложила сережки к мочкам. «Янтарные». «Хорошо, сыночек, увидимся там». Он брел по улицам, соединяя обрывки мыслей в странный калаш. Вороны каркали и носились над домами, с ветками около сойка, дразня рыжего кота, на скрипучих качелях раскачивались детвора. «В таком пустынном городке можно красть людей круглосуточно, с автовокзалой, школой, воздвигнутой посреди поля. Кто тебе помешает?» Геолог и разведчик Варшавцев высокомерно взирал на крест, дребезжал металлический забор, ограждающий стройку. «Все это неспроста», — думал Андрей. «И приезд Ники, и наш слепленный на коленке Союз, не спросив, нас бросили в клетку к хищникам. Чего от нас ждут?» Аттракцион обернулся жутким карнавалом, участники которого постепенно сходили с ума. А он, ведущий дурацкой передачи, автор слабеньких стежков, теперь отвечает не только за себя, но и за Нику. Такую красивую, такую замечательную Нику, подарившую ему фантастическую ночь. Он не хотел ограничиваться этой ночью. Кувач затмевала призраков. Была сильнее страха. Оживляя в памяти жаркие подробности, он вышел на площадь. «Привет, Андрюш!» окликнула женщина в пальтишке воробьиной расцветки. Ее классный руководитель стояла возле светофора на перекрестке. «Добрый день, Нина Аркадьевна! На фестиваль идете?» «В парикмахерскую сперва, а потом, конечно, на фестиваль. Ни за что не пропущу». «Давайте руку». Он подхватил ее под локоть. «Как тебе наше размеренное бытие?» «Непривычно». «А я слышал, что ты с Вероникой гуляешь?» «Ого!» — хохотнул он. «Ничего здесь не утаишь. Сарафанное радио. А что? Одобряю, Андрюш. Вероника порядочная девушка. Да и брата ее я любила. Хоть он и выбрал кривую дорожку». «Нина Аркадьевна, а что там ваша пропавшая девочка? Нашлась?» «Снежанна?» Алпиталина махнула рукой. «Нашлась, голуба. Одноклассница написала, что жива-здорова. У парня очередного. Кутит». «Рад, что обошлось». «Не она, значит», — отметил он. «Ну, ты наших пиитов не суди строго», — напутствовала Алпиталина. В актовом зале шумел, раздавая приказы Мельченко. Андрей проскочил второй этаж и поднялся по железным ступенькам. На мостки, заставленные гипсовыми бюстами, оттуда к чердаку. Из-за дверей тренькала электрогитара. Он постучал. Репетиционная база всколыхнула воспоминания о юности. Дух рок-н-ролла — добрые привидения, подчинившие себе подростков. Его не изгонишь стариковскими заклинаниями. Тут репетирует лжецеремония. В комнатке находились четверо. Хитров — двое молодых парней, симпатичная невысокая шатенка. Она как раз накладывала грим на лицо светловолосого парня, маскировала синяк под глазом. — Прошу любить и жаловать, — объявил Хитров. — Легендарный культовый Ярмаков, основатель церемонии. Упитанный парень с тоннелями в ушах сыграл на гитаре приветственную мелодию. Андрей раскланился. — Познакомься, наш гитарист Кеша. — Салют, мужик! — последовал хлопок ладонями. — А тот раненый боец — лучший басист Варшавцева, Паша, он же Паульс. — Крутые тексты, — сказал светловолосый. — И моя супруга, Лариса! — Наслышано, — улыбнулась шатанка, откладывая тональный крем. — Впечатлен, — произнес Андрей. Винюй, с детства пытался испортить вашего мужа, но потерпел фиаско. — А вы правда пили с ним одеколон? — уточнила Лариса хитрова. — Дегустировали. Не покривил душой Андрей. — И что, борщом закусывали? — Так точно! Борщицом-с! — Гурманы! Андрей поцеловал кисть Ларисы, и хитров шутливо погрозил ему пальцем. — А кто вас тут поет-то? — Платон! — Опаздывает наш вокалист. А мы до концерта хотели пробежаться по песням. — Он у нас на два фронта воюет, — сказал Кеша. — И певец и на поэтические выступления записался. — Ну, буду утопить конкурента, — засмеялся Андрей. Они поболтали непринужденно. Хитров, протискиваясь к усилителям, шепнул Андрею. — Дело есть. Андрей извинился перед Ларисой. — Ничего. — Успеем наговориться. Сразу помрачнела она. Догадалась, о чем будут беседовать мужчины. — Какая у тебя красавица жена, — сказал Андрей на втором этаже. — Сам, честно говоря, поражаюсь. Они шагали мимо короткого холла с зеленой дверью в глубине. — Это кабинет знахаря, — мотая. — Ага. А раньше он там принимал. Хитров кивнул на облицованный плиткой коридор. — В туалете, что ли? — За куток, видишь? Позади того пианино дверь была. Ее замуровали при ремонте. А за счет кабинета расширили актовый зал. — Мне за фос рассказала. Оттуда энергетика идет мощная. Клянусь. — Да мне от всего вашего ДК не по себе. Мимо шествовали среднего возраста женщины, оборачивались на Андрея, шушукались. — Вот она. — Слава, — подколол Хитров. Друзья вышли на улицу, свернули за угол. — Ну, что стряслось? — Да чего только не стряслось, Ермак. Я и в милиции был вчера, и дома у себя. — Ну, там, где шевы. — А поподробнее? — Да прицепились ко мне двое. Запатрульных себя выдавали. Требовали, чтобы я серьгу снял. — Средневековье какое-то, — фыркнул Андрей. — Угрожали. И так глупо все получилось. Я, идиот, на нервах, в милицию двинул. А у ментов, похоже, аврал. Им не до гопников нынче. Тут Лара звонит. Дверь в квартире нашей взломали. Я туда, там родители мои. Вещи не тронуты, замок изнутри вскрыт. То, что было в квартире, оно наружу выбралось. — Оно опасно. Толь. Андрей стиснул зубами сигарету, прикурил, хмурясь. Ночью моя шева напомнила о себе. Он рассказал про костяное чудовище у дивана и про припадок Ники. Вынул из пальто кокесси. Так сама Ника не в курсе? Хитров вертел в руках куколку. Нет. Черт знает, почему я от нее утаил. Ты испугался? Спрашиваешь. Это настолько чуждо разуму. С одной стороны, я сам выдумал его. Но с другой разница колоссальная. Как между детской мазнёй и творением гениального безумца. Оно было по-настоящему страшным и враждебным. Потому что, сказал Хитров, оно болезнь. Болезнь. Да. Но болезнь, выросшая вне моего организма. Вот пример с той же мазнёй. В юности оно было. Размыто идеей, смутным образом, недосказанностью. А теперь оно сформулировано. Завершено. Оно обладает плотью, пускай и не совсем физической. Оно мыслит самостоятельно. И чего оно хочет? Вернуться в нас. В инкубатор. Наши болезни превратились в чудовищ благодаря этим жертвоприношениям. С каждой минутой они сильнее, и бог знает, что случится, когда сработает пятый ключ. Если ещё не сработал, проворчал Хитров. Андрей присосался к фильтру. Лили не даёт им поработить нас. Уверен, Шевы её опасаются. Она здесь, она борется с ними. И те подсказки мы получали от неё. Но... Смотри. Змеи Шевы появились в кроватке Юли. Но говорила Юля голосом Лили Дериш. Кассеты ломала «Моя Шева», а Лили сложила из порванных обложек своё имя. Представилась. Она использовала спящую Нику, чтобы не позволить Шеве проникнуть в меня. И эту куколку использовала как некий светлый символ. Символ самой же себя. А в финале, угрюмо сказал Хитров, появится матка. Самая мать её здоровенная Шева. Давай сначала доживём до финала, вздохнул Андрей и покачал головой, когда друг протянул ему куколку. Оставь себя пока. Не нравится мне быть пессимистом, но твоя Шева может тебя искать. У Хитрова дернулся кадык, щёки побледнели, он сунул деревянную куклу в карман. А где Ника? У бабушки. Ты понимаешь, что до вчерашнего дня она была единственной, кто не посещал Матая. А теперь у неё тоже есть своя Шева. Какой-нибудь гротескный урод, пытающийся заполучить её тело. Андрей подумал о журналисте, выступивающем на компьютере повторяющуюся фразу. О поломной певице, домогавшейся Хитрова. О повесившемся Коле Федорине. Из-за угла вынырнул клетчатый господин, прервал их между собойчик. Поэт и музыкант! Какой дуэт! О, я изъясняю стихами. Это что за размер, Андрюш? Пион? Пион второй? Здравствуйте. Артур Олегович. Усмехнулся Андрей. Ну пройдёмте же. Приехала журналистка брать у вас интервью. Скоро будем стартовать. Пойдёмте. Согласился Андрей и потрепал по плечу Хитрова. Не зацикливайся сейчас, шепнул он. Церемония обязана выстрелить. Мы об этом так долго мечтали. Они пошли за учителем по ступеням Дома культуры. Краем глаза Андрей заметил чупакабру. Сторож стоял на обочине и загадочно ухмылялся ему, демонстрируя гнилые зубы. 36. Бабушку она дома не застала. Может, та вышла на рынок или заскочила к подружкам. Ника вытащила из-под кровати спортивную сумку, которая приволокла сюда вчера утром. У бабули, слава богу, не возникло вопросов по поводу этих вещей. В сумке лежали косметика, планшет, спутанные проводки, запасные джинсы, пара кофт, трусики и бюстгальтеры. Всё, что успела побросать, ретируясь из дома с Андреем. Она отобрала симпатичный балахон и комплект нижнего белья. Красный шёлк должен прийтись по душе её мужчине. «Мой мужчина», — посмаковала она. Чертыхнулась, не найдя среди проводов зарядки от телефона. Аккумулятор почти разрядился, мигала одна чёрточка. Ника решила заглянуть перед фестивалем в супермаркет, купить зарядное устройство. В бабушкиной ванной она разделась, представляя Андрея. Воспоминания рождали на губах улыбку. Отдавались истомой внизу живота. Там внизу немного ныло. Андрей знал, когда надо быть нежным, но и варвар в нём жил. И эта лёгкая грубость была уместной, достигала правильного результата. Он был лучше, чем она себе фантазировала. Не идеалом, нет, тем ещё придурком, учитывая, как он поступил с Машей. Но для неё, покуда он был защитой и опорой, её тылом, то есть да, её мужчиной. Как в детстве, из душевого раструба брызнули горячие струи. Потекли по коже, поймали, вдруг слива. Она намыливала тело, задерживаясь между ног. И отнимала пальцы, поддразнивая себя. Вечером, думала она, ни призраков, ни бывших, только мы. Вытерлась вафельным полотенцем, оценила в зеркале свою фигуру. Ей всегда хотелось быть миниатюрнее, не такой дылдой. И чтоб плечи уже, и титьки меньше. Но сегодня она осталась довольна собой. Облачилась в шёлк, в джинсы, завозилась с молнией балахона. Мобильник пиликнул, высветилась на экране короткая буся, ласковое прозвище бабушки. Так называл её Саша, непутёвый внук. Телефон Ника подарила бабуле, улетая в Токио. — Привет, Бусь. — Привет, внученька. А ты где? — Дома у тебя. А ты? — А я у тебя. Дома. Нику будто током ударила. — Ты что там делаешь? Проведать тебя решила? А тут такое... — Какое? — Ба! Она едва не кричала в трубку. — Бабушка! Алло! Ответом была трель окончательно вырубившегося телефона. Ника ринулась в коридор за курткой. Ветер трепал влажные волосы. Ника семенила по аллеям, ругаясь возле каждого оврага. — Попробуй тронь её. Посылала она угрозы Шеве. Дохлой Анне Николь, оккупировавшей её жилплощадь. — Я тебя, корова, на лыску ты порву. Под подошвами зашуршал гравий. Десять минут трусцой, и девушка влетела во дворик, перепрыгивая ступеньки, юркнула в дом. — Буся, я здесь! От сердца отлегло. Переводя дыхание, она пошла по кухне. В гостиной было непривычно свежо. На ковре валялась фотография Саши. Отдельно лежала рамка. Бабушка стояла в Сашиной комнате. У кровати, на которой Ники явился призрак, в обличии мёртвой модели плейбоя. Старушка заслонилась матрасом, как щитом. — Что происходит? — Да вот, авария у нас! Ника приблизилась к зарешоченному окну. Оно было разбито. Крупные куски стекла застряли на подоконнике. Стёклышки мяча рассыпались по газону. Дорожка осколков протянулась от дома к забору. Сквозь прутья задувал ветер. В комнате стекла не было, а значит, расколошматили окно изнутри. Анна Николь выпорхнула прогуляться. Ника взялась за край матраса, и вдвоём они присобачили его в проём. Подоткнули. Матрас закупорил пробоину. — Как его угораздило-то? — охала бабушка. — Птица стукнулась, — сказала Ника. — Давно пора стеклопакеты ставить. После праздников займусь. — Ты что, Вероника, дома не ночевала? Я у друга была. У Ермакова. — У Андрюши... Бабушка сразу расслабилась. — Я его часто по телевизору вижу. Так вырос, похорошел, а он женат. — Нет, Бусь, ты точно знаешь. Ты разузнай, внученька, мужики такие, им на слово нельзя доверять. Ника подобрала пострадавшую фотографию. Оказывается, портрет в рамке был неполным. Уголки прятались за картонным уплотнением. Ника отогнула их и разочарованно насупилась. Ничего необычного. Чуть больше фона, голубого неба, зеленой степи и фрагмент перил, на который Саша оперся. — Мост влюбленных, — определила Ника. Или на их подростковом сленге мост Сюсюканье. Парочки украшали его подвесными замками. Считалось, что это укрепляет отношения. В девяностые под Виадуком журчал ручей. Теперь он пересох, и ничего романтичного в прилегающем пейзаже не было. Мост и вокзал отмечали границу города. За оврагом начиналась степь. — Что-то мне тревожно, внучка. Ника положила фотографию на сервант. — Глупость, Иба. Подумаешь, стекло. Это, к счастью. Она поцеловала бабушку в висок. — Пойдем отсюда. Покидая двор, Ника гадала, на совсем ли съехали ее шевы. Шевы Саши, — исправилась она. Проводила бабушку домой, развлекая ее историями о Японии. Сослалась на срочные дела. У нее в запасе был час, и Ника знала, что не вытерпит в четырех стенах. — Маленькая проверка, — сказала она себе. — Крошечная невинная вылазка. Ориентируясь по зарубкам детских воспоминаний, Ника шагала окраинными улочками. На перекрестке, не доходя до шоколадницы, свернула. Обошла фабрику, и Варшавцево закончилось. Пустырь ощетинился арматурой. Синели разграбленные птицами мусорные пакеты. Ни единого прохожего, ни одного работника цеха. Железнодорожный вокзал сберег свой инфернальный флер. Бесснежной зимой он выглядел особенно зловеще — феодальный замок, озирающий оконцами окрестности. Колонны шелушились чешуей по белке. Красные кирпичи рассекали шрамы трещин. Обветшалый стрельчатый фасад нагонял тоску. В вытянутом окне над входом мерцали последние цветы — синий клевер уничтоженного витража. — Гробы, — подумала девушка. — Ни станки и ни ремонтное оборудование. Там, за порыжалыми воротами, вереницы гробов и голодные упыри скребут когтями обшивку. На лугу резко похолодало. Она накинула капюшон, заспешила к оврагу, огибающему территорию. В русле пересохшего ручья шевелилась живучая травка. Терлись друг от друга замки. Устои и промежуточные опоры моста вряд ли выдержали бы серьезную нагрузку. Для спецтехники был свой подъезд со стороны трассы. Виадук присвоили влюбленные пешеходы, желающие сократить путь к пику будущего. Вон он, вздымается вдалеке приплюснутый курган. Живописный летом лужок стал печальной свалкой. Цементные быки покрылись лишенником, вертикальные балки виадука пестрели автографами, нецензурными выражениями, экзистенциальными лозунгами. Что она рассчитывала здесь найти? Ответы на все вопросы, конечно. Заунывный металлический визг заставил прирасти к земле. Ника уставилась на запертый вокзал. Нет, уже не запертый. Створки отворялись, скрижетали петли, ворота находились в нише, отороченные колоннами. И Ника следила, не моргая, как ржавые листы размыкаются. Сим-сим, являя нутро красного дома. Ну же! Ника призывала сторожа не дразниться. Немедленно выйти из цеха и прекратить ее пугать. Но в воротах никого не было. Зал подсвечивали проникающие сквозь окошко лучи. Она увидела внутренние колонны, тележку, гору поддонов под целлофановым саваном, стопки досок и пенопласта, токарный станок, висящий с потолочных сводов грузоподъемный крюк, газельку, замершую посреди цеха. А потом обзор заслонило нечто настолько дикое, что Ника лишилась дара речи. Оно набухло в проходе, бесформенное, отвратительное. Вывалилось наружу, цепляя холкой, воротный вершник. Огромное нечто выбиралось из вокзала. Длинное туловище, оно все тянулось и тянулось, терлось брюхом о землю, вываливалось, как фарш из мясорубки. Оно было рыхлым и бугристым, нежно-розовым. Вот как выглядит моя шева. Пронеслось в голове Ники. Гигантская гусеница толчками извлекала себя из здания, текла плотным, мясистым потоком в десяти метрах от девушки, уже загородила собой пятиэтажки и хвост, все еще находился в цеху. — Почему она такая огромная? — спросила себя Ника с обреченной отстраненностью. — Потому что они становятся сильнее, — подсказала интуиция. Гусеница обогнула поляну и застыла, как палец великана, торчащий из ворот. На тупой, покатой морде шевелились розовые жгутики. Круп усеяли выпуклости размером с футбольный мяч. Они пульсировали, кожица на них расщеплялась, опухоли приоткрывались, будто сонные веки, и под ними были человеческие лица. Мозг Ники будто поместили в морозильник. Из вилины припорошил снег, сознание заиндивело. Так случалось, когда она баловала себя таблетками и водкой санторий. Она взирала на гусеницу, чье тело покрывали одинаковые лица азиатов. Черные раскосые глаза сияли, губы кривились, ноздри похотливо раздувались. Из ртов вылезали языки, облизывались, лакали воздух. Впаянные в гусеницу физиономии жаждали ее, жаждали шоу. Они хотели нарушить главное правило — не прикасаться к танцовщицам. Ника вскрикнула сипло. Шева приближалась. С ее боков таращивалась многоликая масса. В абсолютной тишине лишь земля шуршала под тяжестью чудовища. Да, плющи носы терлись, а косяк лица. Хвост продолжал вытягиваться из ворот. Ника справилась с паникой, отодрала подошву от почвы и побежала к мосту. Как спринтер, высоко подбрасывая колени, среди бяла дня по лугу ползала тошнотворная гидра, толчками сокращала расстояние. Девушка вылетела на мост. Вспомнилась от чего-то колыбельное, которое бабушка часто пела, листая фотографии внука. Пела и всегда плакала на последних строчках. Песенку эту Буся должно быть напевала и у кроватки маленького Сашки. Баю-баю-баю-бай, поскорее засыпай. В дом скребется, растрепай. Кричит, Сашеньку отдай. А мы Сашу не дадим, Саша нужен нам самим. Баю-баю-баю-бай, из-под зыбки вылезай. Убирайся, растрепай. Теперь Ника знала, как выглядит бабушкин растрепай. За спиной условная морда гусеницы всплывала в зимнее небо. Шева вставала на дыбы. Живот ее был мешаниной лиц. Живые маски, насаженные друг на друга, калаш из людей. Рты отплевывались, хватали в воздух карьей глазки, искали беглянку. Звяк! Что-то отскочило от перил моста и стукнуло по ее предплечью. Упало к ногам, блеснув. Замок. Ника подхватила его, и что-то в одночасье поменялось. Мгла развеялась. Разум прояснился, железка в кулаке абсорбировала страх. Ника точно знала. Этот подвесной замочек в какой-то степени был лилией. Она повернулась, замахиваясь находкой, как солдат гранатой, но поляна была пуста. Пошатывались створки ворот. Шелестела трава. Замок источал тепло. Гусеница пропала, как сгусток тумана, сдутый порывом ветра. Но не полностью. Что-то белело в трех метрах от виадука. Пятнышко. Лужица киселя. Ника приблизилась, щурясь. На земле лежало лицо. Плоское, подтаявшее. Маска. Ника вспомнила фильм с Джимом Керри. Из колышущегося студня. Она булькала, словно яичница на сковородке. Пузыри появлялись то тут, то там. Один пузырь возник прямо в глазнице и вытолкнул карий глаз. Зрачок потек на скулу. Края лица загнулись, будто бортик пирога. Чавкнув, расклеились губы. Под ними не было ротовой полости, только земля и трава. Но лицо заговорило. Маленькая сучка, не помешает нам. Белая кожа расползалась. Тоньше пленки на молоке. Бортики заворачивались трубочками. Лицо скукоживалось. Ты покажешь нам свою киску, тварь, а потом отправишься в ад к братцу. Хрен тебе, прошептала Ника и топнула ногой в центр лица. Эффект был тот же, как если бы она растоптала омлет. Растерла его подошвами по лугу. Поступок доставил немалое удовольствие. Ника зашагала к фабрике. Когда вокзал остался позади, разжала пальцы. Контуры замка отпечатались на ладони. Девушка коснулась пальцами отстегнутой дужки. И двух буквок, выведенных красным лаком на латуни. Л. С. Личное сообщение. Лиля. Саша. «Спасибо», — произнесла Ника. «Спасибо вам обоим». И только после позволила себе расплакаться. Тридцать семь. На сцене Хитров привинчивал тарелки к стойкам. Публика постепенно заполняла зал. Чопорные дамы бальзаковского возраста и нарумянинные пенсионерки. Рафинированная старушка перебирала рукописные стопки. Бумаги было так много, словно она рассчитывала на собственный, творческий вечер. Прошла, помахав, мама Андрея заняла место рядом с Алпиталиной. Андрей все вертел головой, отвлекаясь, выискивая Нику. «Черт бы меня побрал!» — злился он, слушая оператора, бубнящего про недоступность абонента. «Надо было рассказать ей, обезопасить». «И последний вопрос, Андрей Вадимович». Журналистка, пышнотелая женщина в очках с роговой оправой, прицеливалась диктофоном. «Чего вы ждете от мероприятия?» «Хороших стихов, ни больше, ни меньше». «Спасибо за интервью». Журналистка собиралась отчалить, но он задержал ее. «А как поживает Янс Мурновский?» «Мы общались недавно». «Он?» — женщина заколебалась. «Приболел». «Рецидив», — подумал Андрей. «Пациенты излечиваются, чтобы потом болезни обрушились на них, беспощадными монстрами. Он побрел на сцену. Хитров уже спустился в зал к пульту. Задний ряд был молодежным. Лариса, музыканты и их друзья. Зрители прибавлялись, шуршали программками, распечатками, черновиками. Впорхнули шумной стайкой старшеклассницы. Сутулые лохматые подростки, стесняясь, поглядывали на них. Дядька в бандане настраивал акустическую гитару. Мельченко, походя, представлял гостей. «Это наш талантливый бард. А это знаменитый варшавцевский интеллигент. Тамара Георгиевна — директор приютившего нас Дома культуры». Члены жюри расположились в правой части сцены. На их столе стояли таблички с именами, стаканы, минеральная вода и шершавые статуэтки, воткнутые в болванки перья. Мельченко растасовал листы А4. Список из 32 стихотворцев — колонка для оценок. «Десятибальная система», — пояснял он. «Сюда за тексты, сюда за декламацию. Пятнадцать поэтов, набравших проходной бал, читают во втором туре». Андрей втиснулся между коллегами. Художественный руководитель Елена Сова напоминала сердитую крольчиху. Она успела обругать власть и поведать, что основатель города был большевистской гнидой. Поэт Феликс Коппер благодушно усмехался, скрестив пальцы на безразмерном животе. Улучив момент, он шепнул Андрею на ухо. «Постарайтесь ей не поддакивать. Иначе завтра же будете маршировать по городу с белой лентой и требовать сноса коммунистических памятников». Андрей тут же проникся к толстяку Копперу симпатии. «Если все готовы...» Пискнул телефон. Абонент Ковыч активизировалась в сети. «Дайте мне минутку», — попросил Андрей. Скользнул за гординой. «Ковыч, ты куда пропала?» «У бабушки я...» Голос Ники вызвал прилив нежности. «Мобилка разрядилась». «Ты в порядке?» «Лучше спроси, в порядке ли моя шева». Лукаво проговорила девушка. «Ты видела ее?» «Я выписала ей. Мощнейший поджопник!» Голос лучился самодовольством. «Мы с Лилей». Андрей впился пятерней в свои волосы. «Ты чем там занимаешься?» «Собираюсь к тебе. Надеюсь, не пропущу ничего интересного». «Поторопись». Озадаченный Андрей вернулся за стол. Зал был битком забит. Сидения не вмещали всех желающих насладиться поэзией. Люди стояли в проходе. Глядя на них с возвышения, на маму, Толика, классную руководительницу, других горожан, Андрей подумал о Стивене Кинге. В повести мгла стены супермаркета защищали толпу от чудовищ. Какое зло рыскает за дверями актового зала. Кашлянул микрофон. Зрители примокли. Мельченко заложил за спину руки. Не человек, а цапля в клеточку. «Варшавцево!» Нараспев произнес он. «Железная жила страны! В недрах твоих стучит индустриальное сердце нашей Родины!» Хитро втянул щеки, борясь со смехом. Андрей послал ему гневный взгляд. «Наши отцы, наши мужья и жены, наши дети!» Вещал оратор. «Прославляют наш город ежедневным трудовым подвигом! Но не рудой, единый, жив город! Руда богатства земли, стихи, богатства души!» Сбоку закряхтел Копер. «Это надолго!» Мельченко прикрыл очи, приступил к лирике. «Жду, как завалены в забое, Что стих пробьется в жизнь мою. Бью в это темное рябое, В слепое каменное бью!» Так написал Давид Самойлов. Илья Сельвинский назвал поэзию «горячим цехом». «Это как нельзя лучше применимо к нам. Да, мы работаем, но мы создаем и созидаем. Помогите мне, стихи, так случилось почему-то. На душе темно и смутно. Помогите мне, стихи!» Что она имела в виду? Размышлял Андрей, косясь в сторону двери. «Первый варшавцевский литературный фестиваль Степные строки приветствует гостей. Для кого-то сегодняшнее выступление станет дебютом, Трамплином в большую поэзию. Кто-то уйдет не с пустыми руками. Вы видите на столе прекрасные статуэтки, Изготовленные нашими умельцами. Но главное, что проигравших сегодня не будет. Абсолютно все стихи войдут в итоговый сборник, А избранные работы опубликует еженедельник «Рудник». Публика разразилась аплодисментами. Блондинка во втором ряду поймала взгляд Андрея И кокетливо засмеялась. Платье оставляло открытыми ее бедра И чулки до кружевных подвязок. Она словно позировала художнику. «Господи!» — смутился Андрей. «Эта шестнадцатилетка строит мне глазки?» Вступительная речь Мельченко давно пренебрегла Разумным хронометражем. Зрители начинали скучать, Шуршать бумагой. «Артур!» — шикнул Коппер. «Много прозы!» Мельченко виноват и засуетился. «Судьи велят закругляться. Но перед тем, как пригласить на сцену поэтов, Я с радостью отрекомендую вам, многоуважаемых членов жюри, Элиту не побоюсь сказать. Елена Васильевна Сова — художественный руководитель Дома культуры. «Феликс Исаакович Коппер, поэт, автор шести книг, Председатель жюри, а это означает, что в случае ничьей он выбирает победителя...» Андрей пристал, и его одарили щедрыми овациями и приветливыми улыбками. «Поэт, журналист, не нуждающийся в представлении телеведущей, Наша звезда и мой ученик Андрей Ермаков!» «У вас стихи тоже про НЛО?» — съехиничил Коппер. «Определенно он нравился Андрею». «Я вообще не пишу стихов. Это маленькое заблуждение Артура Олеговича». Ассистент-школьник поднес Мельченко папку, и учитель проголосил. «Честь выйти первой на сцену выпала Ольге Бутник! Недавно Оля окончила школу с золотой медалью и теперь учится на программиста!» Судьи пододвинули к себе листочки, вооружились ручками. Оля подошла к микрофону. «Каждый человек хоть раз в жизни задумывался о свойствах любви. Вот мое представление об этом чувстве». Читала будущий программист наизусть. «Я придумала тебя. Я тебя очень люблю. Ты закрой мои глаза и скажи, я тебя люблю». Коппер страдальчески застонал. «Нормальные люди», — подумал Андрей, подбадривающе улыбаясь молодой поэтессе. «Бесхитростные, простые, здоровые люди». В графе «Декламация» напротив фамилии Бутник он вписал восьмерку. «Ты со мной, когда я сплю. Ты со мной, когда я плачу. Снова говорю тебе, люблю. Ты для меня все в мире значишь». В графе «Поэзия» Андрей чиркнул шесть баллов. «Да вы добряк», — подсмотрел Коппер, старательно выписывая колу. «Даю шанс молодым». Выступающие читали по три стихотворения. После отличницы Оли вышел мужичок, проворчавший триптих посвящения супруги. Он рифмовал весну с зимой и в депричастии, кружась, ставил ударение на первый слог. Супруга рукоплескала стоя. Мужичок получил от председателя Ермакова суммированные пятнадцать баллов. Паровозиком повалили старицы. Андрей не скупился на балы. Капнуло сообщение на телефон. «Ты такой важный!» Он посмотрел в зал. Ника стояла за спиной Ларисы в бордовом балахоне с разметавшимися по плечам кудрями. Посылала ему воздушный поцелуй. «А этот стих я написала для внука Алешеньки». «Я что-то пропустила». Андрей положил телефон на бедро, отключил звук. Печатал, не глядя в экран. «Ты правда видела шеву?» Ника кивнула посерьезнев. Оно было чудовищным. «Где?» «Возле старого вокзала». Андрей едва не рухнул со стула. Возрился на Нику через зал. Она улыбнулась невинно, прикрылась волосами от его буравящего взора. Андрей поставил бабушке восемнадцать баллов и набросал. «Что ты там делала?» «Мне кажется, Лиля меня туда направила». Мельченко вызвал к микрофону десятиклассницу, мечтающую о карьере киноактрисы. Поднялась блондинка, картина, заигрывавшая с Андреем. На публике она чувствовала себя, как рыба в воде. «Для меня важно прочесть стихи моему любимому поэту». Любимый поэт Ермаков сконфуженно улыбнулся. «Благодаря вам, Андрей, я узнала, что такое поэзия. Мой первый стих называется «Мужчина». Загорелся экран телефона. «Эта коза крутит перед тобой задницей?» Ника надула губки. «Ноги оторву». Андрей подчеркнуто внимательно выслушал школьницу. На месте родителей он бы забеспокоился. Творение отличал откровенный эротизм. «Влепи ей ноль!» Худрук заметил активную переписку, кашлянуло. «В перерыве поговорим». Андрей вернулся к своим обязанностям. В целом чтения проходили гладко. Лишь раз приключился сбой, разрыдалось, не справившись с эмоциями выступающие. Слушатели были отзывчивы, благодарны, настроены на правильный лад. Поэты делились на три типа. Представители первого были махровыми графоманами, чьи велеречивые прологи соревновались с мельченковскими по количеству клише. Тип второй – опытные чтецы советской закалки. Например, журналистка, бравшая у Андрея интервью. Она порадовала действительно качественными детскими стихами. К третьему типу относилась продвинутая молодежь. Кто-то подражал Верочке Полосковой, кто-то Борису Рыжему. Не прошла и моды на Бродского. Были верлибры, от которых Феликс Коппер скрижетал зубами, и рок-поэзия. Сильнее всего впечатлил худой парень в кофте с логотипом «Последних танков в Париже». Он чеканил, скупо жестикулируя стихи о неуютном городе. «Всюду слышен наш шаг. Мы не исхежен из шахт». Зал аплодировал минуту. «На меня похож». По-стариковски умилился Андрей. «А это кто у нас?» Спросил Коппер. «Платон Слепцов». «Маяковщина». «Хорош». Музыканты Хитрова хлопали Платона по плечам. Хитров знаками показал, что молодой поэт и их человек. Андрей выставил большой палец. Завершил тур Барт, исполнивший несколько авторских песен. Полтора часа пролетело на одном дыхании. «А ведь совсем не нудно», — удивился Андрей. 38. Пока жюри совещалось, она вышла на улицу. Курила, наблюдая за толчаей на другой стороне площади. У супермаркета проходила предпраздничная ярмарка, и покупатели сгрудились возле прилавков. Какой-то мужичок упал, ей показалось поскользнувшись, но мгновение спустя в толпе разразилась перепалка. Хриплый голос подзадоривал навалять мужичку. Поверженный ретировался, ему вслед неслись оскорбления. То тут, то там раздавались крики. «Куда лезешь? В очередь милиция разберется!» Ссорились домохозяйки, переругивались продавцы. Ники подумала, что ярмарка — полная противоположность фестивалю, по-хорошему, сонному и спокойному. А вдруг зевотная, плохо срифмованная самодеятельность защищает людей, как обереги? На пороге появились Ермаков с Хитровым. Ника не сдержалась, прыгнула на шею Андрюши и расцеловала. «Я ее прогнала! Прыгнала Шеву!» «Я чего-то не знаю!» — спросил Хитров. «Мол бы, чего-то не знаем!» — насупился Андрей. Они втроем отошли к украшенной елке. Сияющая Ника сказала. «Шева-то моя вымахала куда там вашим? Меньше, чем за сутки. Толщиной с нефтепровод и метров двадцать в длину!» «Мы с Шевами меряемся или что?» Ника хвостливо захихикала. «По порядку!» — взмолился Ермаков. Она рассказала про разбитое окно и фотографию Саши. «Вот блин!» — прикусил губу Хитров. «У меня вчера квартиру взломали изнутри. Ту со змеями. Призраки выходят!» «Я об этом же подумала. Они мужают, что ли? Ваши еще не могли напасть сразу, а моя...» «Как тебя к вокзалу понесло?» — гневался Андрей. «Ну, котик, не кричи». «А ты не подставляйся постоянно. Ты же не ребенок, это не детская забава. А если бы оно в тебя все лилось?» — поддакнул Хитров. «Или уже все лилось?» «Хотите, я головку чеснока съем?» «Дальше рассказывай», — попросил Андрей. «Вы же помните пустырь и мост? Я прикинула, что они только дома появляются. Ну, может, в моем случае здесь, в ДК, где ритуал провели. Но они больше не привязаны к точкам извлечения. Появляются, где им заблагорассудится. Моя шева вылезла из вокзала, проломив ворота». «Что это было?» Напружинился Хитров. «Здоровенная гусеница. И на ней лица. По всей туши полсотни азиатских лиц. Я чуть с катушек не съехала». Андрей моргнула бескураженно. «Отчего ты лечилась?» «Котч!» «Я таблетки принимала», — созналась она наконец-то. «Какое-то время в Японии. Для расслабления. Мне тогда мерещилось, что лица посетителей сливаются в единую массу. Вот такой массой была та гадость». Ника описала свой марш-бросок к виадуку, отстегнувшийся замок, исчезновение шевы и пакостную, говорящую дрянь на земле. Вынула заветный замочек. «Лилия и Саша?» Хитров благоговейно вертел находку, подвигал дужкой. «Лилиян подарок». «Это предметы, которые ее символизируют», — произнес Андрей. «Это она же и есть. Ее воплощение здесь». «Предметы?» — не поняла Ника. «Выкручивайся», — развел руками Хитров. Андрей тяжело вздохнул. «Ночью кое-что случилось». «А я где была?» «Ты спала». «Не совсем спала». Она выслушала его, не веря своим ушам. Во рту сделалось кисло. «Да, Лилия вроде бы играет в их команде, но кто позволял ей брать без спросу тело Вероники Степановны Ковыч? Спящий. Разве это честно?» Волоски на предплечьях встали дыбом, и живот заболел. «Когда ты собирался мне рассказать?» Пришла пора Андрею виновата потупиться. «Нет, ребята», — сказал Хитров, — «если мы вместе в этом дерьме, будьте добры, без секретов». «Ну, прости». Андрей обнял обиженную Нику. «Козел!» Она стукнула его кулачком в грудь. «Обещаю, такое впредь не повторится». С третьей попытки она ответила на поцелуй, но еще раз назвала его козлом, причем вонючим. Она злилась и на Андрея, и на мертвую Лилю. «К блондинке своей пойдешь? Врубился? Будет тебе стишки читать». Андрей засмеялся, прижимая ее к себе. «Кокэсси у тебя?» — спросила Ника. «Отдал Толе. Все-таки мы вместе, а он...» «Да, я бы так и поступила». Ника завернула замочек в носовой платок осторожно, чтобы его не защелкнуть. «Выходят, эти атрибуты напоминают шевам про Лилю, а они ее почему-то боятся». «Из-за ее силы», — предположил Хитров. «Хорошо», — сказала Ника. «У нас имеется союзница. И какое-никакое оружие». «Я тебе сейчас кишки вспарю!» Рыкнули на том берегу площади. Перерыв заканчивался. Курильщики возвращались в ДК. «Мы друг друга стоим», — примирительно шепнула Ника и ущипнула Андрея. Их слившиеся губы разъял женский голос. Мама Андрея выглядывала в вестибюль. «Там Мельченко начинает уже». «Здравствуйте», — пробормотала Ника. «Здравствуй, Вероника», — улыбнулась мама. «Добрый день, тетя Рая». «Здравствуй, Толя». Андрей прыснул от смеха. Поцеловал Нику нежно и пошел на сцену. Хитров удалился к пульту. «Праздник поэзии продолжается. Бывает час, Тоска щемящая и сжимает сердце. Мозг в жару. Скорбит душа, Рука дрожащая, Невольно тянется к перу. В этих строках Роберт Рождественский Дает нам универсальный рецепт Спасение от депрессии и поэзия. Ты лира среди лир!» «Эй!» — окликнула Нику приятная шатанка в сером платье. Кивнула на освободившееся рядом с собой кресло. Ника продралась к ней. «Спасибо. Ты же Вероника Ковыч. Так точно. А я Лариса. Толина жена и мать его детей!» — заулыбалась Лариса. «Прежде чем я оглашу именно тех, кто переходит во второй тур!» — говорил Мельченко. «Слово предоставляется нашим судьям. Надеюсь, они прочтут свои стихи и дадут новичкам советы. Феликс Исаакович, наш мэтр!» Толстяк Сапя поплелся к микрофону. «Совет у меня один», — пробосил он. «Устраивайте сперва шведский стол, а уж после выступления поставьте с ног на голову привычные схемы». Публика засмеялась, захлопала. Мэтр раскрыл свой сборник и стал декламировать ироничные, округлые, как он сам, стихи. «Ты для меня будто героиня сериала», — прошептала Лариса. «В том смысле, что Толя про тебя рассказывала много. И про Андрея. Я вроде как знаю вас, хотя мы и не знакомы. Уже знакомы. Страшно представить, что он рассказывал. Это не сериал даже, а подростковый роман, приключенческий. Можно вопрос задать. Естественно, это действительно происходит». Лариса подразумевала призраков, конечно, мертвых актрис, змей, ее заговорившую малышку. «Да, но...» Она намеревалась сказать. «Да, но мы это остановим». «Как?» — осеклась она. «Кем я себя вообразила? Охотникам за привидениями, съезжающим по шесту под мелодию из заставки? Я стриптизерша на пенсии, мля. Я только шестом управляюсь». «Но все будет хорошо», — неубедительно закончила она. У микрофона художественный руководитель читала стихи, посвященные жертвам ГУЛАГа. Их публика приняла хорошо, а вот на посвящении Алексею Навальному зал отвлекался. «Два часа назад я видела чудище», — изумилась Ника. «А теперь сижу и слушаю поэзию». Выход Ермакова вернул внимание аудитории, и Ника переключилась. Андрей благодарил за аплодисменты и теплый прием. Самодовольный сыч, — ласково подумала девушка. «Дамы и господа, товарищи, земляки, месяц назад я и представить себе не мог, что буду стоять перед вами, еще и стихи читать, а я их прочту. Банально прозвучит, но Варшавцево, город особенный, это на первый взгляд здесь ничего не происходит. Происходит, уверяю вас. Со мной за пять дней столько всего стряслось. Я не удивлюсь, если снова начну писать стихи». «Начните!» — крикнули из зала, публика согласно загудела. «Я тут разглагольствую бессвязно», — продолжил Андрей. «Перед мамой своей». «Привет, мамочка». «Перед другом». «Вон он сидит, ржет за пультом». «Перед моей первой любовью». Он нашел глазами Нику. Слушатели поворачивали голову, перешептывались. Школьница-блондинка смерила его ледяным взглядом и наморщила носик. «Перед учителями». «И каждый из вас меня создал». «Придумал, как стишок». «Корявый, ну, какой вышел». «Я вам, раз уж случай представился, совет дам. Вы старайтесь запоминать людей. Это, наверное, путь к хорошим стихам. Память. И важность каждого, кто мимо вас прошел. Оно потом в стихах отразится. «А летающие тарелки существуют?» Спросили с галерки. «Не скажу про летающие, но машина времени точно существует». Аудитория захлопала. «Ну и стишки», — прокашлялся Андрей. «Им сто лет в обед, и все же». Ряды затихли. Андрей прочитал, чуть наклонившись вперед. «Для того мы с тобою на свет рождены, чтобы в нежные письма одеться, чтобы во время бомбежки в подвале страны прижиматься друг к другу всем детством, чтобы каждую родинку знать наизусть, чтоб крыла волочить за плечами, чтобы в церкви, дворов потайной Иисус улыбался нам белой печалью. Нас не ищет никто, мы одни, ну и пусть. Если вместе, то значит не страшно. Начинаются сны, учащается пульс и от счастья по коже мурашки. В этой жизни обугленной все суета, суета и бессмыслица, кроме апельсиновых долек горячего рта, твоего с поцелуем на кромке. Некие стихи понравились, хотя в них был очевидный минус. Они были посвящены не ей, не ее родинкам, а Машиным. «А можно еще один вопрос?» — спросила Лариса, пока зал аплодировал. «У вас с Андреем все серьезно? Просто вы такая пара красивая. Между нами?» — прошептала Ника. «Я бы не отказалась». Тридцать девять. Это было его подношение. Его подарок твари, чей вид появился на земле 220 миллионов лет назад. В гостиной загородного особняка сверкала фонариками нарядная сосна. Потрескивал огонь в камине. Горничная натерла паркет и вымела пыль. На свежей капле багровели на мохнатом ковре. Они протянулись цепочкой от детской спальни до приоткрытой подвальной двери. Массивную фигуру доктора Симоняна освещали ультрафиолетовые лампы. Он давно не спускался сюда. В последние дни у него совсем не было времени проведать Леонардо. Но сейчас его питомец полакомится деликатесом. Сверток плюхнулся в воду и устремился ко дну, поднимая пузыри. Со стороны казалось, что он трепыхается, тщетно, пытается всплыть, спастись. Симонян устроился в удобном мягком кресле. Ему нравилось наблюдать за процессом кормления. Он отпустил нянечку, а до прихода жены оставалось полчаса. От выпитых лекарств подвал подрагивал, голова кружилась, но он улыбался. Он смутно помнил, как пичкал себя таблетками, чем занимался в запертом кабинете, как шел в детстве, и склонялся над колыбелью малыша, его долгожданного сына. Молодая жена не подозревала, что три года назад супруг посетил шахтерский городок под названием Варшавцево. Она вообще не подозревала о существовании такого населенного пункта. Никто из близких не знал о его тайной поездке, лишь коллега догадывался. Крестный папа-ребенка. Тот, что рассказал ему про деда Матая. «Клянусь тебе, он творит чудеса!» «Намекает, что мне пора завязывать», спросил Симонян, отхлюбывая Брэнди. «Он не только алкогольную зависимость лечит», сказал коллега. «Полный спектр услуг, включая исцеление бесплодности». Симонян сплюнул, и слюна повисла на его подбородке. Большую часть подвала занимал огромный акватеррариум. За толстым стеклом виднелись мангровые коряги, ракушки, крупные камни, берег, оборудованный обогревателем. Задняя стенка, декорированная морским пейзажем, спряталась под слоем желтоватой слизи. Вода заелилась и помутнела от фекалий. Ее не меняли неделю, и забившийся фильтр сердито жужжал. Сверток спикировал на гальку. «Неужели действительно был дыхается?» заинтересовался доктор. И взгляд его метнулся в угол акватеррариума, туда, где вспучился грунт, и из-под камушков прорезались пилообразные гребни. Леонардо выкрапкался наружу, отталкиваясь короткими когтистыми лапами. Продолговатый хвост хлестал по воде. У доктора перехватило дыхание. Он смотрел, как чудовище крадется к пище, к самому дорогому, что он мог принести в жертву. Ужасающая пасть раззевалась. Кишечник извергал струю бурой жижи. Леонардо появился в его доме одновременно с ребенком. Полуторамесячный монстр питался сверчками и тараканами и при малейшей возможности норовил отгрызть палец. Он рос, как на дрожжах, перешел на креветки, рыбное филе, палачников и виноградных улиток. И на мясо, на куски сырой говядины. Теперь его мощные, будто у бойцовского пса челюсти, могли отхватить руку. Жена не любила Леонардо. «Что ты возишься с этим уродцем?» сердилась она. «Создается порой впечатление, что он для тебя дороже сына. Я бы суп из него сварила, ей-богу». «Кушай», — прошептал Симонян. «Кушай, мой мальчик». Сверток развернулся. Его содержимое покачивалось на гальке, окрашивая воду розовым цветом. Голодное чудище изучало подношение. Чревообразный кончик языка извивался. Панцирь царапал стекло. Роговые щитки, карапакса, вздыбливались. Продольными пластинами Леонардо напоминал динозавра. «Скорее!» — нетерпеливо подгонял доктор. Леонардо так восхитительно ел. Жадно дробил кости, заглатывал сочное мясо. Над головой послышался озадаченный голос жены. «Дорогой, где ты? Где нянечка? Где наш ребенок?» «В порядке, наш ребенок», — пробормотал доктор. Внимание было приковано к акватерариуму. Там пятидесятикилограммовая тварь, макроклемис, теменикцкий, грифовая черепаха, вцепилась крючковатым клювом в подношение. Сгустки крови поплыли вверх, мимо ее злобной, увенчанной свиным пятачком морды. «Да!» — ликовал Симонян. Скрипнула дверь, каблуки застучали по ступенькам. Прожорливая рептилия терзала добычу, челюсти смыкались, полосуя нежную плоть. «Я спросила, где наш сын?» Жена поравнялась с креслом. Она спрашивает сначала и только потом проверяет. Раздраженно подумал Симонян. «В детской!» — буркнул он. «Где же еще ему?» Слова потонули в истошном верещании. Жена визжала и таращилась на его пах. Кровь, просочившаяся сквозь бинты, обогрила белые брюки, потому что этим утром доктор проснулся от нестерпимого желания кастрировать себя. «Теперь она не успокоится», — поморщился Симонян. В акватеррариуме черепаха доедала его пенис и яички. 40. После второго тура члены жюри взяли паузу. Выбрать семерку участников оказалось не так просто. Худрук настаивала на прохождение в полуфинал варшавцевских бабулек. Копер голосовал за молодняк. Андрей с неожиданным для себя рвением отвоевывал каждого поэта. Вдвоем они потеснили сову. Нос художественного руководителя раздосадово подрагивал. Сова удалилась фыркая, а Андрей и Копер хлопнулись ладонями. Список был передан Мельченко и озвучен им под рукоплескание. В число счастливчиков вошли вокалист церемонии, молодой шахтер, две девушки, включая поклонницу Ермакова, бард, журналистка Рудника и одна из наиболее талантливых, наименее бездарных старушек-савы. Лица полуфиналистов лучились от счастья. — Мой юный друг! — подлетел Мельченко. — Что же вы ни словом не обмолвились про мою книгу? — Вашу книгу? — сконфузился Андрей. Он понятия не имел, куда приткнул сборник Ака Мертона. Должно быть, потерял еще в понедельник. — Она... — Забыли? — не обиделся учитель. — Забегался Артур Олегович. — Прекрасно понимаю! Мельченко жестом фокусника извлек из-за клетчатой пазухи экземпляр книжки. — Откройте на двадцать второй странице! — велел он. Андрей полистал. Поэму на указанной странице предварял эпиграф. — Этот город скоро сожрет вековая тьма. — Прочел Андрей. — А-Е. — Это я, что ли, написал? — Вы, мой дорогой! Я там спорю с вами в поэме. Каждый текст озаглавлен строкой из моих любимых поэтов и моих друзей. Андрей рассыпался благодарностями. Возвращаясь к столу, он мысленно обкатывал строчку. — Город скоро сожрет вековая тьма. О чем там было в тексте? Социальщина должна быть. Депрессивная жизнь захолустья. Пьяница из терема, гопники, рыжие отвалы карьеров. Но как зловеще прочитывалось это сейчас. Вековая тьма, наползающая на Варшавцева, обнажающая клыки, дракон, парящий над пятиэтажками. Третий тур начала блондинка. — Эх! — сказал Коппер. — Я бы в ваши годы! старшеклассница декламировала стоя в полоборота к жюри, глядя на Андрея. — Глаза твои покоя не дают. Сошла с ума. Подруги говорили. — Если она победит, — эсэмаснула Ника, — будешь спать на полу. Андрей мужественно выдержал напор пубертатной страсти. Вторым выступал Платон. Парень заметно обвыкся на сцене. Зрители встречали его, как хорошего знакомого. — Эти стихи, — проговорил Платон, — посвящены одной девочке. Гитарист церемонии шутливо заулюлюкал. — Нет, — сказал Платон, — про эту девочку я прочитал в газете. Ее звали Лиля. Она пропала без вести в двухтысячном году. По спине Андрея побежали мурашки. Платон читал. — Лилечка прячет личика. Лилю никто не ищет. Бродят пропавшие лилечки. Черной зимой их тыщи. Андрей посмотрел на хитрого. Толя кивнул. — Да, это тот песенный текст. Платон, ничего не зная о призраках и шевах, случайно настроил свою поэтическую антенну на захлестывающую город-волну. Записал стихи. Или Лиля надиктовала их ему, или проговорила его губами, как говорила через Юлу и спящую Нику. Лиля Дериш. Нежеланное дитя. Платон поклонился, уходя со сцены. Андрей проводил его взглядом и вписал в таблицу две десятки. Отыграл Барт, выступили оставшиеся участники. Никто из зрителей не покинул зал, не залип в телефон. — А все не так плохо, как я подозревал, — произнес Коппер. Мельченко толкал финальную речь, пояснял, как проголосовать за полюбившегося автора. Жюри вновь держало совет. — Девушки сразу выпадают, — подсчитывала сова. — Барт тоже, — сказал Андрей. — У нас два человека на первом месте. Коппер обвел чернилами фамилии. — Вы, как председатель, накидываете победителю очко. — Я думаю... — Да что тут думать, — сказал Коппер. — Верно, — подтвердила внезапно сова. Лидер очевиден. Ассистент передавал по залу листы со списком всех поэтов и зрителей. Скрупулезно отыскивали своих фаворитов, отмечая галочками. — А перед тем, как жюри огласит результаты, конферансье Мельченко подал знак Хитрову. Музыкальный подарок — группа «Церемония». В ней, кстати, поет наш полуфиналист Платон Слепцов. А эстафетная палочка досталась ему от нашего судьи. Андрея Ермакова — первого вокалиста группы. Церемония образовалась в далеком 2001 году, когда ее основателем было по 15 лет. Судьи покинули сцену. Андрей присел на подоконник, наблюдая, как парни вооружаются гитарами. Хитров занимает место за барабанами. Ника пробралась к Андрею, и он положил руку ей на талию. Ника — Андрей едва сдержал улыбку — выстрелила глазами-молниями в несовершеннолетнюю соперницу. — Не скучала? — Ни секунды. — И снова здравствуйте, — сказал Платон, была у парня харизма и умение очаровывать публику. — Не переживайте, мы быстро. — Раз, два, три, четыре! Грянули барабаны, к басовой партии подключилась гитара. Кеши — худощавый вокалист преобразился. На сцене главенствовал многорукий Шива, который успевал пять в промежутках играть на блокфлейте и танцевать, вернее, плавно, как гибкая рептилия двигаться от музыканта к музыканту. Он вскидывал руки, щелкал пальцами, кеды скользили по настилу. Голос глубокий, правильный, казался гораздо старше певца. Он заворожил публику, далекую от рок-н-ролла. Музыка была куда приличней, прилизанней той, что играла ранняя церемония. Не кустарный, бронебойный панк, а вполне фирменный брит-поп без оглядок на периферию. Но повадки вокалиста придавали группе по-хорошему хулиганский оттенок. Он то манерничал, то срывался на хрип и улюлюканье, огорошивая варшавцевскую интеллигенцию. Андрей сам не заметил, как начал притоптывать в такты и подпевать на припевах. Сосредоточенный хитров закончил соло продолжительной сбивкой и был награжден аплодисментами. «А эта песня написана на стихе Андрея Ермакова», объявил Платон. Ника пихнула Андрея локтем. «Я присутствовала, когда вы ее сочинили». Андрея пленил барабанный грув, вкрапление флейты, пульсация баса, подпрыгивающий. Табакерочным чертиком Платон напомнил Сашу Ковача, танцевавшего здесь же много лет назад. Ника прижималась своей теплой спиной. Последний раз он был на столичном концерте группы «Антифлаг». Тогда они с Машей подцапались, и ссора подпортила впечатление от пенсильванских парней. «Твои пули летят в цель! Все твои пули в цель! Любимая, не щади, не ослабляй цепь!» Блондинка мстительно косилась в сторону танцующей парочки. Слишком быстро закончилась песня «Марш-бросок в юность». «Спасибо вам!» Крикнул Платон. Аудитория, даже пенсионеры, радушно хлопала музыкантам, провожая в зал. Мельченко дал команду, он уже стоял с призовой статуэткой на готове. Андрей взлетел к микрофону, заглянул в бумаги. «Вот такие церемонии по мне!» Сказал он, переводя дыхание. «А нам пришла пора объявить победителей!» Воцарилась тишина, было слышно, как шуршит одежда ерзающих претендентов. Будто это так жизненно важно, кто выиграет провинциальный конкурс. Будто отпечатанный на принтере диплом защитит от липких щупалец мрака. «Бронзу и 54 балла получает Антон Чимерис!» Молодой шахтер, сочиняющий под Есенина, не верил своим ушам, прижал к груди статуэтку, как Оскар. «Молодец!» выкрикивали из толпы. «Не бросайте писать!» Сказал Андрей призеру. Настал звездный час для второго финалиста. Серебро и 56 баллов отвоевала журналистка Рудника. Ее наградили шквалом аплодисментов. Председатель жюри вновь приковал к себе взоры. «А теперь золото!» Он выдержал паузу. «Первое место!» И заслуженные 57 баллов получает... «Ну же!» Не вытерпела мама Андрея. «Не вари воду, сынок!» Публика засмеялась. «Не буду, ма!» «Платон Слепцов!» «Иди сюда!» Редактор субтитров А.Семкин» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова